Продолжение следует... Ну, рано оно началось. Сейчас где-то минут сорок четвертого только, в пятницу. Поэтому готовьтесь к многочасовому стриму. Это пятая часть Pillow's Opportunity. Играем на максимальном уровне сложности. Знакомимся с игрой, но с сейвами. И слава богу с сейвами, потому что завершили мы с вами прошлую трансляцию. Хотел сказать вчерашнюю, но вчера стрима не было. На бое против Дрейка и огромного количества Ксоурипов. И два раза был гуф. Итак. Господи, как же здесь тяжело-то будет. Мы исследуем сейчас бесконечные пути. Спустились, упали в бассейн с кровью и там кусками тел. В огромной комнате дальше нас ждет человек 15 Ксоурипов с Дрейком. Наша бригада... А, да, я тут неправильно... Не совсем правильно расставился. Короче, скорее всего я попробую сделать следующим образом. Расставлю пацанов здесь. Танка поставлю тут. Но постараюсь сделать так, чтобы я все-таки был за углом. Короче. Ну, чтобы не все... Так, давай-ка вот так, наверное. Полутаем для начала. Так, ты поближе. Ты в центре, в самом... Ты сюда. Нет, да, даже сюда, наверное. Ой. Ну, в сайте придется опять регистрироваться. Да нет, конечно, там вся миграция, там все хорошо. Не надо регистрироваться, не надо там... Там и новости перенесутся, и профили. Так, все перенесется. Все перенесется. Ой, я попал, но, к сожалению... Ё-моё, Дрейк уже несется ко мне. То, что он первый, это хреново. Он будет опрокидывать меня, по крайней мере, будет пытаться это сделать. Вот, здесь... Начинаем со Святого Сияния. Ты уходишь сюда. Дальше нам нужно сокращение урона. Доспехи Веры, называется, кажется, заклинание. Да. Далее. Ты у нас из кольца... Огненные... Огненные раны, или как они называются? Горящие раны. Горящие раны, но, наверное, лучше подождать, когда потянутся. Ты попал. Да-да-да, я уже третий раз в этом сражении. Попробуем сбить Дрейка. Это маловероятно, но... Но вдруг пройдет. Так. Здесь все ок. Здесь чуть-чуть ждем. Так, хорошо. Дрейка завязали. Это здорово. Ой, там такая толпа идет, а. Надо, наверное, уже... Закидывать... Замедление вот такое вот. И урона этим... Как он называется-то, господи? Урон холодом. Дальше парализацию пробуем кинуть. Можно уже, наверное, закинуть горящие раны. Бог с ним. Что не все подошли. Тут доспехи кастуются. А, е-е-е-е. Забыл я энергетическую защиту на танка, на нашего. Это что у нас? А, у них... Слушайте, у них... К урону... Ледяному вообще... Сопротивление хорошее. Наверное, имеет смысл катящееся пламя сразу... Ну, хотя оно криво сейчас закатится. Надо перенести тогда мага вот... Куда-то вот сюда вот, наверное. И... Зарядить по-другому. Парализация, к сожалению, не сработала, насколько я верю. Вот так лучше будет, кстати. Оп. Так, ты горящие раны сейчас кастуешь. Здесь мы выбираем какую-то слабо защищенную цель. 55. Боец. Жреца, наверное, надо... Это 44 у жреца. Вот его надо, наверное... Хотя нет, я... Я же сейчас... Я не... Я не докастовал, кажется. Я все еще не скастовал. Такой провал, а? Блин. Он еще не... Не скастовал. Кажется. Хотя... Не, 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 нет. Я промахнулся просто. Потому что результат броска 5. 5. Тогда ладно, тогда... Что ж поделать. Надо защиту накинуть. После доспеха какую-то хорошую. Танку уже довольно хреново. Хреново танку. Что у нас есть на защиту. Я не помню, если честно. Недомогание, ослабление. Во! Можно попробовать... Прайк... Хотя опять ледяной урон. По дрейку мы попадем. А вот по... Ну, хотя восстановим... Святой мощью выносливость. У нашего друга. Вот так вот. Раз. Ему самому второе дыхание надо. Ну, после того, как он... Блин, как все плохо-то, а? Все очень плохо. Этот при смерти. Давай все-таки второе дыхание. Или рана. Блин, рана, Карл. Рана. Так, тут раны, тут перезаряжаются. А ты заряжаешь фаербольчик, да? Или он уже кастанул? Вот что это за каст был на 51? Дрейк убивает противника, как сауриббоец. Видимо, АОЕшка прошла. Вроде бы еще не скастовал АЛОТ. Если дракон по-своему не сжет, то все плохо. Но он вроде попал. Может быть, это он и... Не-не-не, пошла... Пошла, кажется, перезарядка. Так, хорошо. Ха-ра-шо. Стойк отстрелялся. Может сейчас сделать что-нибудь... Что-нибудь... А что он может сделать? Надо... Давай второй раз так же. То есть и танку нужно помогать. И урон нужно наносить. А ты все-таки давай. Второе дыхание. Потому что танк уже... Уже бит. Легкое ранение, ранение. Легкое. Легкое. О! Что я скастанул, не знаю. И я ли это сделал? Ну, вроде как, текущее действие у меня стоит, что я в фаерболке. А, вот он полетел. Только вот-вот-вот полетел этот фаербольчик. Хорошо. Дальше что? Что можно дальше сделать? Еще какую-нибудь ауешечку. Это у нас что? Паралич и недомогание. Недомогание дебаф? Да, давай попробуем паралич сделать. Маловероятно, что он на дракона подействует, но... Лучше, чем ничего. Здесь... Я не знаю. Атлетика не нужна. Горящие раны второй раз. Давай, горячие раны второй раз. Не знаю, стакается оно или нет. Дрейк пробивает по... Блин, какая грязь, а. Может, ужас? Испуг. Решительность, ловкость, точность на 10. Да, вполне. Только сейчас выстрелит бобер. После этого сделаем. Трупу можно уже будет взорвать. Бом-бом-бом-бом. Действие через шифт сделает, что... Точно доделает анима. Да-да-да, через шифт надо практиковать. Надо практиковать через шифт. Дай-ка собьем этого упыря. Так, а стойк-то что делает? Стоик должен был опять заряжать вот так. Хорошо. Этот при смерти... Дрейк ранен уже. Попал бобер. Бобер попал. Это очень хорошо. В шаман он попал. Вопрос, что делать? Верховный жрец, воин. Давай верховного жреца пролизуем. Можно сделать, кстати, выпить бутылек. Вычт урон и концентрация. Да, давай сделаем так. Танк должен держаться. Должен держаться. Это ко мне в шар вернулся, кстати. Свой же. А, и можем взрывать уже труп. Трупы. Хорошо, давай так сделаем. Там есть, наверное, трупа 3, по крайней мере. Вот он. Взрываются трупы. 34, 18, 4, 11, 19. Ранен при смерти, ранен. Тяжело ранен, ранен при смерти. Совсем здоровый есть далеко. Можно попробовать поотстреливать того шамана, которого сейчас... А, пролизовали, отлично. Бобер попал пролечом. И пусть атакует. Здесь можно залепить ауешечку вот так вот. А стойк что может сделать? Снова прокатывать... Может, благословение сделаем? Точность урон. Да, пока не поздно. Нам под Дрейка нужно готовиться. Паралич на Дрейка сработал? Это вот... Зловонная ласка сработала. Неплохо. А давай-ка по нему тогда, бобром. И не только бобром. Давайте всеми по нему. Всеми, всеми. Потому что... Тяжелое ранение. Это как раз... Возможность его вообще прибить. Ну, не прям... Не в 5 секунд, но очень сильно. Много урона можно сейчас нанести. Три секунды, паралич. Бобер, главное, чтобы успел выстрелить. Так, готово у нас с благословением. Можно попробовать сделать ауешное какое-нибудь восстановление выносливости. Потому что раз, два, три человека, и танк впереди тоже может быть ранен. Попал, попал, бобер. Попал на сколько, бобер? На 51. Хорош. Восстановил сосредоточение. Обновляю парализацию. Тут еще разок... Как называется-то правильно это заклинание? Магическая атака. Иммун уже нет, параличит. Читай внимательно. Да, наверное. А я, кстати, парализован танком. Там ксову рип как раз вот, а не с парализом. Можно, кстати, вот так вот сделать и исключить парализацию. Дрейк уже пришел в себя. Пробую снова его парализовать. Результат броска 15, понимаете? 15. И все. Ладно, давай ужас тогда. Давай еще разок раны туда же. А тебе, наверное, нужно что-то да. У них, кстати, сокращение урона так себе. Можно и... И... И ледяным побить. I like good game. Что там? А-а-а, бывает. Использую жалобы, ну бас. Так, пошел испуг. Надо выбрать наименее защищенного. Наверное, верховный жрец, потому что 44 у него. Здесь кастуем хорошо. Здесь бутылек выпили отлично. Не понял, а где? А, вот, подавление печали действует. Все, парализация скинулась. Я пытаюсь понять, что происходит вообще. Сейчас. Кто отстрелялся, кто нет. А-а-а, выведение пока не нужно. Восстановление вы... Стоп, а откуда у меня заклинание третьего уровня появилось? Мне казалось, что у меня было только первого и второго. Устойка. А что здесь, кроме вычета урона, может, все защиты на 15? Что может пригодиться? Минус меткость. Мрачное благословение. Обычные становятся критическими. Это урон физушный, кажется, и сбивание с ног. Кстати, неплохо. Столб веры может зайти. Правда, там защита конская. Вряд ли пробьет, но сбить с ног неплохо. Молитва против скованности не подойдет. Восстановление выносливости неплохо, 29, но пока некому. О, электрический урон. Хороший, точечный. У него резисты только к огню серьезные. Давайте попробуем печать поставить туда, прям на него. На Дрейка, на этого. О, я упал. Ну, может быть, из-за подавления печали сейчас? Я не встаю сразу же. Не понял, как это произошло. Ааа! Ой, бобер, ой, бобер. Быстро, второе дыхание. Хорошо. Это Ксаурив, Верховный Жрец, мне вот так запилил. Много трупов. Снова пытаюсь взорвать трупы. Паралич давай еще разок. Дрейк уже присмерт. Трупы взрываются. Очень много разнопланового урона, но... Он такой... Ну, хотя 8, 12, 7, 16, 18, 4, 3. Хорошо. Пока справляемся. Этот присмерти упырь пробую добить. Может, еще парализация сработает. Не, не сработало на этот раз. А почему? Промах. 60-браска, 68. Не, 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 нет. Это же Зловонная Ласка называется, правильно? Да. Один промах, оно легкое попадание. А, он попадает только по Ксаурипам. Паралич на 0, на 0,3. Вот я не понял, откуда паралич, что здесь вообще. Там же Зловонная, она парализует только от цель. А не АОЕ. Танк МП и бутылки хила пора. Нет, у меня будет... А хотя, может, и есть бутылки хила, кстати. Выносливость раз. Отклонение два. Давай, выносливость выпьем. Пробую Верховного Жреца убить. Добить. Тут мисселями бьем. Можно попробовать еще физурон сюда занести в Дрейка. А, этот умер. Отлично. Малые стрелы, очень мало урона наносит. Там дыхание прошло, но он своего добивает воина. Короче, остался один Дрейк, у которого буквально 50 где-то... Все, минус. Ребята, а что я в прошлый раз-то с первого раза не убил? Это же изи. Тут же... Легко. Абсолютно. Очень странно, конечно, очень. Потому что я не смотрел, говорит... Да, это, наверное... Это причина. Лутаем. Опа! Одиночество Ильфана Бирнгора. Средний щит. Точность минус 4. Свойство сохранения и отличное качество. И амулетик. К максимальной выносливости. Оу-у-у. Одиночество, наверное, Ильфана Бирнгара. Защита в оглушенном состоянии плюс 50. Защита от призбивания с ног плюс 50. Не был самым ловким солдатом. Напротив, он часто спотыкался даже на ровном месте. Хорошо зная о его недостатках, семья изготовила ему чрезвычайно крепкий, надежный щит. Чтобы, раз Ильфан не может нанести врагу град ударов, он хотя бы был защищен от чужих ударов. Щит действительно оказался полезным в этом плане, поскольку скрывал Ильфана настолько хорошо, даже когда тот лежал оглушенный в грязи, что многие враги видят тщетность своих усилий, переключались на другие цели. Ну, плюс 50 защита. Это же дичь. Так. И амулет. Насколько выносливость, интересно, апнет? Плюс 15, максимум выносливость. Амулеты чаще всего представляют из себя драгоценные камни, медальоны и прочие предметы. Понятно. Это уже общее описание. Посмотрим. Ну, кажется, у танка у меня в принципе нет амули никакого. Они есть какой-то. Реакция, бонус к лечению. Плюс 15, бонусное лечение. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Выносливость. Пятнашка. Не так много выносливости, на самом деле. Такую амуль нужно дать человеку, который, ну, типа, бобру. Который... У которого, в принципе, выносливости мало. Меньше всего выносливости именно у бобра. Да, беда, конечно Ну ладно, прорвемся Стоит ли брать щит танкам? Отклонение 16, точность минус Отклонение 12, точность 4 А у этого щита Еще есть Дополнительный удар Что, конечно, не так полезно Защита даже, в принципе, увеличивается Ну, то есть 72 на 68 И 71 на 67 Поэтому я оставлю щит У того щита еще плюс 8 В смысле, у этого щита плюс 8? А, отличный качество Отклонение со щитом Его бы еще зачаровать Да, зачаровать Он и так на отличном качестве Ладно, пока оставим Так Посмотрим, что Может, что здесь есть Спуск вниз Вроде бы Вроде бы лута больше нет здесь Так, а что По крепости у меня Через один день 23 часа Достроится Привет Аксенрас Теперь посмотрим, как ты вернешься С одним привалом Да, я не собираюсь возвращаться Я иду вперед Может быть и зря Думаю, мы уже близко Костями чувствуем Но архитектура поменялась Тоже Так, тут у нас Скелет-боец Ты не Ммм Ёпарь, СТ Как их много-то Волшебник-скелет Еще сзади Не, давай так Так И так Через shift Ты так Ты так Ты так Их много С ног сбиваются Защита очень-не очень На них должно Хорошо действовать И должен хорошо действовать огонь Но их очень много Даргул Появляется Какой-то Господи, а что ж Что ж так вас Их очень много Их реально очень много Скелет-волшебник По кому я Я ж паралич Делал Ошеломление работает Паралич нет Сбивание с ног Ладно, попробую попасть Попал Хорошо 30 38 Что-то мне подсказывает Что испуг и ужас Действовать на них Не будет В принципе Зря я Юзнул Святое сияние До того, как они подошли Трындец Тут народом Надо подходить волшебникам Наверное И делать Ау-е-агнер Базовое заклинание Но В данном контексте Оно вообще будет Очень Очень эффективным Блин И стрелять бы На Этот На От От Отдача Часть урона Оттанков О, хорошо Разок И второй Пожалуйста И надо отсюда Будет валить Потому что Реально у меня Ааа У меня тут Стоик Уже минус А эти просто раненые, капец Я останусь здесь, да? Я просто здесь остаюсь Черт Попадает Боберн, но Делаем воспламенение души, в общем Магам вообще надо отходить Все-таки Здесь тоже бы отойти Немножко назад Такая грязь Так, скастовали Сейчас на нашего друга Воспламенение души О, можно взорвать трупы Хотя какие, к черту, трупы? Там этих трупов Не факт, что они там остались Наверное, имеет смысл вызывать Нет, скелетов тоже глупо вызывать Ну, давай трупы взрывать Что ж тут поделать О, подействовало, смотрите-ка По мелочи, но по всем Там, видимо Видимо, вот по центру был труп Который рванул Бобру достается Лечиться я не могу Паралич работает Не толку Надо танком второе дыхание Езать Пытаться как-то тут Продержаться еще Здоровья уже мало Их слишком много Их слишком много Сейчас танк упадет На этом мои поломочия все Окончены будут Был бы фаербол 1-2 Все бы развалилось, конечно же Но я пришел уже без заклинаний Сюда Да, и они прорываются Тут же падают Да Ты перепутал скиллы танка Поджег А-а-а Я поджег своего танка? О-о-о Да, ладно Ну Возвращаемся потихоньку назад Там можно было их Ну, мне ж не обязательно А-а-а-а Я не могу назад вернуться То есть Упав сюда Я назад не вернусь? Так Так У меня выход только один Вперед Хэйлоу Короче, я с угла буду Чтобы они Кучковались Блин Ладно, начинаем Расправимся Должны Жесть какая Так Так, тебя бы вывести сюда Только Чтоб ты мог Вставать Ты выходи Танкуй Да, мне нужно было Связь боли Кастовать Вот эту вот штуку Так Ладно Что же мне делать тогда? Здесь только один каст В общем Надо подождать Когда Дойдут Здесь Хорошо Есть Два заклинания По крайней мере Может быть И привал Надо было Езать Как их Много Там Жесть Просто Жесть Надо ждать Здесь Капец Так Стойк Ты как Готов? Почти Давай Скастовал Бобер Молодец Здесь Надо Замедлить Их Парализовать Здесь Наверное Надо Надо Уже Дышать Надо Уже Дышать Вот Так Подходить Ближе Не хочу Хотя И надо В общем Но Не хочу Так Вот Заряжаем Добро Достается Ой Хорошо Сейчас Стойк И Собственно Восстановил Выносливо Сейчас урон Под 50 Да Он наносит Там Да 50 Угненного Урона За 4 секунды Испуг Еще Работает Хорошо Хорошо Здесь Огонь Пойдет Парализовать Да Парализовал Этого Стреляешь По нему Сейчас Че Стойку Сейчас Делать Что Ему Делать Он В принципе Без Заклинаний Уже Вообще Тут Бы Сбить Одного Так Это Дыхание Прошло Отлично Давай Второе Сразу Сюда Ж Бобер Заряжает Ой Мага Бьют Ой Мага Бьют Скелет Боец Судя по характеристикам Он Очень Хорош Я Не могу Никак Давай Второе Дыхание Так Свалили Этого Скелетом Надо Парализовывать Вот этого Скелета Бойца После Выстрела По Парализованному Товарищу Так Немножко Подлечились Давай Возвращаемся К Огненному Этому Дыханию Бобер Заряжает Там Их Двое Блин Там 79 Вот Это Выстрел Я Понимаю Сразу Сразу Сосредоточение Через Шифт Бьем После Парализации Этого Упыря Готовимся Взрывать Трупы Хотя И тяжело Убивают Скорее Всего Магнаш Он Успевает Перед Смертью Еще Одно Огненное Дыхание Я пытаюсь Да Паралич Срабатывает На него Но Учитывая То Что Ему Делать В принципе Больше Нечем Надо Хотя Бы Успеть Там Скастовать Обычную Обычную Как он Называется Магической Атакой Тяжелая При Смерти При Смерти Чуть Чуть Надо Вот Этих Пацанов Покромсать Чтоб Потом Все Это Рванул О Есть Можем Уже Попробовать Там Были Уже Трупы Да Надеюсь Не Было Трупов Ни Одни Ничего Не Взорвалось Ничего Не Взорвалось Просто Ничего Видимо Они Разлетались Или Сгорали Или Так Или Иначе Трупов Там Не Было Ой Какая Грязь Пытается Здесь Продержаться Наш Танг Сбивает С ног О А это Что Залетело Такое То ли Маг Успел Скастовать То ли Не Понял Вот Вот Цифры Это Что За Цифры Такие Нем Ерор Попадание Ты не убил Никого Скелетов Призови Да Уже Поздновато Призывает Скелетов Так Этот При смерти Остается В общем-то Четыре Ранжевика И Три Человека Вблизи Причем Три Человека Вблизи Этот Тяжело Этот При смерти Этот Тяжело Этого Тяжело Мы Давай Лучше В этого Стрельнем Убил Убил Бобер Убил Бобер Давай Этого Парализ Стреляем Ты Так Ты Так Ты Так Танку Хреново Второе Дыхание А Да Убили Так 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 Раз Паралич Ненадолго Держимся Ни Хрена Себе Два Крита По Стойку 26 23 14 Так Стойка Нет А Щас И Бобра Вить Не Будет Как Грязь А Паралич Там Не На Мне Правда Хорошо Не Добил Еще При Смерти При Смерти А Что Толку Если Они При Смерти Но Живые А Это Что Так А Это Это Копье Как раз Разъедающий Урон Сейчас Будет Че Бобер Падает Без Бобра Этот Тоже Никак Скорее Всего Если Только Не Вызвать Скелетов И Не Попробовать Ранжевиков Забрать Тут Справились Тут Выпил Выносливость Хорошо Проходим Так Стреляем Так Не Справимся Ну Тут Нас Больше Благодаря Скелетам Нас Больше Больше Бевчий Это Помогает Вот Как Можно Слить Если Один Раз Неудачный Труп Взорвал Да Если Не Взорвал Труп Скелеты Правда Тут Уже Разваливают Сам Тяжело Ранен Ранен Тяжело Ранен Блин Там Сейчас Так Скелет Давай Ка Этого Там Опять Миссили Сейчас Полетят Этим Убил Хорошо Успел Ой Как Хорошо Так Как Вовремя Он Это Сделал Теперь Пробуем Все Так Трупы Взорвать Да Сейчас Попадает Урон Хороший 23 27 11 И 06 Давай Ты дальнего Все Будешь Бить И Ты Тоже Дальнего Бей У него ХП Меньше Просто Попали Убили Еле Еле Сейчас 100% Надо Привал Делать Потому Что У Танка Здоровья Нет Заклинания Закончились У Большинства Доковыряем Доковыряем Есть Один Привал И Путь Наверное Не Близкий Будет В Прошлом Зале Визуально Правее Фонтана Был Проход Таври Не Вряд Л Может Был Здесь Значит У нас Андеды Да Носители Они Называются Носители 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 Да Да Носители Но Я не знаю Сколько Нужно Ити До Выхода И Соответственно Сколько Мне придется Сражений Провести Без Привала Вообще Поэтому Сейчас Нужно Стараться Проводить Эти Самые Сражения Как Можно Более Аккуратно Ё-моё Тут Сразу Ещё Ещё На стрельбище Выходит Бобёр Снайпер Бобёр Отступает И тут Ещё Группа Так Обязательно Медленно Всё Всё Медленно Всё Так Так Юзаем Пока Только Только Бесплатные Вещи Только Бесплатные Вещи То 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 Что Само Ричардж Паралично 18 секунд Вот это Дело Вот это Прям То Что Нужно Да Хватит Меня Вот это Беспокоит Хотя Он Не Он Не Очень Жёсткий Давай Так Ещё Сверху Лучник Стреляет Паразит Не Надо Тратить Заклинание Пока Не Надо Возможно Там Будет Ещё Какой То Босс Или Несколько Просто Как Ты Понимаешь Можно Идти Либо Вверх Либо Вниз А ты Куда Идёшь Я Вот Не Знаю Не Знаю Если Даже Половина Этажей Не Прошёл Так 37 37 Давай Вот это Вот Запарализим Тоже Потому Что Он Рядом Готово Готово Оп Оп Надо Подойти Наверное Ну да Подошёл Классно Ну значит Вызовишь Скелетов Лучше Попал На 50 Хорош Бобёр Хорош А этот Реально Плотный Видите Я попал На него На 54 У него Лёгкое Ранение Это Вот Прям Зомбарь Такой Серьёзный Серьёзный Вызываю Скелетов Чтоб Скорее Лученько Там Повязать Как-то И Сагрить Ещё Пацанов Ещё Паралич Хорошо Лучник Повязан Держимся Неплохо Отлично Да Очень Ну хотя Он когда Бил этот Зомбарь У него Урон был Не очень Серьёзный Привет Когда В Бэт Дизайне Звучит Починить Звуковое Давление Это Есть В Фиксах Если Это Параличное Обращение Так Тяжело Ещё Одно Здесь Не Давай Ещё Разок Сюда И Можно Попробовать Опять же Взорвать Трупы Там же Были Они Правильно Не Так Много А Можно Ещё Скастануть Например Связь Боли Ой Какую Связь Боли Что-то Несёшь Скастануть Воспламение Души Как раз Огненный Урон По ним Зайдёт Очень Хорошо А танка Пробивает Стоп Промахивается По противнику Что за броски На На Семь Вообще Не Везёт О Добили Этого Упыря Хорошо Этого Лучше Наверное Стрелять Бобром Больше Вероятность Попасть Но всё равно Не попадает Нифига Господи Там Там И вроде Не такое Сложное Сражение Но Всё равно Довольно Довольно Много ХП Я потерял У Нашего Танка Попал Молодец Немножко Не хватило А это От кого Всё Тот же Лучник Вызываю Снова Скелетов Под него Всяко Лучше Чтоб он Лучник Отмесил Чем Достреливал По нашим Так Добили Надо Вернуться Назад Посмотреть Вдруг Действительно Там Выход Есть Мне кажется Что Я Не Мы Не Выстоим Короче Если Если Будет Еще Несколько Подобного Рода Сражений Потому Что Очень Больно Ладно Продолжаем Тут Жирковатый Кстати Так Ух Ух Все Нормально Что Говоришь Отлично Давайте Вернемся Проверим На всякий Случай Вдруг Я Действительно Пропустил Возврат Назад Потому Что Привалов У меня Больше Нет Здесь Я Лутал Точно Никак А Не Вот 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 Есть Проход Вниз Аккуратненько Страница Журнала Экспедиции Похоже Страница Вырвана Из Какого-то Более Объемного Текста Скейды Больше Нет Я знаю Что Мерик Сделал Все Что Мерик Говорит Что Назад Возвращаться Теперь Смысла Нет Думаю Главное Выбраться Из Этих Руин Живыми Мы Уже Потеряли Половину Нашей Группы Я Не Знаю Как Здесь Как Мы Здесь Выжмем Особенно Без Скейды Боги Позволили Нам Найти Этот Кабинет С Книгами За Эти Фолианты Мы Получим Хорошие Деньги Нам Не Нужно Двигаться Дальше Но Эта Печать Взволновала Его Кровь Он Уверен Что Мы Найдем И Другие Эгвинтанские Реликвии Ниже С каждым Шагом Мы Удаляемся Все Дальше От Верной Добычи Заходим Все Глубже На Незнакомую Территорию Не Знаю Что На Него Нашло Не Могу Перестать Думать Об Эдрике О Ее Криках Чатик Я посмотрел Советую Быть Осторожным Может Совсем Застрять Так что Лучше Избегать Драк Среди Выхода Да 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 Изврежем Ловушку Раз Изврежем Ловушку Два Изврежем Ловушку Там Ксаурипа Наверху Ксау Ксау Ксаурип Воин Воин Боец Так Ну давай Давай вот так Встанем Все таки Сразу Парализ Какой Нибудь Дай Что же Я делаю Так Все Очень Криво Надеюсь Надеюсь Бабер Сможет Выйти Отсюда А Она мне Паралич Уже Отлично Михаил Отлично Так Не Не Жалей Делай Фаербол Лучше Туда Капец Вот я Куда я полез Куда я полез Думал Что издалека Смогу Паралич Кинуть Хрен Аз Два Так Фаербол Пошел Раз Сюда Вот так Два Ты лучше Раны Чуть Пониже Сделай Три Легкое Ранение Ранение Легкое Сколько Паралич Будет Работать 0,2 Секунды Опять Паралич Ксаури Пово Они делают Легкое Блин Я тут Бобром Останусь Делать Ли Выведение Сразу Или Не Делать Наверное Делать Выведение Потратил Выведение Мне Шаманов Нужно Отстреливать Дальних Они же Еще Лечить Буду Сейчас Богословения Всякие Кидать Бобер Да он Даже Пробежать Не Может Пробую Зайти В тыл Типа Ту 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 Верховного Жреца Давайте Пробовать Отстреливать Теми Кто Умеет Стрелять Главное Там Не Сагрить Новых Я Ж Не могу Сейчас Кставать Правильно Не Могу А Не Могу А Как Так А Я Ж Ой Бобер Ой Бобер Что Ж Ты Сделал Так Господи Снова Выведение Судя по всему Сейчас На бобра Просто Все Полезут Еще Одно Выведение А он Не достанет Нифига Выведение Бобер Там и останется В общем Пытается выйти Из боя Выведение Давай Ну Есть ли там Трупы Такой вопрос Трупов Вроде Нет Давай Скелетиков Шамайч Выведение Работает Да Как Почему Ты Не Выведение Работает Но Почему Ты По мне Продолжает Бить Хотя Я не Уязвил На самом деле Что Вот Что Вот Как Это 7-6 Защита Триндец Не Понимаю Вообще Что Происходит Еще раз Фаербол Туда Можется Зафигарить Попал Бобер Хорошо По Аксоури По Воину Это Вот Прям Вот Очень Нужно Сейчас Было Как Аксоури После Убийства Дрейка Да Нормально Все Будет Не Переживай Слушай По Мне Из-за Выведения Не Попадают В Принципе То есть Я там Типа Неуязвим Да Вот Только Что Делать Когда У тебя Такая Беда Со Здоровьем Пытаюсь Пытаюсь Ну Все Забило Там Что-то Ауешное Залетело Короче Короче Надо Надо Отсюда Валить Как Там Искать Выход Наружу Но Выход Наружу Это Явно Не Спуск Вниз Действительно То есть Надо Как-то Как-то Наверх Выползать Тут Ничего Сложного Не Было На самом Деле Надо Было Просто Нормально Принять Бой Просто Нормально Принять Бой Нет Ничего Сложного Это Два Так Хорошо Пока Все Нормально Паралич Кинули Этого Оглушили Танк Стоит Правильно На месте Единственное Надо Конечно Стараться Отстреливать Опять же Жрецов Верховных По возможности Наверное Его же И И Парализовывать Следующим Хорошо Можно попробовать Зачармить Того же Самого Жреца Но я Его не вижу Можно попробовать А что у них По резисту В принципе Пять К холоду К холоду Пять Холода При смерти Уже Боец Вот Кажется Воин Покруче Будет Бойца Давай-ка Мы его Не можем Зачармить К сожалению Ладно Добивай Так Кажется Хил Пошел Про ледяной Туман Не забывай Да я не хочу Тратить Заклинания Вообще То есть Если можно Справиться Без То надо Справляться С теми Которые А это Между отдыхом Не-не-не-не-не Тогда ты Добивай Короче Надо Использовать Только то Что у тебя Между битвами Восстанавливается Бесплатно Иначе Парализует Он меня Я могу Да я могу Не Ладно давайте Одно Заклинание Из нем Все таки Там они Здоровые Многие Легкое ранение Ранение Тяжелые Только вот Впереди Трое Остальные Все какие-то Плотные Весьма Так Бобер Добил 70 Сосредоточенности Так Давай Теперь Просто Захватываем Что только Можно захватить Этого Чармен Не Верховного Жреца Вот этого Чармен Я правда Его уже Не вижу Блин Ксури Павоина Тогда Этого Сбивай Этого Бей Так Зачармили Хорошо Дальше Можно попробовать Кого-то Особо Плотного Сжечь Например Опять же Жреца Я не вижу Его Но Сейчас уже Увидел Хорошо Зажигаем Так Там Сразу Парализует Этого Воина Ксури По Но Него Напали И Все Тут Воспламенение Работает Верховного Жреца Парализуем Стреляем Тут Можно Вызвать Что-нибудь Либо Взорвать Кстати Трупы Трупы Уже Там Должны Были Парочек Быть Да Есть Несколько Трупов Паралич Работает Ок Давай-ка Мы пока Захватим Вот этого Жреца Пусть Его там Заковыряют И лучше Воина Наверное Захватить У него По воле Меньше Резиста И он Не такой Достаточно Опасный Короче Для того Жреца Который Рядом Стоит Ты как Где Захватил Да Стреляя Поэтому Тут Сражение Дуэлечка Идет Тут При смерти Товарищ Добили Молодцы Молодцы Все Остается Три Человека Один Из них За нас Работает Десять Секунд Другой Парализован Еще Четыре Секунды Так что Он Получает Огромное Количество Урона Приходит Правда Сейчас В себя Но Просто Сражается В мели Поэтому У него У него Проблемы Этого Парализуем Не действует Еще Разок Работает Да Справились Хорошо В жизни Конечно Танк Потерял Ну Немного Потерял Он же Был Не таким Здоровым Да Хорош Давай Так Молодцы ХП Надо балансировать Поэтому Трать Спелы Да Посмотрим Посмотрим Так Аккуратненько Аккуратненько Сразу Ищем Ловушки Смотрим Что Здесь 250 Золото Проходим Еще Один Ксаури Блин Ладно Да Куда Почему Ты не Выстрелил Господи Там Такая Просто Жара Тут Он И не Выстрелил И Пауза Такая Грязь Комната Слева Там Дверь Закрыта Не Пробраться Вроде Как О Не Тот Сейф Да Пули Ты Катящимся Шаром Да Не Важно Как Пулить Главное Просто Не Бежать На Врагов Вперед А так Какая Разница Давай Вот что Сложного Вот так Вот было Сделать Изначальным Попал Еще Бобер Молодец Надо Наверное Чуть Отступить Все Таким Чтобы Я Не Ну Как Чуть Отступить Как Чуть Совсем Чуть Да Как-то Так А вот Сейчас Нужно Юзать С пылой Это Прям Точно Мага Я наверное Сюда Поставлю Все Таким Здесь Так Делаем Овк Может Сразу Накинуть Не 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 Давай Давай-ка мы Паралис Замедлим Там Остальных Упырей Здесь Сразу Сделаем Замедление Этот Урон Здесь Сразу Сделаем Еще Раны Молодец Молодец Этого Сбиваешь С ног Ты Подходишь Не Не Подходишь Просто Стреляем У тебя Деф Овские Штуки Да Окей Сбивания Горящие Хорошо Там Пошло Поехало Вэшечка Сюда Меня Беспокоят Ранжевики Стреляющие Издалека Немного Беспокоят Хорошо Еще Сюда Пожалуйста Так Ладно Давай-ка мы К Саурипа Воина Зачармим Хорошо Стреляем По Жрецу Который С Небольшой Защитой Фаербол Конечно Можно Юзнуть Но Опять же Жалко Пока Сплы Тратить Блин Хотя Вот Один Камешек Можно Зарядить Чтоб Он Прокатился Туда Сейчас Только Обойду Аккуратно И уже Запущу Ну Да Блин Что Не пройдет Туда Что Ли А Ошеломление Шамана Чарм Да Шамана Я не Доставлю Ну Тот Шаман Который Был Он Был Очень Мертвый Его Уже Нет Кстати С нами А Тот Который Дальний Он Я до Него Не Доставал Наверное Верховного Жреца Можно Попробовать По Воле Тоже Беда Да Не Надо Уже Хватит Тратить А Ой 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 Как так Блин Сагрил Снизу Оказывается Проход А Понеслась Блин Понеслась Так Бобер Лучше Этого Чар Прошу Тебя Это Трындец Просто Просто Трындец Так Давай Ка Здесь Тоже Сделаем Вот Так Хотя Бы В плане Замедления Есть Захватили Этого Шамайч Боец Подходит Воин Надеюсь Воин Остановится И начнет По другим Работать Сверху Ладно Прорвемся Может Зарядить Туда Фаербольчик А Ну Убью Сразу Не Не Убьешь Сразу Этого Убьешь Того Немножко Ранишь Это Так Умрет От Нет Забей Лучше Здесь Что-то Придумать Парализующее А Меня Парализовали Уже Так Что я могу Я могу Вызвать Скелетов Возможно Это правильно Могу Взорвать Трупы Сверху Нет Довелся Скелетов Снизу Они По крайней Мере Смогут У себя Что-то Какое-то Внимание Привлечь Ты Бьешь Бобер Попадает Кстати Парализует Стреляет Сразу Восстанавливаем Как придем С себя Можно Вычет урона Сделать Можно Мне надо Выносливость Тоже Наверное Восстанавливать Делаем Вот так Наверное Ни черта Не вижу Что происходит Магу Хреново Скелеты Появились Это кстати Очень хорошо Тяжелое ранение Скелеты Работают Вот этого Верховного Жреца Надо Заходить Будет Но у меня Средоточенности Нет Надо сначала Выстрелить По парализованному При смерти Этого Пыря Убить Нет Тоже Паралич Работает Этот Дальний Упырь Тоже Стреляет Тем более Его подлечили Еще Жрецы Жрецов Надо Переманивать В первую очередь Надо Запомнить Я не понимаю Что вокруг Происходит Ооо Можно вот так Сделать Наверное Да Нет Лучше Что-то С этой Штукой Сделать Минутом Поставить Какую-нибудь Отталкивающую Или Дамажищую Лучше Вот Вот так Вот сделать Так Пришел Попал Бобер Хорошо Значит Захватываешь Лучше Наверное Раз Вот так Вот Потому что Там Такая Такая Плотность Серьезная Надо Надо снимать Парализацию Только Скорее всего Надо Это делать Через Предмет Вот так Потому что Там оглушен Танк Периодически Оглушен Маг У мага Сейчас Получше Второе Дыхание Все-таки Помогло 4 секунды Парализация Да Что мне С тобой Делать Я бы Отступил На твоем месте По крайней мере С этой Захватили Жреца Отлично Давай еще Ужасы Сюда Намешаем Хорошо Дальше Давай Вот этого Товарища Что по защите 25 Отлично Ну Парализ 65 У него защита Лучше Лучше Поэтому стрелять Зачем танка Соглушение Снимать Там щит Да 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 Танка Не надо было Соглушение Снимать Это была Ошибка Грубая Непростительная Согласен Тяжелое ранение Легкое ранение Там Заняты Пацаны Ладно Давай Благословение Сделаем Скелеты Некоторое время Оооо Там еще Один Подошел Сейчас Попробую Это Хреново Надо Вот этого Упыря Убивать Как-то Убивать Этого Упыря Возможно Ладно Давай Обычными Неселями Пока что Почти 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 Так Мелкого Убили Жрец Вверху Сражается За выражение Еще на 8 секунд Все весьма Неплохо Бобер Попадает По Жрецу Этот При смерти Да Давай Сделаем Вот так Лечит Еще Скотина Не Давай Вот так 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 Скелеты Все Так Тут Копьем Добьем Там 6 секунд Ну ксаури Пуэм Вроде Держится Давай Катай Сюда Скелеты Появляются Ок Так Чуть Отойдем Пофиг Ой Там Прорываются Уже А А какого Лешего Они Вообще Про 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 Так Попробую Так Продобить Его Добил Хорошо А 200 секунд За выражение Этот При смерти У этого 66 Защиты 66 49 По дальнему Сможешь достать Сможет Скорее Всего Может Пока не поздно Еще Что Сделаем Стойком А что Ты им Сделаешь Вот Что Ты им Сделаешь Ладно Это Закрыли Вопрос Это Практически Закрыли Вопрос Тут Надо Наверное Все Таки Вот Так Все Таки Вот Так Особо Не Прорываются Этот Пришел В себя Гад Сбиваем С ног Сбили Сбили Бобер Стреляй По нему 49 Защита Тоже 49 Защита Легкое Ранение Ранение Нет Давай По дальнему Главное Попасть Опять Зачем Я Поэтому Стреляю Стальными Если Человек Лежит Тут Ничего Не Делает Это Тоже Большой Большой Вопрос Бобер Попадает 62 Доезж Далее Что делать Либо Верхнего Добивать Но лучше Наверное Вот этого Пролизовывать И через Шиф Добивать Плохо Магу Может Тогда Вот так А что Со мной Я Сбит С ног Сейчас Еще Маг Отъедет Беги Друг Просто Беги Ранение Тяжелое Ранение Такая Грязь Этот Бежит За магом Маг Пытается Убежать Здесь Точно Есть Какие Трупы Пытаюсь Зарвать Есть Трупы Много Трупов Ну В смысле Раз Два Три Как Минимум 30 29 26 Добьем Этого Простым Ударом Хрена С два Там Ты Добьешь При Смерти При Смерти Давай Так 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 Ничерта не выходит Получилось Ладно Хоть это Получилось Этого Добили Этого Тоже Вот так Надо бы Добить Да Не попадает Он Ни Хрена Уже В который Раз Почему Ментальная Волна Промахивается Результат Броска 4 Ну Почему Как Не Посмотрю Везде Везде Какой-то Бросок Нелепый Абсолютно Мне Дальнего Надо Убили Шамана Стреляем По верхнему Лучнику Парализуем На 5 Секунд Это так Вы Издеваетесь Там Еще Двое Бегут Вызываем Скелетов Бобром Назад Танком Вперед Там Трое Еще Четверо Пять Так Давай Фаерболт Давай Трупы Взорвем Ой Там Хорошо Зашло Сейчас Это только Трупы Взорвались Сейчас Еще Фаерболт Зайдет Да Упал Только Маг Фаерболт Не зайдет Не хватило Мне Немножко По выносливости Паралич На танки Надо Отстреливать Дальних Воин Воин Боец Давай Кого Нибудь Захватим Блин Кого Нибудь Захватим Рученька Б еще Все-таки Добить Столон Столько Урона Нанес Скотину Ребят Все Пропало Все Пропало О Попал Молодец Того Кого Захватили Там Быстро Люди Раздраконили Переманиваю Еще Одного Лучника Наконец-то Убили Убили одно направление тебе просто ресурсов не не хватит это защитить да какое направление тун-тун паралич работает ну стрельни разок попал на слава те господи акции хорошо парализованным стоять защиты плюс 50 там же сейчас к в а это оглушение параллельс не оглушение хреново стоять парализованным насколько я понимаю не работает в таком состоянии защита плюс 50 не вижу уже наладом дышит остается три человека добиваем ок бедный танк так с этой группой справились но там по здоровью вообще нет но это не 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 серьезно пожалуй сохранюсь продолжить продолжить все сохранюсь на другое имя конечно много лута всякого это хорошо но врагов тут что-то слишком много на санкает подходим могут быть ловушки поэтому вот привал господи господи как я рад тебя видеть привал старый добрый привал о все это как как вторая жизнь работаем ребята изи игра изи игра грибочки лакер скиллуха ребят ну все рассчитано просто господи тут опять к сауриф верховный жизнь давайте я проверю в другом месте вдруг там тупик решено назовусь сына привалом привал сын привал не но это это то нормально так давай так 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 готово работаем может кстати сейчас свитки всякие ерунду поставить себе бутылки там полезные вещи расставить особенно у тех у кого ну нет ничего к ставать например свиток защиты есть не из меня нельзя изменить во время боя какой бой с ума сошли 1 свиток тебе 2 свиток еда еще кстати есть еда это хорошо 3 свиток вот эту вот штуку надо это кажется для танка на давучит урона пожалуйста бутылки еще продать бы все у меня для начала надо выбраться отсюда потом уже думать о продаже так кажется я подхожу к одному и там ой там наверх подъем был лестница вот здесь вот лестница же наверх это разве не выход так уровень 4 а это что было за уровень а вдруг я вроде это пятый был уровень ну 5 наверх поднимаемся ребят надо сейчас вернуться на на поверхность вот мы типа дрейк это убили этого а тут черный слезняк черный слезняк и не только черный болотный еще ты пропустил несколько уровней я понял а с богом кто там еще стоит тролль капец у меня там защит а как мне вообще как я я не понимаю фэрболируем тогда они вроде как не алё против аккуратно только с фэрболом ну ты куда ты полез то так быстро то ой здесь умру кажись а вы как думаете тут один как бы тролль он объяснит у этих защиты правда низкий но они издалека стреляют галин легкое 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 ранение какая грязь так парализация ок тут вот так вот ок тут наверное надо сделать ладно давай раны еще слезняки кажется к огню у них не очень да у тролля в к физухе резисты дикие 16 вычет вот ну не к физухе а к как там дробящему видимо в услуги экономии блайт куда профит они где-то на 25 процентов урон наносит радиус меньше зато 1кс на весь бой понятно блайты нужно попробовать вставать так тролля мы предположим там как-то заберем да сбивать с ног этих упырей не получится никак да хорош там бобра то еще тролль дальше идет ой господи ты боже мой что же делать легкое ранение все легко ранено надо надо тратить пацаны надо тратить давай делать блайт и тогда маленькие блайт и танк не мусуется с очень высокой долей вероятности пробую выхлебать хотя бы немножко паралич хорошо так и там блайты кажется пошли да пошли блайт им господи у него же еще такие проблемы с давай вот так вот сделаем у мага проблемы с в принципе с на ему надо с руки и бить а может уйти пока от удара бог с ним не туда бежишь ой не туда просто стреляй просто стреляй так распутин вроде как о можно попробовать да или нет так проверим вот эту штуку бдительное присутствие кажется выносливость восстанавливается если да ниже все равно мы все умрем тут слишком слишком е-мое еще тролль подходит легкое ранение легкое какой там урон был критически попадает по противнику 27 плюс еще сплэш идет патролю 4 17 неплохо то есть блайт из руки это Миша почему не на игромере да у меня там нечего в этом году делать да я давно и в прошлом тоже не был мы были на игромере года три когда подрядчиком были у озоны и стенд делали с турнирчиками там с трансляциями вот а так так ну кажись бобер умирает у нас в смысле танк умирает бобер умирает все умирает хотя вот а лот молодец он должен сплашить наверное сюда продолжать с руки здесь можно распутиным попробовать а он еще не докастовал к сожалению хорошо бобер стреляет конечно параличом в смысле стреляет из винтовки по парализованному троллю но надо еще этого парализовать наверное сейчас начинать хорошо восстановление выносливости и типа есть можно попробовать вызвать скелетов они глядишь там за отвлекут на себя внимание оооо как же мочит все таки больной лепняк промах кто-то одного убили уже нет смысла выносливо здесь восстанавливать есть смысл попробовать попробовать скастовать напоследок так скажем ну а вдруг успеем тоже крайне маловероятно или выведение все таки сделать не рисковать попробуем сейчас спасти тогда бобер там двух троллей держит бобер держит двух троллей чатику привет да вот с руки бпс короче выдает конечно да скелеты появляются это хорошо одного скелета сюда одного на этого ну короче пытаюсь я завязать их тут паралич скоро будет бобру хреновенько танк падает паралич на 5 секунд всего лишь бобра а пытаюсь уйти а лотом я не знаю что у них по воле я могу тролля захватить но надо было его раньше захватывать на самом деле то есть лучше стрельнуть по этому а потом захватить второго как придет а вот пытается выйти нифига не получается по известным причинам что можно попробовать сделать восстановить выносливость особо не нужно надо попробовать ошеломление какое нибудь или я не знаю если честно что тут можно сделать полезного элемент алурон хорошо эти кстати не горят а нет болотный слезняк у него резист к огню 11 учит урона вообще 22 этого тут 11 вот болотного слезняка бы захватить болотного слезняка захватить бобром болотного слезняка бобром давай все резист повысим кто там скелетов очень быстро убивают распутин сражается а вот пытаются уйти бобер приманивает вот этого товарищем еще скелет так тролль мой что 2 тоже захватим попробуем так разбредемся как раз пусть тролли делают свои грязные дела да за выражение хорошо на них у них воля хреновая пытаемся выйти из из боем пытаемся выйти с боем так тролли за меня сражаются хорошо теперь надо пострелять по слабо защищенным перцем самый слабо защищенный ты черный слезняк бобер по нему стреляет а лот восстанавливается ты отходишь можно попытаться сделать что что меткость благословения бобер попадает можем еще зачармить кого-то сколько 12 секунд 10 секунд окей я не уверен что на слезняка подействует я вот не пойму уж почему а лот не выполняет приказом видимо ой бедный стойк бедный бедный стойк твои выносливость устанавливать беги ранение легкое ранение скоро надо будет обновлять за выражением господи как вот мне беспокоит что я не могу никак никак а лотом ничего сделать то есть если я сейчас выйду просто попробую что-то скастовать это будет ну крайне рискованно просто потому что кстати что по защите все защиты на 20 светок защиты очень хорошая штука кстати даже не хочется его тратить сейчас наголомы храном хроматат ну давай вроде на них действует хромата вообще на всех лучше даже и и на своих да хромата действует хромата да на всех хроматах на своих и на чужих на всех оказывается работает боберт 50 урона заносит ну ты что мне делать пытаться бобром парализовывать этих упырей до пытаться лотом сейчас все-таки составать что-нибудь чтобы он так трой пришел пришел в себя паралич ненадолго надо привлекать этого тролля на свою сторону и вызывать снова скелета видимо или взрывать трупы не лучше скелетов скелета мне тут очень нужны так захватили одного тролля выстрелить по второму надо у аллот пришел в себя надолго ли 21 хит блин у него на него уже повернулись стойк минус так давай-ка еще этого захватим нет нет просто стреляй тебе нужно стрелять но я рассчитываю что меня все-таки не пробьют господин чини донат говорит да ладно ты флай поддержал ваш канал на сумму 100 руб соточка тифлак миша да давай потренируем голос робота как известно бобры добрый 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 полный да если хочешь себе добра надо просто позвать бобра да если ты без бобра добр значит сэн ты в душе бобра в душе бобра в душе в душе бобр тяжелое ранение один тролль надо мне в разок попасть может средоточения нифига нет попал хорошо за выражение снова да что ноу что ноу сами виноваты пытаюсь рассказать это все безобразие 56 этого убить можно с хорошей вероятностью до куда он бежит она бобра блин это провал ребят ой-ёй-ёй тролля захватывать пробую скелетов вызывать пробуем давай давай скорее хорошо добиваем вызываем убили хорошо блин еще выиграть можно здесь тролль мой тролль блин а он кстати скоро уже будет не моим у меня есть зачарование 1 5 и 1 да так давайте-ка я отойду от тролля потенциально опасно вам так этот вернулся ты хреново отошел от тролля с выражение ослабление недомоганием кого и страли захватывать этого или того это лучше сразу же причем тут восстановление выносливости тут вы убить этого пыря за выражение на 22 секунды карл 22 дешевая халява все 40 еще попал красавчик парализацию при смерти не 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 нет давай-ка мы не будем наверное нет надо парализацию сделать чтобы гарантированно его добить да только не действует на него парализация г гарантия бобер тащит вообще всю пати всю пати тащит бобер да только если бы он еще попадал блин 10 секунд есть можно еще скелета вызвать кстати говоря пил наваливаемся наваливаемся на слизня вот сейчас главное попасть ну что за выражение осталось пять секунд попал хорош хорош так скелета надо подставить на а может этого заворажить сразу же чтобы не было тяжелое ранение легкая они да 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 давай нам более более плотного тролля берем правда сейчас они на меня пошли второе дыхание о охотник за душами покидает крепость и тут за выражение еще закончится капец срочно завораживать это только так ребят только на сколько 20 секунд не и здесь же здесь же темнейшие снова вызываем скелетов для массовочки попал е надо отойти подальше это и все темы бобром то что не дай бог он не дай бог попадет еще под один удар он может не выжить 68 вот это урон вот это я понимаю завораживаем опять тролля этого парализуем тролля из просто изи 3 паралично от 12 секунд и стреляем по очереди стоишь переманиваешь смотришь на битву тролляк да о попал так не давай не будем расслабляться на скет вызывать снова готово что за халява это скилл ухо ребят это скилл просто скилл бах видели как изи остается последний тролль на 12 секунд мы его тоже вырубаем с боем есть еще 12 секунд сайфер тащит еще парализация ненадолго кстати очень ненадолго надо вызывать скелетов опять ой 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 хорошо у него еще кажись регент дикий какой-то у этого тролля но справляемся можно было кстати на него еще кстануть огонь у него же против огня ни черта воспламенение души догорел бы нормально смотрите раз промахиваемся да ничего себя что там по спас бросок на что 55 воспламенение стойкость то 100 100 100 7 чем я уже кажется пробовал так делать мне не получилось я запомнил типа что вот надо я хотел запомнить что не надо патролям такие вещи использовать ладно сейчас парализ еще на 18 секунд и все возможно стоит сделать привал потому что после того как я встану меня два человека с 0 хп и это прям прям проблема учитывая то что один из них танк да хорош следующий раз как начнется битва сразу захватываем двух троллей тут же просто захватываем двух троллей как же хреново ты бьешь ох красавчик бобер добивает 42 урона влетает изейшие встаем пацаны записываемся опачки это что такое шкура тролля все погодите я сначала животные на вижу жуки в крепости плохой посетитель покидает ваш крепость прибыл рабовладелец который хочет получить у вас стоит каким-то делом вопрос мы его проигнорили судя по всему надо привал делать современные бездельники зашел бы хотя бы чаю попить да я сегодня проспал и в общем решил что он прости прости надо было зайти да у еще уехал эх давай подвижность тебе тебе вычету ровно привал привалов опять нет этот гад они на стене как будто сейчас лизнь снизу поехали ай сразу тролль а я попал кстати тогда тролля переманиваем не 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 нету почему ладно все действуй нет он промахнулся да как промахнулся не не промахнулся но все равно хреново я уже уже получил тонну урона главным героем ну ладно значит еще так ты так так скорее давай сделаем вот так наверное хотя не я мало урона получил ты не сбивай просто стреляй ты стреляем мелочи били а почему я не захватывают роля у такой вопрос я же приказал сначала раз и два легкое ранение ок так 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 тролли наши надолго ли надолго паралич правда ненадолго ну ничего при смерти хорошо добили молодцы молодцы за выражение 4 секунды за выражение 7 секунды чуть назад чуть назад ой хорош какой урона все-таки у мага с этими с руки михаил когда будет разбраин кап скорее всего в во второй половине октября так пришел в себя тролль переманиваем его назад здесь нужно опять же для массовочки вызвать скелетов здесь пока ничего переманили троллем снова и снова переманиваем троллем хотя может и не стоит может разок стоит выстрелить он очень медленно идет просто не надо хорошо совсем другое дело вообще вообще другое дело с с правильным чармом атакуем просто правда но добили тролль уходит такой типа все нафинки духи заряжай он еще жив я уничтожаю просто просто уничтожаю фига и еще разок ну выстрелили выстрелили успеет две секунды ну хорош ну все отлично фух но мне нужно пройти если это четвертый левел соответственно мне нужно по крайней мере я не знаю с какого я начинал уровня блин то есть первый я проходил или не проходил вот такой вопрос жуков сагрили айлояр привет 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 они идут опа даже так да как жуков то много как много жуков хорошо значит ты тогда ты вот ты вот 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 так наверное что-то я не то сделал куда зачем я вот короче это косяк опять опять я побежал в аркаде безумный вперед ошибка режущий урон никакой вычет смотрите тридцаточка вообще его их физикой очень сложно бить то есть тут как раз только заклинания должны работать хорошо так это у этого зачарования закончилось сейчас будет о успел да игр ЖКХ Игорь 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 игра игра долгая на самом деле но но интересная правда сейчас такой момент блин немножко сложный в том плане что сейчас секунду в том плане что я забрался черт знает куда и вместо того чтобы идти там по квесту в какой-то там новый город например с людьми общаться провожу уже не знаю там 15 двадцатое сражение это много еще всего рван там он и под танк убьет дай боже так давай трупики 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 пошли паралич есть стенд тигеда окей ну кто-нибудь добьет этого упрята молодцы молодцы жук тоже сейчас отдастся кстати когда левелап то я хотел бы левелап скоро но левелап он больше не на монстрах апается а на квестах как раз более того если ты там поубиваешь одного один и тот же тип монстров определенное количество раз там 20 или 25 не помню уж точно то опыт уже не будет даваться и легкая игра удаляй ну я бы так не сказал на самом деле то есть она ой может мне все-таки подниматься нужно опять жуки повсюду враги капец я вот мне кажется вот здесь вот выход скорее похоже похоже на какое-то какое-то место квестовое не квестовое не знаю как это правильно сказать там опять этот жук адовый очевидно нет господи большой черный слезняк ну это какая-то что делать что у нас по слезнякам в принципе что по нему хорошо работает что не очень энциклопедия бестиария сэсэна слезняк вычет рона 22 огненный 11 у всех так 11 болотный черный нет 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 не физика его надо бить но непонятно чем его надо бить там дофига народу каменный жук какая грязь то господи вот что как как мне как мне выжить то в этой ситуации народу очень 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 много давай сразу вот эти вот блайты сделаем бобру хреново но он должен скастовать все-таки чарм чарм не проходит шепот измены промах почему ну что бросок 7 7 7 понимаете я буду получать сейчас все равно продолжать ой нет все да там там огромное количество рейнджа стоп 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 а эта лестница куда это кажется сюда мне нужно сюда мне нужно мне нужно сюда хромаке ребит бывает как позвонила практика практика прошлого этажа потек выходу несколько да хромаке действительно ребит потому что освещение меняется потому что мы все-таки с вами ничего себе не зеленый не зеленый о поживем еще какое-то время ладно продвигаемся можно конечно скипнуть верхнюю часть и проверить может снизу не такая серьезная угроза будет но мне кажется что мне кажется что да что-что-то что-что это я попробую зажечь черный болотный болотный пожестче попробуем его подпалить это не хромаке эффект тролля слишком часто брал стой Михаил попробуй расставить ловушки выманить слизня да можно ловушек кстати много так бобер вроде как сейчас заряжает неплохо по болотному слизняку этого надо как-то добить ну промахивается по противнику бросок 6 ах ты скотина то ах в который раз уже важный спел проходит ну мимо полетел шар что я могу здесь делать вообще что я могу здесь делать вокруг слизни давай защиту ладно все равно придется брать терпеть короче придется тут можно пожечь попытаться как-то да мага сейчас будет уничтожать просто хотя сейчас пламя неплохо работает ну видимо да видимо нужен огонь просто по ним и все будет хорошо мелкого убили тут тяжелое ранение ранение легкое ранение бобер вроде как вроде как попал стало быть может парализацию кинуть а вот у мага уже проблема не парализ не работает надо уже успокоиться и не пытаться не пытаться да да ладно шар покатился вниз сагрил как минимум тролля есть подозрение что это не последний тролль надо валить я получил тут сразу получил сразу как я вообще лучше наверх чарм его на 9 сосредоточенности по чарм да на 9 короче наверх попробуем сейчас через ловушечки или через выманивание слизней до хрена просто беги да нет нет а что у нас реально по ловушкам я же тут пособирал стрела колющий урон не нужен какой-нибудь ауешный колющий урон вот огненный урон берем ловушечку так так разъедающий урон тоже хорошо так пробуем пробуем ребята пробуем все в наших руках все первый раз нет нет блин обратил внимание на другой элемент короче короче работаем не ну ты можешь конечно ловушку поставить не просто забей просто забей потому что это ну это лучше знаешь что лучше вот так вот на будущее кинь туда да вот так вот молодец поехали дальше дальше пробую отступить понимаю что достанется ай досталось но выжил захватываем стреляем так так жук наш жук наш наш жук надолго кстати так 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 этот при смерти умирает тут мы восстановились 33 защиты разгонимся на нем сейчас просто не все идут там катится опять шар сейчас придут остальные вон он в темноте окей стреляем так бобер попал молодец попал молодец давай чарм на жука еще да там новые идут там прям вот вообще вовсю благословение хорошо точнее доспехи были сейчас благословение будет так жука еще одного захватили ты стреляй поэтому ты атакуй этого ты идешь сюда ты пока тупишь ой там там же здоровенный огромный слизень а давай блайты сделаем стреляем так я говорю сделал так блайты готовы хорошо сколько будешь 2 секунды 2 секунды фигня попал красавчик просто красавчик дальше что дальше нам нужно также жуков контролировать желательно адрового потому что он поплотнее будет бах бах так а вот он жук его отпустил уже и второго отпустил этого захватил этот перекапывается скотина каменный жук каменный жук сбиваем вызову скелетов так для массовочки опять же тут желательно бы выносливость восстанавливать аааа а можно большого слизня захватить не достану не достану хотелось бы я хотел бы в него вот кинуть огонь 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 мой жук скоро умрет каменного жука захватывать не хочется то есть мне нужен кто-то под контроль для того чтобы скелеты долго не протанкуют поэтому ну нужен кто-то я не знаю как там по не слезняков видеть если у этого по воле 88 то большой вообще не поддается захвату я не знаю 54 80 тоже вряд ли его удастся зажечь то есть только парализация только парализация ладно такой пока этого восстанавливаем выносливость просто бей хорошо хорошо главное чтобы снизу не подтянулись паралич работает так ты лучше вот так делаем попал на 43 хорошо ранили пробуем сбить этого жука я не смогу к сожалению второй раз выстрелить при текущем параличе я делаю еще раз паралич тут что как где почему огнем не достану физикой не очень тоже можно как-то столпом пока скелеты есть наверное не стоит тратить заклинания просто бьем снова паралич но на один выстрел опять же скелеты заканчиваются выстрелить и захватить надо кого-то опять возможно здесь запилить вот так вот туманчик я жука еще сзади каменного оставил а а а могу плохо могу очень плохо устойка же ловушка молнии мощная устойком да устойка есть ловушка молнии вот она вопрос только по кому я по своим интересным могу попасть таким образом или нет в том случае ставим проверим я не успеваю выстрелить по параличу надо тратить сосредоточенность для того чтобы хотя бы каменного жука как-то захватить захватили каменного жука там ловушку кстати поставили заодно проверим там как работает она можем наверх запустить шар можем наверное лучше пытаться вот этих вот добить гадов непонятно какая защита а можно трупчики взорвать тут же уже трупов прилично правильно пробуем взорвал большое количество трупов взорвалось так жук держится здесь проблемы у нас серьезнейшие возможно даже выведение нужно сделать на мага потому что на туда никак не видишь без посторонней помощи мне уже 4 хп м да маг падает возможно это ловушка кстати сработала как тому он умер слегка попадает нет это просто адровый жук убил убил нашего друга хорошо хорошо очень 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 плохо да ладно бобра бобра запилили все но это уже все мы втроем не выстоим да короче надо расставить ловушки заранее надо захватывать семена адрового жука держать строй во что бы то ни стало потому что потому что персонажа особенно мага можно потерять с двух ударов нормальных ничего с этим не сделать да 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 зря я магом танку я тоже думаю что это была ошибка как раз ловушка обезврежена что можно только одну ловушку ставить или ловушку одного типа можно ставить только сложно только одна ловушка одну на перса окей каменный жук попадание ай тоже попаданием аккуратненько аккуратненько все сейчас будет хорошо все будет хорошо тут переманиваем не не переманиваем стоим пока так нет переманиваем все-таки ты подходишь сюда ты подходишь сюда а как точно была ловушку поставлены видели так вот жук наш это замечательно дальше кастуем эти вот блайты наши паралич хорошо правда вот бобру что-то не очень хорошо давай горн души сделаем выносливость восстановить и разок попробуем все таки попасть по тому упырю не успеем давай поэтому тогда так 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 бах хорошо попали замечательно парализация снова этот при смерти упырь ползут гады давай черного слезняка попробуем под контроль взять изи потом этого жука слова потому что адровый он вы помните жестенький переманиваем здесь здесь наверное пока так здесь так промахнулся да бобер не расстраивайся а почему не ловушки обходят вот такой вопрос во первых болотность слизняк еще подходит сюда это нехорошо его бы им его бы хоть как-то задержать сбить с ног не получится точно можно сделать дебаф давай благословение чтоб точность повысилась по кому проще все попасть 54 защита 54 56 этот при смерти благословение заходит вызываю скелета все таким скелеты пошли этот жук минус каменный жук выкапывается ловушка к сожалению не срабатывает попадание отлично сколько там изображение и ну сейчас вроде все хорошо сейчас прям вот прям прям хорошо все работает все живы все стреляют во многом это благодаря тому что некоторые люди просто присмотреться к мрачному благословению для сильнейших жреческих баф в принципе который увеличивает вероятность обычных трансформацию в этих криты что ли 20 процентов обычных попаданий становится критическим на 30 секунд давайте попробуем мрачное благословение бах жука снова приманиваем к себе убиваем этого жука так главный танк чтобы не лезли снова скелеты там наверху еще народу этот при смерти и этот при смерти раз такой он плотный капец хорошо что я его под контроль брал он там вытанковывал очень долго так отступаем со здоровьем у всех все хорошо кроме бобра делаем легкий сейв и забираемся к огромному слизню наверх в надежде что там все таки будет переход ловушка кстати отлично сработала отлично ее поставил затащил она большой черный слизняк хотя не такой уж он и большой ну в смысле не такой и опасный да только опять по бобру попадает все понятно сейчас бобер умрет просто так все отлично а потому что танк был спрятан просто то есть он крался в этом на мой взгляд была проблема то есть при всем желании противники ну типа не могли выбрать другую цель кроме бобра косяк убиваем сейчас наверх обязательно логика сейчас отсюда выбираться нужно как как можно быстрее привалов нет здоровья нет все очень плохо а еще потому что что пища горит ренджевиков бобром ну конечно ренджевикам лучшим яичником бежать надо было брать просто товарищи которые более здоровы встает бобр с одним хп блин опа приговор уникальная сабля одноручная 1522 уничтожение надежность хорошее качество множество критического урона плюс 0 5 20 процентов легких становятся обычными точность урон предполагается что сабля приговор принадлежала древнему роду воинов которые старше самой айдирской империи достоверность такого заявления всегда подвергалась сомнениям точно известно то что саблю передавали из поколения в поколение эрлы и энвуда и она сопровождала их во время перехода моря при колонизации дирвуда саблю хранили как символ их благородного рода и самые формальные портреты семьи так или иначе содержат в сюжете этот клинок самый молодой из рода решил починить оружие чтобы использовать его не только в качестве украшения в итоге получилось оружие которое разильное разило сильно и уверенно и молодой эрл использовал его при попытке вернуть крепость кайд ноа которая исторически была оплотом эрла и энвуда как оружие так и его владелец пропали и их больше никто не видел во время войны непокорности было предпринято несколько попыток вернуть оружие одна ни одна из них не была успешной хороший клинок на старте одноручный прям хороший эффективность можно повысить не ну я в любом случае клинок этот беру танк моему замечательному у него есть рапира на точность но урон не сопоставим то есть 12-17 там 17-25 плюс здесь еще его не знаю насколько важен множитель критического урона измененный попробовать можно точность резко снижается да там рапира на связывание еще плюс единичкам и точность у него выше да ну что будем надеяться что здесь подъем наверх будет не тупиковый опа похоже это массивное лицо каким-то образом сформированное живой что новая запись в дневнике хозяин в глубинах что сейчас посмотрим последняя запись где не совсем понимаю если я собираюсь поселиться в этой твердыни связаться вероятно мне придется связаться с хозяином глубинах управляющая попросила глубоко в педземельях нашел отличную скульптуру голова которой была сделана из адра лицо было не похоже ни на одну известную мне историческую личность была изготовлена с непревзойденным мастерством может это лицо принадлежность хозяину о котором говорила управляющая короче мне вот именно сюда заходить было необязательно блин бобер с одним хитом это трындец можно было сделать ре и не подставляться так на старте ой-ёй-ёй-ёй-ёй каменный каменный жук Вон адрового нужно Переманивать опять Толпень Просто толпень Бобер, не иди вперед Прошу тебя Прошу, не надо Сейчас Они же еще выкапываются, гады Ой, рискую Так, жука захватил Бобер Пока может уйти, уходит Здесь надо АУЕшечку делать, раз Возможно еще раны сделать, два Легкая, легкая Давай вот этого жука еще Переманим Бьем по мелкому Хорошо А давай хаос полный Сейчас еще одного переманим А нет Уже надо адрового снова захватывать Могу достанусь Могу достанусь Давай-ка Этого добьем Так 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 Хорош Пять секунд Легкое ранение Да Давай так Постоянно стараюсь держать под контролем Сейчас еще захватим этого Хорошо 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 Две секунды Как же Бобер ржет Снова захват Я не знаю, что я без 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 Бобра бы делал Это Было бы крайне сложно Так Ты сюда Ты сюда Убили Переманивать или нет Да Переманивать Все хорошо Все хорошо Справились в очередной раз Значительную часть Наверное ведущую все-таки роль Опять Бобер со своим чармом Сыграл Потому что он не просто вывел из строя Самого плотного упыря Так он еще и Ну, во-первых, нескольких упырей вывел из строя И В зачарованный враг сам урон наносит Не просто по тебе не атакует Но еще и Наносит урон Пять секунд Пора парализовывать будет сейчас Поехали Ну, того уже практически добили Да, готово Обновляем паралич Оп Опа, и не получилось И сразу проблема начинается Два удара и Половина хп Как с... Бобер, иди за припасами Отдохни в таверне Как? Как? Мне выйти нужно Из бесконечных путей Я на четвертом уровне Прыгнул сам Сам виноват к Дрейку И в результате Оказался На дне В буквальном смысле Хорошо, хоть еще глубже не пошел Потому что даже вернуться назад Для меня Сейчас огромная-огромная проблема Четвертый уровень Я с пятого возвращаюсь Хеллоу Хеллоу Опять он спит Стоик постоянно подхиливает свои ауры Почему ты Его постоянно так далеко от танка Да Все Да Надо стойка поближе Ну что Все-все-все-все Позиция хорошая здесь Ну вот Учитывая то, что там ранжевики Это может быть проблемой Ну что сейчас расстрел начнется Бобра сразу убивает Просто вот маленький слезняк, блин Тут же отстреливает бобра Как бы он не вернуться-то Как бы он не вернуться Ой-ой-ой-ой-ой-ой Выход непонятно где Кажется урон не генерируется Случайным образом С пятого уровня есть подъем Там же боковая лестница есть На каждом пятом уровне Типа быстро путь наверх Ваат Да ладно Что ж я не проверил-то его Там реально была лестница наверх Но я решил, что типа Здесь нет случайной генерации Короче Ребят, кажется, есть простой способ Фух Да, там была одна лестница В северной части Это единственное место В пятом левеле Которое я не проверил Вот здесь вот Возможно, это оно и есть Тут ксаурибчики Ой, бобер, опять ты за свое, да? Сейчас, кажется, в него влетит опять Да Да Ха-ха-ха Че? Ну, сука-су Ну, это же спойлер, говорю Забаньте спойлераста под шоткат Да-да-да Забаньте Помощники, пожалуйста Спасибо за спойлер Но надо в бан уходить К сожалению, такие правила Давайте я сразу сагрю как-нибудь Как-нибудь Ну да, агрессивненько так Покатиться камешек туда Оп Пошло-поехало Сюда уешечка Сюда танк идет Здесь Да Здесь Да Бобер Воин Улучшить армить Ой-ой-ой-ой-ой Блин Беда Так, давай Эрочку Твори добро Там дофига Врагов Дофига О-хо-хо Ко мне шар возвращается Надеюсь, он об угол Ударится и не полезет дальше Потому что Он А-а-а Какая сейчас будет грязь Какая сейчас будет грязь Если до бобра доберутся Класс Он проходит Нет А он уже кастовать начал Бобер Давай вправо уходишь Оп Ну вот чисто нео Ху-ху-ху Ху-ху-ху Да, на это мне не поможет Так, что можно сделать? Давай, хил и ауешечка Пыщ пошла Туда вышечку делаешь Тут, да, там Пыщ, так А ты что, сюда пришел? Давай вот так вот сделаем Бобрачит все равно за Беги, бобер Капец Короче, второе дыхание Пробую сделать Ксаурипа воинов дофига Дофига Да ничего тут не сделать Падает маг Чарм пошел раз Ксаурип воин, ксаурип воин Давай верховного жреца еще Зачармить попробуем Ну это Это все, как бы Все понимают, что это все Но врагу не сдается Ваш Наш гордый Горяр Что-то взорвалось Что-то точно взорвалось Ой, не-не-не Только не по бобру Сейчас ксаурип убьет Ксаурип боец по бобру И все, нет бобра вашего Так, смотрите Выход, скорее всего, есть Вот он вот здесь Но народу здесь очень много Бобер ваншотный Привалов нет Заклинание есть Можно попробовать обойти сверху Потому что там выход и Удачи не можно подраться Я пробегу Ну а вдруг получится Блин, если Действительно можно сейчас Выбраться будет наружу С малой кровью Непонятно, куда это выход Так, давай-ка мы Зарядим все-таки Да ладно Ну давай так, да Саново Хорошо Здесь поехало Здесь приятнее, конечно Собирать Собирать пацанов Потому что они кучнее Банально стоят И это просто Замечательно Давай-ка сделаем Вот это вот Благословение Которое Нам продвигали Все люди Так, бобер Захватил Захватил шамана Отступай, бобер Тут эра Забыл поражать Ну бас Что с меня взять Что еще Воинов надо Тоже захватывать К сожалению Или шаманов До шаманов Я не дотянусь Воин поплотнее будет Хорошо Благословение готово Нет, не так Давай вот так вот еще Парализация Нашим Другим Бобер должен Выбирать цель Наименее защищенную 49 49 Здесь пошло Заклинание Холодный туман Можно Зловонную Сюда вот Ласку Парализацию Сделать Так Давай-ка Что-нибудь Давай еще разок Хил Еще разок Кауе Тут эр Я забыл поражать Ну то есть Не забыл Я его Сначала забыл А потом уже был Парализован И никак не поражать Мне уже С его Было Бобер мажет У танка ХП маловато Танк приходит в себя Е Прожимает Энергичную Энергичную Защиту За выражение Пока что Работает Тут пока Бьют 49 Я же вроде Кастовал Парализацию Может сработает Она сейчас Ни дамага Ни паралич Есть Вот сейчас Сюда Бобер Будет стрелять По Ксури По воину Которого Парализовали Можно попробовать Вот так Вот сделать Тоже Ауеш Пошла Скоро Взрыв Будет Бобер Попасть Должен Бобер Должен попасть Давай Давай так Хорошо Паралич Еще 0.8 Секунд Но попадет Сейчас Бобер Смотрите Вот Ксури По воину Да как Да как Как ты промазал А почему У него защита 42 Несмотря на Паралич Наверное Благодаря Кругу защиты Который Пятнашку Еще сверху Дает Понятно Сейчас У всех Да Защита 78 Давай ужас Тогда Что Что Поделать Еще Разок Вэшечку Пожалуйста Все Очень Плохо Ксури По Воин Пока С нами Тяжелое Ранение Ранение Так Можно Трупы Взрывать Обязательно Взрываем Тут Хорошо 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 54 Их Трое Остается Всего Лишь Ну как Четверо Учитывая Захваченного Ксури По воину Который Кстати Сейчас Вернется Уже К Своим При смерти При смерти При смерти Тяжелое Ладно Давай Что Нибудь Опять Туманоподобное Мне Мне не надо Не Кастуй Забей Поздно Остается Последний Саури Воин Изи Другое Дело Эй Стоп Ах Ты Скотина Там Еще Лучники Есть Главное Чтоб Не Ваншотнул Бобра Моего Давай Готово Ее Выход Ребят Это Выход Это Выход Это Выход На Глобальную Карту Давить Черт Он нашел Да вы Вообще Издеваетесь Там Сначала После того Как я Дрейка Убиваю Пацаны Говорят Все Сейчас Он не Выберется Отсюда Ему Надо Будет Весь Путь Назад Проходить Я На Это Ведусь Начинаю Проходить Раз А потом Чати Такие Сидят Молчат Нет Не будем Спойлерить Что там Оказывается Еще Короткий Выход Есть Короче Вредные Вы Теперь Все Заново Не Почему 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 Надо Сейчас Понять Во-первых Я могу Здесь Отдохнуть Прямо Кажется Да Прямо Здесь Хорошо А Хочешь Чтоб Тебя Спойлерили Ну По крайней Мере Не Вводили В Заблуждение Серии Вот Сейчас Он Не Выберется Отсюда Потому Что Надо Проходить Туда 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 А то Я бы мог Проверить Изначально Если бы Не был Уверен В том Что Как бы Надо Все пять Уровней Наверх Возвращаться Короче Я бы Поторговал Скинул бы Вот Всю Эту Лабуду К торговцу Можно пойти Можно пойти В город На самом деле Не Лучше Наверное Сбегать Сейчас В город После Этого По пути Мы как раз Придем Там Строительство Закончится Какое-то А Вот Пожалуйста Первые огни Мост В бухте Непокорности Открылось Большое Количество Я видимо Только через Южный Ну через Второй Выход Смогу Сюда Попасть Может Сразу Сюда И пойдем Доверяй Проверяй Алло Алло Этот странный хранитель Он качает голову И издает Сухой смешок Не знаю, что я ожидал Но точно не этого Ты хотел Ты сказал, что хотел у него что-то спросить Не Это Ну, мне теперь немного стыдно У меня просто появилась глупая идея Не знаю, почему Я думал, что это сработает Перевод, конечно Забавно, наверное, это первое, что меня обнадежило за не знаю годы Что это было? Ты меня привел к нему, так что это будет справедливо Те слухи о позолочном долине, о моем брате Водане, о том, что он обратился против нас и сражался за Вайдена Я об этом думаю в последнее время Водан, он всегда знал, как правильно поступить, и так и делал Однажды он отправился сражаться за Дирвуд, против того, кто объявил себя нашим богом Поэтому я знал, что мне нужно сделать так же Это было правильно Услышав слухи, что он умер, сражаясь за Ред Сэрас, я стал беспокоиться Не о том, что он выбрал не ту сторону, а о том, что не ту сторону выбрал я Казалось неправильно, что Вайдвин собирался сделать, но если он действительно был... Короче, я думал, может, этот старый хранитель знает, как умер мой брат Чтобы я мог узнать, правда ли это Как будто, не знаю, он мог бы прочитать это в моей душе или что-то такое Я, кстати, могу прочитать у тебя в душе Я уже сказал, что это было глупо Почему ты не попросил у меня помощи? Наверное, потому что тебя не знал, сложно поверить незнакомцу, который говорит, что он хранитель Конечно, глубоко в душе я знал правду, хранитель не медиум Наверное, у меня просто была эта мысль, из-за которой я себя чувствовал определенным образом Перевод русский не очень В некоторых диалогах В некоторых прекрасный, в некоторых не очень Несвязанная речь, междометие Сложно уловить смысл Наверное, возможно, это мне сложно понять смысл Вообще, если бы я захотел узнать о брате, я бы не к хранителям обратился, а к архиву Будь готов, что записи о смерти твоего брата может не оказаться Хуже не будет, правда? Эдерон на мгновение задумывается поджав губы Он поднимает брови Если об этом что-то записано, то оно есть в бухте непокорности Во дворце есть архив Во! Ты и так много для меня сделал, но если бы ты посетил этот архив со мной, ну, ты понял С моей удачей, клерк в архивах сойдет с ума и попробует меня убить Я буду чувствовать себя более уверенным, если ты будешь там со мной Ах! Спокойно Хорошо, далее экспы Пробуем Налоги собраны, бандиты унесли 484, вы заработали 410 Собрали налоги, хорошо Это новые... Я могу построить что-нибудь? 10 часов То есть придем сейчас... Ааа, сельские равнины сюда, да? Я мог через черный лук пройти Ладно, давайте через сельские равнины Там работорговец в гости пришел Не собираешься певчево заменить на более полезный класс? Ну, как найду человека, так встанет вопрос о замене Певчево-то можно заменить, да? Он не такой полезный, на мой взгляд, как многие другие Что-то можно построить сейчас дома Приключения Южный заслон Деньги есть, можно что-нибудь такое подороже А, пати не фул Я думал, видимо, шестого можно взять Хорошо Ну, эти цитады... А, эти цитады же сделали, что я топлю 042, 03 Требование двор Осторожка Монос к выживанию Смотритель, который может выдавать заказы Давайте осторожку сделаем Вроде и влияние И защиты У меня привалов нет, опять же Я не сбегал в другой город Не вернулся, не... Не закупился Это кто? Лесной скрытень Ну, вроде слабенький такой Да, слабенький Слабенький, слабенький, слабенький Хотя у него вычет урон очень хороший Но урон не очень серьезный Меткость надо было повышать Сразу рауру юзать И... Давай скелет Трупов все равно нет У мага тоже диалог есть Угу, хорошо Застревание он кастует, кстати Да, он не уязвим к параличу Только сейчас увидел, что он не уязвим к параличу Да доковыряйте его, ребята Уже там танк Еле... Ну, не то, чтобы еле живой, но... Надо магией бить его Даже обычный вот каст магической атакой А-а-а Обычный каст, потому что это чистый урон Поэтому и прошел Бревно, пробужденная древесина Кажется, в этой кривой деревяшке Содержатся следы чего-то живого Берем Прячемся Вижу труп здесь справа Аккуратненько Диалог Похоже, Аллот глубоко задумался Он вздрагивает, когда вы подходите Резко вдыхая сквозь зубы Повелитель огня Чем могу быть полезен? Ты ведешь себя странно Его губы резко складываются в натянутую улыбку Полуразрушенный замок, в котором остались только воспоминания И старик, который больше не может отличить их от реальности Могу сказать, мы видели весьма странные вещи Он смотрит на вас внимательно А если Мэрвальду можно верить То, похоже, у тебя впереди неопределенное будущее Он лишился рассудка Я не могу верить в... Не факт Я не знаю, что и думать Аллот набрасывает плащ на плечи Поглядывая на вас краем глаза Возможно, мы получим нужные ответы в бухте непокорности Давай двигаться дальше Нет, он смотрит Чем могу служить? Вот Это все Видимо, из-за того, что я два раза на диалог нажал Он так вот... Я решил дважды поговорить Грибочки И подъем наверх Опачки, стоп Эти вообще слепые Скрытность Скрытность хорошо работает Что я могу сделать здесь? Я могу попробовать его огонечком Могу попробовать сбить с ног Давай огнем попробуем действительно его Спламенение души Сделаем так Он сбивает с ног И воспламенение души работает 26 Давай еще разок с ног Тогда собьем Хорошо А воспламенение души Стакается такой вопрос Знатокам Вроде не должен Проверим Нет Я вообще промахнулся, кажется Да, промахнулся 21 Так 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 Скелетики Хотя можно попробовать и Вот так вот его Берида проверяй Не, не стакается Не стакается, к сожалению Еще одно бревно Я хочу в город Хочу квестов Хочу скинуть В конце концов Огромное количество Блин, это на ловушку Вообще похоже Доспеха Немного золота Странное место Чтобы умереть Вот Очень странное Но вокруг Действительно Ничего Так Давай проверим Проход направо Деревни Дирфорд И дальше Дальше Еще Олдсонг Погребальный остров Надо Надо к мосту Надо к мосту И в этот город То есть надо На запад идти как-то И уже потом К этой локации вернуться Вот Проторенная дорожка О, квестовый Тихо И тумак Мы еще немножко подождем Что случилось? Оооо Похоже Можно взять ее Сагани Гномиха Закутанная В меха И шкуры С С волком Прислоняется К дорожному указателю Ее лицо Опущено Глаза Затемнены Толстой Полос 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 Я думал Полос 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 Она Точит костяной Наконечник Стрелы Ножом Уже хорошо Шторонжевик С резной Рукояткой Но внимание Сосредоточено На фигурке Медведя Стоящую Ног Большой Лис С белой Шерстью Это лис Рядом Стоящий Возь нее Поднимает Голову При вашем Приближении Тише Итумак Это не он Кого ты ждешь? Девочка Сказать покороче? Я ищу Очень-очень Старого друга Не уверена В какой он Сейчас Кожан Но я его Узнаю Когда увижу То есть Могу я помочь Найти его? Она Приостановливает Работу Над наконечником Стрелы И медленно Скрещивает Руки на груди Это интересный вопрос Последний Незнакомец Который Предложил Мне свою помощь Приуспел только в том Что облегчил Мой кошелек Думаю Разберусь Сама Вы должны Встретиться С другом Здесь Так мне сказали Правда Мужчина Который Мне это Сообщил Носил С собой Посох Сделанный По его Словам Из драконьей Кости Но Я знаю Как определить Ель на вид Она закатывает Глаза Качает головой Это было бы Моей первой Зацепкой Но мне нужно Но мне нужно Было что-то Попробовать Так Что попробовать О чем Ты говоришь Долгая история Начнем Я родилась далеко На юге На острове Под названием Нааситак Сюда я пришла В поисках Старейшины Деревни Которого звали Персак Или Персок У себя дома Я была охотницей Поэтому Выследить Кого-то для меня Обычно Не проблема Но след Персока Остыл Если Сказать Больше Как долго Ты ищешь Этого Персока Пять лет Ее накрашенные Брови Опускаются Плотное Мускулистое Телосложение На долю Секунды Провисает Почему Ты Не можешь Найти Вряд ли В Дирводе Много твоих Земляков Он умер Когда я была Маленькой девочкой Забыла Упомянуть Об этом Я ищу Его последнюю Реинкарнацию А это может быть Кто угодно Я Персок Значит Ты пять лет Искала незнакомца Которого едва Помнишь Который может быть Теперь где угодно Ну вот Примерно И все Вот переводчика Вот прям Надо просто Давай я тебе Помогу Это важное Задание Так Я себе И напоминаю Все время Все же Было бы хорошо Если бы К важным заданиям Давались более ясные указания Как с этим связана Эта статуэтка На ее маленькой Плоской ладони Стоит статуэтка Она вырезана В форме медведя Гладкая Округлая Полированная Поверхность адры На выгнутой спинке В овальных И овальных бедрах Зверя Протерта До Матового состояния Изнутри Сходит слабое Свечение Мило Правда Это принадлежало Персоку Прежде чем вернуться В колесо Он оставил Чистить Своей души В ней То что поможет Его найти Опа Она протягивает ее Вам И вы чувствуете Сгустки Ощущений Не совсем Воспоминаний Каких-то следов Когда я покидала На оси так Она была полностью темной Внутри Но чем ближе Я подбиралась К персоку Тем ярче Она становилась Но когда я дошла До дирвуда Ее стало сложно Поднять Понять Иногда она мигает А затем темнеет А иногда светит Хорошо и ярко Несколько часов Могу я на нее взглянуть Я это уже слышала Я стою здесь Именно потому Что Какой-то так называемый Хранитель Из долины Распути Сказал мне Что может взглянуть За несколько золотых Дюков Конечно Я выходила Из болота Бейл Когда услышала Разговор о странствующем Тайновидце Который якобы Мог видеть души Она пожимает плечами Я знала Что это слабый шанс Но что мне было терять Я нашла этого мужика И дала ему Адровую статуэтку Он устроил Целое действие Стонал Закатывал глаза А когда я Извините А когда я дала ему Пять золотых Дюков Давайте дюками называть Чтобы Он заглянул За завесу Он указал Мне искать перекресток В поле между Логовом Скалящегося Волка И двойными деревьями Что такое Логово Скалящегося Скалящегося Волка Бухта Непокорности Местные называют Герцога Скалозубом Наверное нужно Его тоже убить Наверное Было бы весело С ним выпить Продолжай Он думал Что говорит загадочно Но я достаточно хорошо Знала местность Чтобы понять Что это здесь Прямо между Бухтой Непокорности И вязами Близнецами Я была разочарована На монеты Я уже потратила Еще оставила стрелу В его котомке В качестве дружного Предупреждения Сказал что вернусь И оставлю еще одну Если окажется Что он зря Меня заставил Бегать туда-сюда Уже прошла неделя Наверное Он все таки Сейчас смеется Последним А что если я персок Да не надо Можно посмотреть На статуэтку Она смотрит На медведя Изадра Затем обратно На вас Прищурив глаза Зачем? Я настоящий хранитель Честно-честно Ты думаешь я поверю После этой истории Которую только что Я тебе рассказал Я серьезно Хорошо Но если Попробуешь убежать Помнишь Что моя стрела быстрее Она потягивает вам фигурку Задевая вашу руку Своим Заскорузлым Заскорузлым Блин я даже не знаю Что слово Означает Костяшками Заскорузлыми Костяшками Уважаемые лингвисты Знатоки Что такое Заскорузлый Цепки Может какие-то Да Острые Заскорузлые С одной стороны Хорошо что новые слова Появляются Иногда тут просто Конструкции Окей гугл Грубые Отвердевшие Заскорузлые Мозолистые Засокшие Прогуглили Окей Потертые Грубые Шершавые Мозолистые Шершавые Это явно Прогуглили Насторожен Но с любопытством Она наблюдает Как вы изучаете Статуэтку Спасибо вам За перевод Вы поднимаете Медведя из адры Поворачиваете Его к свету Когда на глаза Вам Попадается Крошечная Блестящая царапина Пейзаж Вокруг Растворяется Вы стоите На утесе Над водой Смотря Чужими глазами Вы чувствуете Муксусный Запах Животных Среди Свежего Запаха Растительности И ваше сердце Начинает биться Быстрее Здесь вам нужно Смотреть под ноги Вы смотрите вниз Достаточно долго Чтобы рассмотреть Острые Бледные Утесы Которые входят В воду На расстоянии Сотен фут Футов Над вами Блин Восприятий Не хватает Чтобы Я вижу Высокий Утес Нависающий Над водой Звучит Знакомо В ответ Вы получаете Только Пожимание Плечами Нет О чем Ты говоришь Что Произошло Я же Сказал Что я Хранитель Моргает Обдумывает Знаю Что звучит Странно Но это Правда Ты понимаешь Что мне Нечем Тебя Отплатить Даже Если Я поверю Идем Со мной Я покажу Тебе Москву Если Это не шутка То знаешь Что возможно Ты со мной Надолго Воу Воу Она прячет Фигурку Обратно В сумку И ее Лис Встает Отряхивая Свою Светлую Шубку Показывай Путь Еее Шестой Персонаж Так Так Лучок Охотник Класс Класс Восприятие 17 Сила 15 Хороший ДПС Будет Выдавать Ловкость 11 Что По 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 Инстинкта Охотника Против Чудовищ Плюс 15 Точность Против В деревнях 15 Почти Рона Плюс 2 Способности Инстинкта Охотника Это просто Пассивочка Да Второе Дыхание Ну понятно Атлетиков Питомец Призвать И Тумака Ранищий Выстрел Хромота Основная Атака Постепенный Урон За 6 Секунд Словно Преследуя Добычу Охотник Целится В точку Попадания В которую Замедлит Движение Врага Чистый урон Наносит Кстати И нанося Постоянный Чистый урон Очень хорошо Универсальная Штука Ловкое Отступление В качестве Таланта Чтобы выходить Из окружения Но остальное Уникальный Охотничьи Меткость Охотничий Лук Сагани Изготовлен Для двух Целей В ее родной Деревне Охотники Преследуют Дичь Как для того Чтобы бить Так для того Чтобы оглушить Для последнего Кастую Кастую Частно Самострел Хорошего Качества Есть Кажется Есть еще У меня был Еще один Арбалет Ладно Арбалет Хорош Урон Конский Кинжал Еще Хорошего Качества И Топорик Хорошего 2942 Здравствуйте Правда Скорость Атаки Наверное Низкая Тут Очень Низкая Ладно Посмотрим Что По левелу Новый Класс У нее Скрытность Хороша И наверное Ее нужно Продолжать Апать Выживание На единичку Точно Атлетик На второе Дыхание На более Эффективное И таланты Пошли Еду только Второй Левел Обучает Животное Спутника Яростным Тактиком В результате Чего Наносит Больший Урон Пробивает Там же Еще на Животное Надо было Посмотреть Пробивает Вычет Урона При каждом Попадании Вот А Троечку Игнорирует Точно Ранящий Выстрел Блин Перед тем Как прокачиваться Надо понять Вообще В какую сторону Ее качать На пэта Или на свой На свои выстрелы Пэт хорош тем Что вне зависимости От Пэт же не использует Способности Правильно То есть он По идее Должен просто Грызть А она Может там Всякие Обилки Юзать Да Кстати Амулет Охотников В инвентаре Точно Есть У животного Спутника Рейнджера Повышается Вычет Урона Для всех Типов Атаки Стойкость Минус Три Да Пэт За танка Безжалостный Питомец Урон Тридцать Процентов Защита От атак Плюс Тридцать Улучшенная Защита От Завражения Дезориентации Доминирования Точный Выстрел Точность Плюс Десять Ранящие Выстрелы Становятся Точнее Ранящий Выстрел Который Чистый Урон Наносит Хорошая вещь Надо подумать Давайте Перерывчик Сделаем На Одну Две Минуты Я сбегаю В одно Место И вернусь Всем Кстати Добрый Вечер У нас Сегодня Трансляция Долгая Потому что Есть Время Потому что Хочется Скоро Вернусь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Микрофон забыл включить. В общем, я хотел сказать, что стойкого питомца брать не буду, потому что текущий танк меня устраивает. А у этой мадамы точный раненщий выстрел благодаря... Только где я прочитал про чистый урон? Ну, короче, раненщий выстрел будет точнее, и это мне должно помочь. Следующий левел. Скрытность еще. Способности рейнджера. Одна из четырех. Выбрать можно только одну. Быстрое прицеливание. Рейнджер входит в быстрый и текучий ритм наступления. Точность при этом понижается, но улучшается скорость стрельбы во время перезарядки, а также скорость оружия дальнего боя. Слушайте, на точность можно и забить. Если, например, мы вырубаем быстрое прицеливание по парализованному противнику, это просто дичь. То есть мы начинаем тупо... Ну, нам не нужна высокая точность для того, чтобы попасть по человеку, который лежит или парализован. Поэтому ради ДПС можно быстрое прицеливание взять. Меченая добыча. Один раз за бой. А это просто пассивка. Модальная. То есть ты включаешь и выключаешь. Меченая добыча. Стандартная метка. На один бой 20% урона, урон, ну, бонусного урона получаешь против отмеченных целей. Короче, это не так интересно. Потому что, во-первых, это только один раз. И второе... И второе только на одну цель. Ну, против боссов-то хорошо будет, но нет. Восприятие хищника. Повышает хищные инстинкты до животного спутника, давая бонус к урону в бою с любым существом, подверженным действию постепенного урона. Урон по целям, причиненный эффектом постепенного, плюс 50. Яростный прицел. Снижая скорость атаки с перезарядки, более тщательно прицеливаться. Нет, быстрое прицеливание беру. Ну, оно укладывается в... В текущую пати хорошо. Так, давай-ка сделаем что-нибудь типа выживания. Вообще, и выживание хорошо, потому что она сможет брать... До четверочки выживания надо апнуть, чтобы можно было бонус к точности против врагов определенного типа. Так, следующий талант. Следующий талант. Есть еще уже атакующие, можно на них посмотреть. Это было, это было. Быстрый и устойчивый. Рейнджер начинает стрелять с высокой скоростью, уменьшая штраф к точности при быстром прицеливании. Но это модификация таланта. Точность плюс пять, не так полезна, я думаю. Давай-ка посмотрим атакующие заклинания. Например, любимое оружие возьмем, какой-нибудь арбалет или лук. Или меткий стрелок. Точность против отдаленных нет. Скорострел. Скорость перезарядки 20%, тоже неплохо. Опасное прицеливание. Блин, так много всего тут. Так, давай, любимое оружие искатель приключения боевой цепь рыцарь лесом. Кинжал и рапира булава нет. Охотничий лук. Нет. Сабли, стилет, пистолет, мушкетон. Кстати, можно любимое оружие атакующие взять бобру, чтобы точность была у мушкетонов повыше. Двуручный нет. Дикая атака, ближний бой лесом. Отравленные метки и хуже. Скорострел надо запомнить. Сомнительный талант скоростел. Да, 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 этим тоже лучше. Лучше не хвастаться вообще. Опасное, модальное, мгновенно. Урон магическим оружием, волшебным палочками, лесом. Два оружия тоже. Оружие в одной двуручное. 15% урона. Урон против зверей. Охотник за привидениями. Упреждение тоже, кстати, может быть. Проникающий выстрел. Увеличивает вычет урона за счет уменьшения скорости атаки дальнего боя. А, это игнорируемый урон, не то. Опа, кровавая баня. В атаках, направленных на противников с низкой выносливостью, которые... Некоторые обычные попадания преобразуются в критические, а критические наносят дополнительный урон. А что значит низкий запас выносливости? То есть, насколько низкий? Вероятность превращения обычного с низкой выносливостью плюс 20%. Вовлечение множества для крита. Низкая выносливость. Это что? Меньше 50%. Меньше четверти. Так, вспомогательные лесом, скорее всего. Слоты быстрого доступа, комплекты оружия, восстановление... Выстрел на бегу. Восстановление при движении... Ха-ха. То есть, можно кайтить. А, это только одну модальную возможность. Ясно. Так, давайте еще посмотрим действительно классовые. Но это не... Не совсем ее, это разные. Выносливость. Стрелой ловкача. Волшебник-самоучка. Понятно. Безумие чужеземца. Меньше 20... Меньше 25. Нет, можем быстро и устойчивую взять. Точность плюс 5. Но, опять же, не нравится мне это. Скорее, скорость перезарядки. Скорость перезарядки. Да, давайте Скорость перезарядка. И пятый левел. по единичке закинем сюда и скрытность апнем опа способность рейнджера эмпатическая связь между рейнджером и животным спутником дает сверхъестественную осведомленность об опасностях бла-бла-бла защита от атак и туда и туда по 15 лесом эта метка точность при атаке одной цели вместе об точность при атаке одной цели вместе животным спутник мы хотя собака нет на это такая способность тоже не очень хороша потому что ну я в сражениях массовых то есть я не смогу дальних например магов отстреливать с бонусной точности потому что пёс до туда не добежит восприятие хищника урон по целям это было отклонение дальних атак 15 неплохо яростный прицел снижая скорость это же тщательно прицеливается блин что же что же брать то защиту от дальних атак возможно возможно это для пса ну либо петлю ловчего ну или метку же взять кстати пусть она один раз за бой но зато привет джерри привет привет пёс отлетает говорят быстро непонятно яростный прицел же хорошо вроде а там еще урон в дальнем бою а я могу яростный прицел с прошлой способность вообще использовать да это вторая модаль не не нужно не брать лучше брать тогда получается меченую добычу если выбирать из этих тем ну либо защиту а то так давайте петлю ловчего возьмем все таки фух хорошо 93 хп у неё мне еще ожерелье ловчиво меняет петлю ловчиво что за обилки вот они две стрелы раненщий выстрел быстрое прицеливание надо сразу включать что поменяется сейчас подождите жилье ловчего меняет петлю ловчего как меняет я возьму еще кстати поставлю лучок на второй слот проверю его дальше хорошо было бы взять не знаю перчатки какие-нибудь по из надо было метку брать михаил надо было конечно надо было метку брать пока бутылочки еще возьмем скорость атаки отлично теперь на шестер фулл пати я двигаюсь на запад хочу в город сбагрить все возможно что-то приобрести толковое возможно прогрейдить проходим рейнджового дп сера мне конечно не хватало семеро до чего да 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 с псом же точно на же семеро вообще получается 8 человек еще же можно верма посчитать простолюдин привет кткс добро пожаловать в бухту непокорность но смотри веди себя в городе прилично понял ха-ха если да не очень сложные пока бухта непокорность в городе ставшего сердце дирвудской революции вот-вот должна начаться еще одна улицы заполонили беженцы без куска хлеба и без кровы над головой их надежды укрыться от наследия вайдвена в стенах города пошли прахом группы противников и кри критиков анимансии добиваются ее запреты отстранения герцога от власти во взглядах патрулирующих улиц и дружинников читается страх при любом удобном случае они тянутся к оружию столица страны которая не так давно сожгла бога теперь рискует разделить его судьбу так ну хорошо ух ты как что у нас по местам здесь во-первых гусь и леса похоже на таверну рыночная площадь дом пуппурник пур низко пур низко кельи писарей первые огни зал раскрытых короче карта мира зал экспедиции окошко грибочки эти анимансеры прогле прогневали богов демонстрация идет ладно проходим сейчас возьмем два привала может вкус не какой зайти ты ищешь уже что можно ограбить я думаю да сейчас здесь будет будет исследование города активная дает таверна бишоп за барной стойкой стоит огромный почти как а ума у мужчины и за спины у него видна рукоятка оружие на лице написан безмерный стейцизм стейцизм он слегка он кивает выпьешь перед ним стоит небольшая оловянная кружка он крутит ее в широченной руке но не пьет а можно снять комнату вот что сейчас есть ничего себе ловкость выживания тут лисья нора ловкость конечно беру вот это вот это все выспались хорошо элджа возьму что-нибудь выпить хотя наверное нет что у нее есть продажи только хавчик только хавчик стоит ли сбагривать ему пушки такой вопрос не факт что стоимость будет толковая хотя нет вроде нормально как я это донес на косарик напродавали это не магически это ерунда оп привалы да 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 сейчас будут привалы привалы привалов есть привалы о золотистый лабрадор можно взять это небольшая собака счастлива вас сопровождать высунув язык она в припрыжку бежит за вами нет нет тут хорошего качества вещи и все что ли это все что я на есть в инвентаре конечно еще некоторые вещи на продажу саблю можно сбагрить опять же всякие кинжалы ну как-то несерьезно ладно привалы купили посмотрим кто еще в таверне есть телохранитель вельможи просто людин наемник во ох несчастный идиот это кажется квестовый кто-то кайнера женщина сидит совсем одна перед ней на столе кружится маленький блестящий предмет на который она пристально смотрит предмет этот не больше монеты и падая он издает негромкий звон она ловит его одной рукой опускает на стол полупустой стакан рядом стоит еще один это неудачный момент что ты тут делаешь одна делает неторопливый глоток просто пытаясь успокоиться и отговорить себя от каких-то глупостей каких еще глупостей она молчит несколько секунд будто надеюсь что вы уйдете наконец кайнера поднимает на вас взгляд и на ее лицо падает свет на скуле расцветает лиловый синяк мне нужно верить вернуть кое-что моему жениху пурниску дом которого был на севере но сейчас он все время окружен своими новыми друзьями они не самые приятные люди на свете кто тебя ударил она качает головой я знаю как это выглядит но ты не понимаешь пурниск не такой это все его новые друзья плохая компания что за друзья они приходят к нам домой выглядят жутко мертвые глаза почерневшие зубы я не дурочка я знаю что это пурниск выгоняет меня когда они появляются на пороге но зачем они пришли ясно как божий день в последний их приход я велела им убираться пусть развлекаются где-нибудь в даре но уж точно не в моем доме она нахмуривается и моргает осторожно ощупывая синяк пальцами свеф меняет личность как мне кажется тот пурниск которого я знала и мухи не обидел я и подумать не могла что он она замолкает продолжая ощупывать опухшую сколу интеллект десяточка я думал что под свефом свеф это видимо наркотик да местный люди просто валяются больше ничего не делают она поджимает плечами да не знаю я наверное мне просто хочется выдать желаемое за действительное я могу поговорить с ним лежащая на столе ладонь сжимается в кулак с такой силой что костяшки белеют мне больше нечего ему сказать все кончено я просто хочу вернуть ему это она раскрывает ладонь и из нее падает на стол кольцом это кольцо принадлежало его бабушке даже после всего что случилось я не могу продать его но если я вернусь то все повторится я выдаю себя и получу еще один подарочек она показывает на синяк тогда отдам это кольцо она смотрит на вас и кивает что ж дом сразу на север отсюда только умоляю не навреди ему ха 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 как бы не было я сейчас как бы не была я сейчас зла не хочу брать грех на душ так я возьму хорошо разорванная помолвка отдать пурниску кольцо так смотрим тут заперто тут воровать надо ну если надо то воруем рыбу давай открывай колечко погибель духов погибель носителей воля плюс пять ваат интересно урон 20 процентов если противник дух урон 20 процентов если противник носитель так я колечко на дпс сразу скидываю нашей новой сагани сагани купи пару лещей в бармане иди к пурнисам сейчас мы прям о бред это это не тот бред торговец нет нет тут вроде все наемник эти актриса посетитель сейчас наверх заберемся еще проверим я не проверяю персонажей которые не имеют отношения к квестам а на втором этаже метки доедон и харди кей ильфа похоже на тему какую-то серьезную огромный аумау приветственно поднимает руку и 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 есть грустная история фавии и и бернато глупец это моя земля и это дерево мое и двух дух твоего и духу твоего здесь раньше не бывало я повторяю уходи не буду в третий раз я столь великодушный Интересно, вот если все читать Прям все Сколько это будет по времени? Диалог у лучницы? У моей лучницы? Да Сага не подходит к вам сзади Ее лис семенит за ней Даже если ты о чем-то не договариваешь Хорошо бы снова Хорошо снова быть в охотничьем отряде Так, ты лишь ищешь 5 лет Это мы уже знаем Похоже, ты не была дома уже давно Должно быть для тебя важно Раз ты проделал такой длинный путь 5 лет Для Итумака это как 30 с чем-то Услышав свое имя, лис поднимает голову Какое увлекательное приключение Поначалу оно и было увлекательным Это была долгая охота Она поправляет висящий на плече лук Уже арбалет Я уже давно не видела своей семьи Раньше я пересекала тундру На оси так, следуя за стадами Северных оленей Мы из одного места с ней, видимо Покидать Калу и наших детей не хотелось Но я горела желанием посетить земли На которых редко бывает мой народ Не потратить 5 лет и не найти его Но потратить 5 лет и не найти его Это словно 2 часа провисеть в петле Я уже готова с этим покончить Зачем тебе нужно найти? Восновление души – старая традиция деревни Мы называем это Танрек и Литсак Она вздыхает Раз в поколении мы разыскиваем душу Уважаемого и давно мертвого старейшего деревни Старейшины деревни Мы рассказываем ему о том, что изменилось в деревне Как его помнят ее жители Единственный другой Танрек и Литсак За мою жизнь произошел, когда я была девочкой Вскоре после смерти персака Мы неделю объедались тюленьем жиром с кумысом И почитали выбранную охотницу как героя Почитали А потом она шла, а мы вернулись к своим обязанностям Мы воспевали ее имя небесам во время фестивалей Но помимо этого не говорили о ней Что с ней случилось? Кажется, она вообще не вернулась Так иногда бывает Понятно Меня беспокоит не то, что моя деревня обо мне забудет Но иногда я думаю о том, как помнят меня мой муж и дети Вообще молодец Грамотно ливнуло просто Ради традиции искать инкарнацию Духа одного из старейшин племени А муж с детьми пусть там Ну чему, ему скучно Он работает с утра до вечера Пусть с детьми еще позанимается Это тяжело должно быть Она вздыхает И все-таки нет смысла об этом постоянно размышлять Чаще я думаю о том, помнит ли Персаконас Ты утверждаешь, что видишь души Что ты думаешь? Ты помнишь свои прошлые жизни? Я не хочу об этом разговаривать Тогда не буду вмешиваться В любом случае, мне надо сосредоточиться на прошлом Персака И том, что он будет помнить о нашей деревне Деревня сильно изменилась за последнее время Она заправляет волосы себе за плечом Масук, наверное, остался таким же, как и был сотни лет назад Мы живем между тундрой и мерзными лесами И земля забирает столько же, сколько отдает Но наши невзгоды сплотили нас А старейшины по-настоящему нас объединяют Они хранят истории прошлых поколений и ведут нас из сезона в сезон Через годы хорошие и трудные И тумак трется об ее ногам И она почесывает ему голову В последнее время хороших годов было много Мои тетки говорят, что у нас стало меньше стычек с соседними деревнями Благодаря тем охотничьим землям, которые Персак помог освоить Вот оно как Ему она эту увлекательную историю расскажет В трудные годы мы полагаемся на проходящих мимо наших берегов торговцев Мы меняем моржовые бивни и шкуры тюленей на зерно Которые позволяют пережить нам суровую зиму Персак много таких соглашений заключил Она поднимает фигурку медведя Он получил это с одного из торговых кораблей Аумауа Должно быть Масук очень дружной деревни Ее голос становится тихим Как семья Она прячет медведя из адры обратно в свой рюкзак Из кожи северного оленя Похоже, ты тоже на охоте Ты чувствуешь азарт преследований? Или хочешь, чтобы это закончилось? Пока рано говорить Вопрос нет Она поднимается и потягивается, оглядываясь Давай будем двигаться, пока еще светло Мы в таверне находимся Идем Ну, стало попонятнее, да Видите, традиции очень сильны Охотились на тюленей Обмазывались жиром Обмазывались жиром Квест взяли Моржовые усы Весьма редкие Хорошо В таверне отдохнули Припасы взяли Двигаем на рынок Все как у нас Все как в чатике Глашатай В заветном холме пропала еще одна любопытная душа Лора Поговорим Покажи, что у тебя есть Опа Колечко, колечко, кольцо Свиток вихря Печать веры Количество использований и заклинаний Первого уровня, второго Короче, вот это колечко бы для мага взять 1-1-1 14к Да ты Охренел Я ползамка отстрою За это бабло Нет, не буду брать Так, стоп Это кольцо За 8 косарей Стойкость реакции воли 9-9-9 Как меня душит джаба Вы бы знали Как меня душит джаба Ловушки продаю Да, я ими не пользуюсь Кота Нет, кота я не буду продавать Блин, так прям Черт его барыги Свитков много Свиток вихря Знания 10 Кому-то нужно Ооо Заграждение Да, знания нужно на следующем вкачивать Интенсивнее Дверь продай Не-не-не Так, Нармер Что ты продаешь Хавчик, да? И припасы И Гран Это оружие Продает Пришел посмотреть Лучшее оружие и доспехов Лучшее оружие и доспехов Во всех бухте Непокорности не найти Кроме как У Санильды, конечно Он усмехается Обнажая редкие зубы Что такого особенного У Санильды? Она торгует В зале экспедиции Указывает пальцем Куда-то за спину Продает Лучшее оборудование В городе Но Венон Держит ее на коротком поводке Откладывает Лучшие товары Да, посмотрим Что есть у тебя на продаже Лучок За 10к Точность урон Единица урона Встанавливает Запас выносливости Не фигня Атаки Оглушают Могут Окей Рука госпожи Скипетр Двуручный лес Утраченный Размах Сейна Гордость щуки Порыв воля Демон Из Данрида Интеллект Плюс 2 Кипарик Кипарик И пока я город Не осмотрел Не буду я покупать Опачки Пока никто не видит Так, стрели Хотя можно было и спокойно собирать Не боясь, что у меня Там не было воровства Это просто взяли Взяли молочка Бесплатного Там ружья есть? Да ладно Там были ружья? Ну, я бы Пушку, конечно, взял бы Бобру Катсцена, ребята Внимательно Так, вижу Тиму 3 человек 5 человек 6 человек Бендерлир В зал Уверенной походкой Заходит ухоженный Мужчина Заходит ухоженный Заходит ухоженный И уходит На лице его Растанута самодовольная Улыбка Его сопровождает Еще пятеро Весьма сурового вида Один из сопровождающих На секунду Останавливает взгляд на вас После чего Сплевывает Вам под ноги Жевательный табак Еще один щенок Забрел Я смотрю Просто для сведения Главный тут Истребители гигантов Байн Короче, это крутая Пати Запомни это И все будет в порядке А можно к вам? Он хохочет Мы тут выбираем Лучшие задания А не благотворительностью Занимаемся Вот тупырь Кто-то кричит С другого конца зала Хватит уже, Байн Ты работать пришел Или трепаться Он стискивает зубы Венон прав Деньги сами себя Не заработают Он смотрит на своих товарищей Дергает подбородком В сторону дверей Увидимся, щенок Может проатаковать? Нет, не позволяет катсцены А кто это вообще такие? Венон, расскажи нам Мужчина сурового вида Бросает на вас короткий взгляд Затем продолжает осматривать Слонявшихся по залу наемников Давай без церемоний Говори, зачем пришел Я ищу работу Он меряет вам взглядом Наконец указывает на мужчину Проводящего занятия Иди поговори с остриком Острик У него обычно есть что-нибудь Хорошо поработаешь на него Я, может, найду тебе что-нибудь еще Расскажи о дюжинах Лицо его становится серьезным Голос становится глубже Эти добрые мужчины и женщины Которые стараются не отступить Не отступать от пути их предков Таких же добрых мужчин и женщин Мы вольное объединение воинов Исследователи Дирвуда Не такие пафосные, как рыцари Горны Конечно Не такие пафосные, как рыцари Горны Конечно Но мы, по крайней мере, не забываем свои корни Он хочет сказать Они хотя бы не забывают Чьи-то чужие корни Делают вид, что они их собственные Корни Рыцари Горны гордятся тем Что они выбрали свободу Дирвуда Полтора столетия назад Но защищаем-то эту свободу мы Все знают, что война святого закончилась Когда молот бога уничтожил Вайдвина на мосту Эван-Девр Ну все это знают Многие даже и не знают Как Вайдвин отсчутился на том мосту Семь мужчин, пять женщин И три кота вышли из цитадели Халгат встретиться лицом к лицу с богом Задержали его там до тех пор Пока не сработала бомба Он тяжело опускает кулак на стол Вот то наследие, которое мы защищаем Многие считают нас наемниками Но мы помним свое Мы помним свое наследие, ребят Извините Субтитры создавал DimaTorzok Так вот то наследие, которое мы защищаем Многие считают нас наемниками Но мы помним свое предназначение И без одинаковых доспехов с серебристыми накидками Мы нисколько не изменились с тех пор Мы защищаем людей Мы всегда в первых рядах обороняющихся Чего бы это ни стоило Теперь у нас новые враги Раньше был сам Вайдвин А теперь его проклятое наследие Чертовы кромсатели душ Тащат всех нас в пропасть Наверное все из-за них Так вот, мы никуда не пропали И нас больше 12 Мы уже однажды защитили Дирвуд Защитим и в следующий раз Венон небрежно кивает вам Он говорит Перескакивая взглядом с одного наемника к другому Что тебе еще нужно? Пока Так, ну мы узнали Группировки, все дела Задание можно взять Так, Острик Острик Какое-то имя смешное Этот мужчина смотрит на тренирующихся наемников С пресным и презрительным выражением профессионала Чьи навыки простаивают в этой обстановке Он грубо обращается к одному из наемников Эдвиг, последний раз говорю Держи свой гребаный меч вверху Если бы у манекена было оружие Ты бы уже без башки был Я ищу работу Хочешь в экспедицию поговорить с Веной Я говорил с ним только что Я просто работаю с этим говнокопателями Где-то на фоне Вену Прочищает горло и Острик морщится То есть с наемниками Хотя Он Обмеряет вас взглядом Мне кое-что нужно, действительно Кое-что, где требуется Он косится на наемника, беспомощно Молотящего манекен Умение Что тебе нужно? Я раньше был в рыцарях Горна Когда я ушел, они оставили себе мое оружие и доспех Хрен с ним с оружием А вот доспех был семейный, хотелось бы его вернуть Попробуй что-нибудь сделать Тебе к Пенхельму Низкий тип, змея просто Если он умрет, поперхнувшись собственным черным языком То еще легко отделать Он оставил доспех себе, когда меня выгнали Понятно Наклонился ближе Мне надежные люди сообщили Что Пенхельм заходил к одному мужику Который документы подделывает Прямо после того, как Сайфер Из Данрит Роу Вычислил Вычислил родословную его души Если заодно придумаешь, как пустить Его жизнь под откос Выпивка за мой счет Вычислил родословную его души Это требование для вступления в рыцарь Они должны убедиться, что у новичка Правильное родословное Если начальство Пенхельма узнает, что характеристика подделана Его карьере конец Каждому новобранцу в Данрит Роу выдают характеристику Она хранится в крепости Горна Если найдешь характеристику Пенхельма Один из тамошних Сайферов скажет себе, настоящая она или нет Сагани почесывают шею Если многие поколения Масукских традиций что-то значит То этот Пенхельм Явно ничего не помнит об этом И все же подобное прошлое должно Должно что-то значить Короче, я понял все Найти фамильный нагрудник нужно Задание Найти фамильный нагрудник Кстати, возле королевы не выполнил А, ну Это в храм мы как раз В Айдике В бухте непокорности мы здесь же Так, рыцарь-разбойник Найти фамильный нагрудник Рассмотреть Ага Вернет добровольно Крепости В первых огнях Крепость первой огни Так, здесь есть проход дальше Наемник О, Санильда, здравствуй Женщина отрывается от полировки кинжала Не видела тебя раньше Идешь в экспедицию Она поднимает брови Или ставишь на одну из них А можно что-нибудь купить? Боюсь, нет Понимаешь, дюжины торгуют со мной Пока я торгую только с ними Они очень ценно Понятно Выполнимо Откроется магазин с более классным Эквипом, видимо Она указывает большим пальцем на двери Но если подружишься с Остриком Он может сделать для тебя исключение Сейчас, наверное, тренирует новичков Понятно все с тобой Опа Геологическая карта На этой карте отмечены области геологической активности в Дирвудде И Эйр Гланфате В частности, на ней описание пещеры с глубоким ущелем Которая В котором течет расплавленная порода Опа, опа, опа Похоже на квестик Боевой лук Взламывать замки можно и при НПС Но это как-то неправильно Спойлераст Так Значит, у нас есть квест один Квест второй Понимание, что денег у меня нифига нет На нормальный эквип Только одну шмотку могу взять Можно попробовать Посмотреть ружьишко опять Говорят, что оно было здесь Огнестерное оружие А, мушкетоны и аркибуза Но они обычные Не грейженные Не, надо, наверное, просто посмотреть Могу ли я вообще Да-на Зачаровать дальше Уже зачарован То есть Я только сейчас увидел Легендарность Зачарования За 20к Точность 15 Урон 55 На 16 лейл Не, это какая-то Какая-то дичь Так, хорошо Выход Дом Пурниска Нам вот сюда вот Ну, тот товарищ Ему кольцо вернуть Надо обручальная Помолвка Все дела Желательно не убивать Но ничего не могу обещать Наркоманы Наемники Это притон Реально у него место дома Притон уже Вон сам Пурниск Наемник Охранник поднимает руку При вашем продвижении Так, разворачивается На нижнем Этаже Ходи где хочешь Наверх нельзя никому Извини, я пойду Отдыхай Ой, чувствую Чувствую, надо резать Здравствуй Мужчина перед вами Выдает зубастую Весьма неприятную хмылку Так, так Новое лицо Добро пожаловать, друг Меня зовут Пурниск А это Он жестом обводит комнату Моя скромная обитель И место, где я веду дела И я очень надеюсь Что ты тут по делам Он бросает взгляд На охранника рядом А чем ты занимаешься? Ну, раз ты спросил Давай объясню кое-что Побежишь К стражам Пожалеешь Что вообще сюда приходил Вернее, ставлю на то Что ты пожалеешь О каждом мелком решении В жизни Которое привело Тебя сюда Он, блин, с каждым словом Все уменьшает Шансы на 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 то, что он выживет Вообще В принципе Но если будешь делать Все с умом Мы можем стать Хорошими друзьями Спроси моих Предыдущих клиентов Они поручатся За качество моего товара Он скалит зубы О, дали экспы У меня все просто Если у тебя есть деньги У меня есть Свев Можешь воспользоваться Моими комнатами Только не делай глупости Не мешай остальным клиентам Итак Что тебе продать? Что такое Свев? Серьезно? Он смотрит на вас Сначала подозрительно Потом с недоверием Свев Стоит каждого Потраченного панда Друг мой Он потрясающий Позволяет разглядеть Собственную душу И перед тобой Сейчас первый И крупнейший Торговец Свев Фоллаут Прямо сейчас Вот Фоллаут Флэшбэк Винт Угу Дай посмотрим Чем ты торгуешь Свев И больше ничем Отдаем кольцо Красивое За что оно мне? What? Не узнаешь Обречальное кольцо Которое Давайте ум В умном стреляем Стреляем Сыграем Понятно Почему Кайра Бросила тебя А Конечно Теперь понял Это она так решила Заявить о себе Да? Ну С кастертью Дорога Жаль Даже что я деньги Потратил Так это все? Как ты смеешь Бить собственную невесту? Как ты после этого В зеркало смотришь? Она сама напросилась Прямо таки напрашиваешь Прямо как ты Напрашиваешься сейчас Тебе бы лучше Перестать Рыться в чужих делах Мне есть чем заняться Выход там Что-то здесь не так Я не уйду Пока не разберусь Что происходит Ну Так Глаза его сужаются Ну так ты тогда Вообще Никуда не уйдешь Дружище Все равно Мне эта личина Надоела Стража Ко мне И он превращается В элегантные шорты Нирит Это не Пурнис Господи Как я мог ошибаться Все эти части Это не он Стоп Я о нем узнал Десять минут назад Ладно Работаем Итак Три человека впереди Хорошо Надо заблочить 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 Я не смогу заблочить К сожалению Мочи барыгу в сортире Да Да Сейчас все будет Ребят Надо сейчас Очень внимательно Только все сделать Скорее всего Все таки танкам Отойти вот сюда Потому что Сзади народу Значительно больше Чем Впереди Дальше Бобром Надо чармить Так Так Тобой мы Наверное Ранящий Выстрел По наемнику Верхнему Раз Работаем И Тумак Пока Стоит Сзади Пока Ха Ха Ра Шо О, тут прорвался наемник один Как бы мне этот Лучше Блин Так, ладно Давай сначала так Раз Можете Отступить Пока Не завязали Бобер Давай Ужас Испуг Или там Как он называется Хорошо Наемник Правда Блин Бесит Канна Канна Вот так делает Ах ты скотина Давай чарм снова А ты стреляй вот так Все-таки Тут Эрочку Псом надо Отойти Выйти из боя Сложновато Конечно же За выражение Еще одно Сработало Дальнего Отстреливаем Тут Разворачиваемся Стреляем По этому Наемнику Пса Скоро Убьют Тут давайте Отличный Баф Это вот С критами Которые Ни черта Непонятно Но это Нормально Так Нужно Восстанавливать Выносливость Благословение Готово Здесь Наверное Вот так Вот сделаем Восстановление Выносливости Угу Там дальнего Воина Убили Наемника В этом Надо стрелять Легкое ранение Ранение Здесь Так Хорошо Восстановление Выносливости Ок Давай Еще Благословение Так Нерит Вернулся Кстати Пес Пес Держится Неплохо Магом Магом Можно Как-то Что-то Вот так Наверное Сделать Ох 52 урона Это она Это вот Да Да Пожалуйста Критически Попадает Меткость Отличная Разрывает На части ДПС Наконец У меня Нормальный Появился Кроме Бобра Что Что Можно Сделать Это Тяжело Ранен И Скорее Всего Минус Нется Здесь Взрыв Трупов Сделаем Все Таки Да Вот Так Тут Так И Так Паралич Изейшая Просто Изейшая Даже Не знаю Что Что Тут Кастовать И Так Все Отлично Вот Еще Один Минус О Кастует Что То Кастует Сбиваем С ног Там Еще Крит Бах Хватит Нирид Отшатывается Назад Сдаюсь Уходи И я Просто Уйду С миром Ладно Уже Поздно Отлично Единственный Вариант На На И он Падает А муженька Наверное Держит Там Где-то В подвале Или Короче Отлично Отлично Мы Все им Добро В новом Городе Давай Мисили Ася Присмерть Уже Перезарядка Быстрая Все Но это Еще не все Конечно же Потому что Там Дальше Еще Люди Я Восстанавливаюсь Лутаю Тут Гримуар Есть Гримуар Передаю Эльфу Есть Еще Хорошего Качества Мантия Но это Ерунда Давай Посмотрим На Гримуар Вот Этой Нет Искрящийся Разряд Электрический Урон Заклинатель Становится Живым Генератором Мощного Разряда Электричества Который Выстреливает По прямой Отражаясь От стен Нанося урон Всем Отскакивает Три раза Длительность Да Длина Хорошая На третьем Лавеле У меня Пагубное Ускорение Можно поменять На самом деле Есть еще Зеркальное Отображение Тоже Пока Особо Не нужно Так Хорошо Если бы кто построил Темницу и крепость Он был вариант Отправить А В темницу Отправить Ясно Собираем с наемников Всяких хлам Который за копье Будет продан Осматриваемся Открываем Кинжал Тоже Хорошего качества Просто Он Будет продан За А эти Почему умерли Откуда Здесь Три трупа Есть Четвертый В углу Как так Произошло Так Наркотик Еще взял Как они Здесь Умерли В четвером А вот Оружие В руки А Он же У нас Да Он же У нас Ему нужно Какое-нибудь Стандартное Дальнобойное Дам Лучок Лук Лучок Наркоманы Ведь На реке Умерли Понятно От дозы Мясо Задача Жениха Найти Наверняка Его где-то Повязали Умрили От Передоза Справа Что-то Что-то Я Немножко Поторопился Так Стойк Норм Так 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 А давай Фаерболируем Тут наемник С этого Из инвиза Работает Не так Так Наемник Наемник Давай Этого Бьем Мне показалось Или тут Как чей-то Труп Пролетел Вокруг Очень странно Паралич Работает Там люди Уже При смерти Крайне Сложно Здесь Будет Что-то Им Сделать Просто Убиваем Изи Это Мясо У него Не инвиза Телепортер Прыгает В толпу Понял Нифига Себе У этих По крайней мере Шмотки Хорошего качества Но это уже На пару Косарей Вообще То И ключ Еще Ржавый Брозный Выключ Ну явно Камера Какая-то Где-то Что-то Они 200 Денег В городе Можно Подзаработать Правду Говорили Что в столицу Надо идти Только в Москве Нормальные ЗП Тут Прямо Со стола Ты 270 Собираешь На халявку А вот Эта Комната Видимо Закрытая Ключик Попробуем Использовать И все Вот он О-о-о! Пурниск, перед вами на полу лежит связанный с битой до крови мужчины. Его лицо укрыто кровоподтеками. Следы крови видны в нескольких углах комнаты. Мужчина съеживается и всхлипывает при вашем приближении. О, боги, хватит, умоляю вас, я больше не могу. Я тебя бить не буду. Мужчина запинается, глядя на тебя. Ты, ты, ты не из этих... Ох, слава Берасу. Ты не из его людей Он бросает нервные взгляды вам за спину Я... Я не знаю, кто ты такой Меня зовут Бла-Бла-Бла, это мой дом, ты должен мне помочь Кто же тогда внизу? Да я в курсе, кто внизу Самозванец, какой-то маг по имени Нирит Он ворвался в мой дом, связал меня, пытал меня Теперь он и его люди едят мой хлеб, ломают мою мебель, торгуют свефом В моем собственном доме Че ты темнеешь? Рассказывали я все, я из тебя выявил агрессивно Он отводит глаза, стараясь не смотреть вам в глаза Ну, я мог прикарманить кое-что из денег моего поставщика Но мне эти деньги нужны были Что случилось? Так ты торгуешь тоже? Я знаю, это не лучшая профессия, особенно с учетом того, что произошло Но деньги тут хорошие, даже очень хорошие Как ты скотина? Ну, разве оно того стоит? Стоит, чтобы потерять Кайнру Мне приходится, прости, я ничего другого не умею Ничего, на что можно было прокормиться Когда-нибудь я обязательно брошу это дело Понятно С чем мне тебе помогать, в общем? Потому что это было правильно, ну фиг знает Ладно, я пойми, все мои деньги забрал Нирит, они все еще у него Если убьешь его, большая часть у него в карманах Забирай все, он же мертв Не верится, что это тоже закончился Ты так много для меня сделал, да? Только познакомились Умоляю еще одно должение У, так Он бросает взгляд на вас и тут же вновь отводит Я должен найти Кайнру Это моя возлюбленная Да я в курсе Выслушает, все будет хорошо Так, еще очень прошу, не рассказывай ей про Свеев И про то, что я делаю Я отплачу, не пожалеешь Хочешь скидку? Да пошел ты Сила, три, схватить его У меня такое предложение Я расскажу ей, что захочу Ты все равно сделаешь мне скидку Конечно, конечно, только не бей Говори, что хочешь У меня тут кое-какой товар для тебя будет Любое время позаботиться, понятно Наркоманы Чертовы Ладно, лутаем его Дом до конца Надо было посмотреть Вдруг у него схроны есть Вот здесь вот В этой комнатушке Я же не проверял Вроде бы нет Как классно Вы выполнили квест 20 трупов Скидки Много лута Таверна, кстати Буквально через Через дорогу Виз поддержал ваш канал На сумму 500 рублей 500! Миша, спасибо тебе Альтскульные стримы Ееееееее Надеюсь, мимо тирании Вестеланда 3 не пройдешь Альтскульные стримы Мимо тирании Мимо тирании Я Пройти, да Пройти не могу Сейчас А Вестеланд 3 И Вот смысл Вот в конце Что на скайстве Можно купить костер Ну как Потому что каждый раз Вестеланд Да, я тиранию не знаю Керандию знаю Тиранию нет Так, ну что Общаемся с Кайнрой Поднимает на вас взгляд Когда вы подходите Что осталось С Пурниском Ты ему отдал кольцо Им притворился Могущественный волшебник Как бы то ни был Настоящий Торгует с Вефом Кто? Пурниск? Мой Пурниск Торгует с Вефом Если б я Не знала Что ты честный Вот Она ударяет Кулаком по столу Расплескивая Свой напиток Она бухает Он на наркоте Проклятие Как я могу верить ему После этого Он так долго Обманывал меня Она запускает руки Волосы Делает глубокий вдох Мне нужно радоваться Чтоб все выяснилось До свадьбы Слушай Слушай Сейчас ему нужны Помощи сострадания А также Новая доза Он все еще Тебя любит В бухте Непокорности Есть и другие мужчины Нормально Ты прав Теперь я это понимаю О господи Да Да Мочи Да не правильно Чего она Будущего там нет Там он Тряпка Нарик Забей Просто забей Аааа Две Четыреста Икспы Да Возьми это Она снимает С нее Висящий на шее Амулет Я купил ее В тяжелое время Чтобы он помог Мне выдержать Все Еее Короче Упыря мы Поставили на место Короче Убили 20 человек Взяли много лута Убедились в том Что жених Не очень Убедили Предложили найти Другого Нормального Бобра Невесте Она обрадовалась Дали экспы Дали Вообще Все правильно Сделал Левелап У бобра Левелап Можно знания Апнуть Типа Ну Свитки Все дела Хотя Я сомневаюсь Потому что Свитки У магов Как правило Мой товарищ Ему есть Всегда Что кастовать Ладно Еще подкоплю Майка Добрый вечер Тебе Можно выбрать Одну силу Третьего Левела Эктоскопическое Эхо Формирует Отскакивающую Волну Между Сайфером И союзником Дробящий Урон Врагам Которые между Сложно Юзать Наверное Кукловода Возьму Это контроль Нового уровня Словленная воля Хромота Ослабление На цель Кукловод Доминировали На 24 секунды Что надо Попробовать Тайные страхи Да Кукловод Так И один Талант Кусающаяся Плеть Давай Бонус Курона Это Хлыст Души Может Не стоит Возможно Стоит И атакующий Взять Пассивочкам Скорострел Должен быть Это Стандартный Атакующий Кровавая Баня Есть Но не хочу Бобра Скорострел Делать Он Ну как Не звучит Плеть Равно Просто Урон Может быть Может быть Психическая Реакция Спасивочка 20% Универсального Урона Что в ближнем Что в дальнем Бою Это круто Ну то есть Скорострел Даст Те же самые 20% Перезарядки Но это Но зачем Только на рейндж Получается Можно попробовать На точности Не Не Нет Давайте урон Пасающий Плеть Вспомогательных Как правило Да Такие Плюс Что-то То же самое Кстати Выстрел На бегу Резиста К урону Разноплановому Нет Бобер Мне хорошо Стреляют Хорошо Стреляют Отлично Попадает 20% Урона Это Замечательно Пассивочку Апнули Так Квест Выполнили Хорошо Амулет Еще ждали Точно Забыл совсем Амулет Амулет Интеллект И решительность Так А у Сайфера В принципе Интеллект Это у нас Напомните На что Аое Бонус К выносливости И решительность Еще Концентрация Вволя Не Амулет Нужно Магу Давать Просто Ауешеру Главному Как-то Так На ружье Бери На ружье Там меткость Семерочка Зачем мне меткость Если опять же Я стреляю Главным образом Бобром Тогда Когда Противника Сначала мы Парализим Или там Как-то выводим А потом уже Стреляем Так Так Кельи Писарей Дом Лам Лам Далы Поменяй музыканта Это пока Ни на кого Менять Заходим 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 Ну ты Ну ты Огр Коротышка Он Он кивает Я писарь Я писарь Я читаю Оооо Так это же Для Грейда Вон Это же Это же Мне пушки Можно Блин Дорого Конечно Бери Все Да Денег Маловато Вообще Да Оно того Стоит Ну это Для Для Ремесла 6К 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 Карл 6К Ладно Один раз живем Hello Так Расскажи про Кельи Тут спят Писари Работающие В зале Раскрытых Тайн Я Писарь Он Тянет Носом Тут Пахнет Старыми Носками Так Давайте Посмотрим Что я Я Бобру Уже Вообще Не Это Самое Я Хочу Пушку Конечно Грейдан Но Я Уже Все Тут Все Зачаровать Дальше Не Могу Хорошо Грибочков Набрал Наверное Следующим Что Можно Усовершенствовать Нужно Усовершенствовать Арбалет Огненная плеть Или Эффективность Против Цивилизованных Раз Точность 1800 Да не Пока не надо Ладно Только Вниз Можно Улучшать К тому же Один Грейд Собираю Тут Грибочки Есть У него В разных Местах Интересных Свиток Возрождение Привести В чувство С запасом Вынослив 75 На одну Секунду Это Видимо Резурект Ну Такого Рода Да Круто Вот Это Хорошо Так Писарь 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 Найс И Квайт Да Здесь Ничего Надо Запомнить Что У этого Товарища Можно Покупать Самые Разные Ингредиенты Для Крафта Две Белоножки Этому Господину Только Вниз Можно Улучшать А там Уже Один Грейд Только Вниз Улучшать Только Вниз Так Первые Огни Катакомбы И Брэкенбурь Давай Зайдем Сюда Еще Город Большой Диалогов Персонажей Масса Надо Проскакивать Не Тормозить Оооо Так В архивах У нас кажется Пара квестов Поговорим с Фексой Добро пожаловать В зал Раскрытых Тайн При вашем приближении Женщина бросает Быстрый взгляд Оторвавшись От томов Разложенных На столе Можешь Знакомиться С этими Стопками Но Веди себя Тихо И разговаривай Шепотом Это же Храм А Гримда Не терпит Беспорядка Кто такая Гримда В голос В голосе В голосе Звучит Благоговение Что ты Она Главный Архивариус Она Один из Наиболее Успешных Живущих Схоластов Схоластов Да Здесь все Происходит С ее Ведома Ну почти Все Она чешет За ухом Сегодня Рядом с ней Веди себя Потише Наверное Больше Смахивает На библиотеку Этот храм Так это и есть Библиотека Вайль Бог загадок И разгадок Шифрование И расшифровки Утаение И раскрытие Она протягивает Руки в сторону Полок Его Провидение Берет свое Начало Из понимания Неизвестного И хранения Тайного знания Зал раскрытых Тайн Построен для того Чтобы чтить Эти принципы Кана Говорит Даже и не подозревал Что в Дирвуде Есть место Подобное этому Невероятно Хотел бы Я Шуршать Старыми Пергаментами Сколько Тайн Прячут Эти полки Потрясающе Правда Храмы Вайля Обычно Также Являются Хранилищами Обширных Знаний Мы пользуемся Этими Знаниями Чтобы раскрыть И хранить Мировые Тайны Расскажи Себя Я Писарь И преданный Последователь Вайля На обязанность Следить за Нашими Записями Ресурсами Хорошо Хорошо И все За мной Присматривают Продолжай поиск Тем кто ищет Сокрытый Даст подскаж Гримда Пожилая гномиха Осматривает полки Ее прочная Сморщенная Прочная Сморщенная Кожа Напоминает Скорлупу Грецкого Ореха Несмотря на свой рост Ей удается Смотреть на вас Свысока Можешь Осматривать Тут Все Но не мешая Священникам И писарям Продолжать поиски Она бросает Исправляющий взгляд На ближайшую фигуру В мантии Нечего давать им Повод отлынивать Что они ищут Честные два Может тебе И удастся Вернуть его Вот Может мне Удастся найти Может тебе И удастся Вернуть его Хуже чем Эти Уже все равно Не сделаешь Воры Удрали Со старинным Свитком Вайля Они собираются Совершить Богохульство Хотят продать То что должно Остаться Тайным Секрет Сотни Видений Ее брови Изгибаются Над очками Стражи Поймали Одного Из них Но во время Допроса Немного Переборщили Все что удалось Узнать Что то про ферму И дорогу На Дирфорд Найди Воров Воров Мне все равно Что ты с ними Сделаешь Главное Принеси Свиток Вайль щедро Поощряет Тех кто настойчив В своем поиске Как и я Древний свиток Вайля Ценный артефакт В смысле Стоящее дело Так До свидания Забрать Украденный свиток Журнал Так 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 Группа воров Заброшенная ферма На дороге К Дирфорду Заброшенная ферма Деревня Дирфорд Я бы в деревню Прогулялся На самом деле Сейчас пробежимся Здесь А честный 2 Это значит Ты прошел проверку И тебе доступен Этот диалог Потому что ты честный Повезло Мне Собираем книги Потому что могу Пробуем открыть Я думаю Не стоит вырезать Не было нарисовано Что я там что-то Плохое делал Вроде как Я могу открыть Еще раз И увидеть Что ничего не произойдет Плохого Новый уровень Получил Кстати За это Новый уровень Да это Это уже знания Будем Качать Уровень Восьмой Свитки можно Классные Так И наговоры Новые Появились При звуке Его голоса Убийцы Обернулись В камень Паралич А это После того Как понятно Это важная Штука Наговор Это то что Накапливается После фраз И можно Юзнуть Паралич Ауешный Вариант Мне нравится Призывать Верма Три штуки Блуждающий Огонек Лесом Ужас Лесом Разбей Оковы Требуется Распеть Четыре фразы Ничего себе Защита При выходе Из боя Двадцать Защита От Хромоты Застревания Пятьдесят Очень хороший Баф Очень хороший Баф Коменение Снижает Продолжительность Воздействия В области Действия Любовник Возлюбленный Возвал Я твой За выражение Причем Ауешное Так И есть еще Выносливость Так себе Короче Наверное Паралич Надо опять Фигарить Ауешный Паралич Ну или Вермов Вызывать Не Паралич Так Что тебе По способностям Можно взять А чем ты У нас Занимаешься Ты у нас Ничем Не занимаешься Ты стреляешь И поешь Стреляешь И поешь Ну тогда Можно На стрельбу Тебе взять Скорострел Можно взять За выражение Сайфера А давай У тебя будет Какая-то Способность Дополнительная Ой отлично Неужели Польза пойдет Да Пусть за выражением Будет Правда Всего один раз В бою Но Что ж поделать Ауру на меткость Ему дай Так у меня же Вроде ауры На меткость Нет еще Сейчас посмотрим На певы Фразы точнее Но кажется У меня нет На меткость Скорость перезарядки Скорость стрельбы Стоит С воли Это скорость Сила воли Где на меткость Так Первые огни Это переход Здесь Как называется Катакомбы Город огромный Просто огромный Я спущусь пока В катакомбы Хочу просто Вот эту часть города Закрыть И пойти Выполнить Например Квест в деревню В новую локацию Ярмарку пропустил Что ли Ярмарка Рынок Который справа Находится Опачки Мертвый Новопосвященный Вы приближаетесь К мертвецу И чувствуете Едва уловимые Следы его души Оглушенные Внезапной Неопределенностью От того Не решающийся Сдвинуться С места Когда вы подходите Душа без предупреждения Резко направляется К вам Как к яркому Маяку Окружающей Промозглой темноте Истинство Проникает Ваше сознание Теперь Вы в другом теле Вы углубляетесь В катакомбы Ваш силуэт Облегает Темная мантия Ваше лицо Скрыто маской Вы идете По знакомому пути Вдоль канала И попадаете В помещение В центре которого Стоит статуя В мантии Очень похожа На вашу Вас ждут Остальные Их скрывают Капюшонные маски Опять секта Перед вами Стоит еще одна фигура Одетая в точности Как вы И идущая В том же направлении Вы не знаете Его имени И так и должно быть Это же было уже Нет Про тролля не было Что-то ужасное Хватает Эту вторую фигуру Из темноты Вы разворачиваетесь Пытаетесь Бежать Но оказываетесь Лицом к лицу С троллем Панический стук У вас в голове Прерывает острые Словно бритва Зубы и когти Вы отгоняете Воспоминания мертвеца Труп лежит На сырой Грязный в земле На нем нет Капюшона и маски Одежда на нем Порвана Сагани Подходит к вам Ты в порядке? Казалось, что На мгновение Ты почти потерял Почву под ногами Это происходит Время от времени Так ты действительно Хранитель Раз за много поколений Кто-то из моего народа Рождается Со способностью Говорить с душами Обычно Такие личности Становятся старейшинами Или одинокой Цепочкой следов На снегу Она наклоняет голову Я думала, что мое путешествие будет проще Если я смогу увидеть то, что видишь ты Но узнав тебя, я уже так не уверена Это дар проклятий Хочешь веря, хочешь нет Но когда-то я была рада узнать, что меня выберут для дальнейшего путешествия в поисках чего-то великого Но даже за эти дары нужно платить Да? Прости, если раньше Немного скептически относилась К твоим способностям До этого я не встречала настоящего хранителя Ох, не волнуйся Он просто любит делать это периодически Похоже, это ему поднимает настроение Поэтому я позволяю После нескольких раз Это уже не так шокирует Говорит Алот Кана Каждый раз, когда лицо у него становится немного странным Я пытаюсь что-нибудь услышать Он смехается Еще ни разу ничего не случалось Попробуй Может он тебе расскажет, что ему сообщили духи Веселая пати Тут можно к троллю пойти В общем-то привалы есть И вместо Малый черный Опа Большой черный Кажется Ладно, параллель спробуем сделать У этой стойкой Она все равно молодец Хороший урон должна наносить Я хотел Я хотел Что я хотел-то? Что ж ты делаешь-то? Слава тебе, господи Паралич сработал Так, аккуратно Только Аккуратненько Вообще нужно атаковать одного По крайней мере Какой-то мурон, кстати, заходит Надо посмотреть Последить Он настоит Снова паралич на 12 секунд Безумно халявный 72 урона от Бобра Ну что я могу сказать Изейшая Просто изейшая А где? Она не стреляет Посмотрим, какой-то мурон вылетает 32 Ну так неплохо Довольно просто Собираем раз Собираем два Пригинаемся Осматриваемся Да и поди И на стрельбу не стоит Кстати, да, наверное Ей нужно посмотреть Как Защита себя Защита себя Агрессивность врагов Вступить в бой Независимо атакует ли Да, агрессивную Надо ставить просто А тут нужно просто Защиту ставить Чтобы атаковала Только По мере Ну Нападения на нее Эпитафии Немножко денег Проходим Опа Еще тролль идет Он ни черта не замечает Правда сейчас пса увидит Я его под контроль беру просто И он уже Ааа, хотя Хороший очень персонаж Кстати То есть У нее и Есть Танк контроль И отличный урон Получается По способностям Конечно Пока что Только одна Обилочка Но Все равно Неплохо Бах Бобер с дробашом Все равно Наносит Наверное Топовый урон Все таки Псона Тогда Защиту на себя Немножко Защита Немножко Не том Бывает Ничего страшного Работаем Наверное Подходить Ближе Не стоит Тут Можно Попробовать Сбить Хотя Сбивание Там Не работает Вон Какой урон Конский Сейчас еще Добавилось Надо Запомнить Скорее всего Я с этой Подругой Сагани Буду Ну не буду С ней расставаться То есть Если и буду Кого-то менять То в порядке Следующим Кана А потом Потом Наверное Все Все остальные Полезны Не знаю Кого Может даже Танка Кстати Не-не-не Как танка Менять Если У меня Пес Не вкачан В танковании Проверяем Камеры Рейнджеры В первой Половине Полезны Очень даже А дальше ПДПС Приседает Окей Опа Здесь Ловушку Пытаемся Снять Снимаем Пояс Бонус К вычету Огненного Типа Ледяного И деревянная Кожа Неплохо Свиток Оленьего Рога Колющий Урон Огромный Оленьий Рог Который Атакует Цельный Нася Колющий Урон Снижая Отклонение Реакцию Какой-то Так Вот эти вот Вещи Надо кстати Скинуть Наверное В стэш Это же Крафтовые Темы Зачем Они нужны Поясов У меня В принципе Мало Если мы Говорим О резистах Каких-то То Надо танку Давать Деревянная Кожа При получении Критического Попадания Два раза За бой Объятие Природы Класс Звучит Очень хорошо Вон там Вычат Урона Смотрите Внизу Разъедающий Девяточка Надеваем Получаем Семнадцать Ваат А почему Там же Пятерка Всего А Это Не буквально Количество Вычета Урона Понятно Это Некий Некий Блин Не знаю Числовой Показатель Короче Вычет Семерка Получается Странно Не совсем Понимаю Принцип Ладно Всяко Лучше Чем Было Немножко Денег 5 равно 15 Похоже Ну и 7 равно 17 Да Похоже Но непонятно Почему так 18 Простите Это Стандартный Вычет Плюс Этот Новый уровень Кстати За Стойком Новый уровень Там еще Кажется Один Лавлаб Все таки Знание Еще А здесь Внимательно Стоек Чем у нас Хорош Стоек Стоек Хорош Тем Что У него Масса Полезных Кастов Есть Слепящие Сияние Враги Получают Огненный Урон От Цветового Сияния Священника Увеличенный Огненный Урон Это у меня Есть Это Улучшение Да То есть Не только Идет Урон Для врагов Носителей Но и урон В принципе Огненный Он не такой Серьезный 9-13 Осуждает Врагов Священника Ошеломляя Врагов В области Действия Один раз За бой Ошеломление Ниспосланное Пламя На себя Точность Мечу Огненный Та-та-та-та-та-та Ниспосланное Пламя Бафает Наносит Огненный Урон Возвеличенное Сияние Но это тоже Баф на себя Только Минус Слечение Ну Если брать То Слепящее Сияние Хотя Нет Не нравится Мне Не нравится С руки Он бьет Хреновым Можно ему взять Что-нибудь На саппорт Типа Перевязку Урон Сияния Друг 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 Меняют Ааааа Понятно 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 Можно взять сияние меняют, а вот это новое типа, да? Всепрощение, Неспосланное пламя. Точность. Тут урон неплохой. 22-30. Ну, хотя меч, надо ему дроба ждавать тогда. Может быть, дополнительное заклинание второго уровня. У меня столько полезных способностей. Да, наверное, возьму вот так. Универсальный просто. Хорошо. Доп заклинание второго левела взяли. Доп каст можно. Да-да-да. Доп каст можно. Возможно, это правильно. 5 заклинаний второго левела у меня сейчас есть. Поднятия у него пока нет. Поднятие, кажется, оно должно быть не раньше третьего левела. Хотя, скорее всего, даже и дальше. Работаем. Изи. Противники здесь пока что довольно-таки слабые. М-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м-м. По сравнению с тем лечением, которое у меня было в бесконечных путях, тут что дом с нариками, что катакомбы проходит весьма просто. Катакомбик серьезный по размерам. Опа! Андеды здесь откуда? Я специально сагрил, чтобы... Так, только я не буду, наверное, сейчас пока юзать Святое Сияние. Лучше просто проатаковать. Ну, на случай, если скелет сейчас прибежало бы человек 20. Очень слабо. Добро. Ну, это похоже, кстати, на место, где... Где может быть какой-то босс. Поэтому аккуратно. Скелет-волшебник. Назад давай. Там действительно народу много. И лучше все-таки выманить. Я пойду, дамы, со скрытностью. А, ловлап у танка точно еще шел. У танка ловлапа. Здесь все, все, все в плотность. Атлетика пошла. И пока хватит. Бонус сбивания с ног нет. Осмотрительный защитник. Что? Все защиты, кроме отклонения. А-а-а-а. А, это он меняет, опять же, защитник. Понятно. Быстрое восстановление. Выносливость нет. Нужно что-нибудь... Давайте защитное посмотрим. Реакция змеи. Реакция 10. Стойкость. Можно стойкость десяточку взять. Контроль над телом. Паралич, ослабление, недомогание нет. Защита от атак нет. Острожная атака уже взята у меня. Скорость атаки уменьшается. Превосходное отклонение. Вспомогательный бегун. Оруженосец нет. Выстрел на бегу. Отпрыска огня не то. Перевязка ран. Нет. Штука для защитника. Очень мощная штука на... Штука на защитника. Очень мощная штука на деп. Выживание после шести усиливает бонус. И будет ИВУ не 1, а 2. Да ладно. Да ладно. Всякие... Не, ну можно, конечно, защитные потихоньку набивать себе резисты, действительно. Явно мы будем... Я всегда одевал массу в ВУ. Это играл, а так вообще не пробивался. Я понимаю. Здесь вычет... А, имеется в виду, что можно взять вспомогательный навык. Дальше вычет урона, да? А, вот вычет урона ледяной. Ну и вот эти вот можно по... Это самое. На себя отпрыск огня. Чего меня чаще бьют? Наверное, самый распространенный будет огонь. Урон. Можно и резист. Резист к страху тоже полезно. Но пока не было ситуации, что он там паниковал. Да и даже при желании он не сможет уйти назад, если его сзади подожмут. Давайте будем защищаться от огня. Вычет урона 5. Блин. Ну это урон огненный. Бонусный типа урон. Но он мне не нужен особо. Не нравится. Можно взять контроль над телом. Защиту от паралича. Ослабление, оглушение и домогание. Чтобы он мог... Ну потому что паралич часто достаточно срабатывает. Ослабление, оглушение и домогание. Чтобы он мог там какие-то пить бутыльки и так далее. Чтобы контроль был. Контроль над телом давайте. Правильно. Потому что чаще всего он умирал тогда, когда его выводили по тем или иным причинам из строя. И он не мог выпить бутыльок, не мог завязать способность. Тут стреляем просто. Попадаем на сколько? На 4? Да, здесь народу значительно больше. Попали. Попали, попали, попали. Ой, все, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти стойкам пара жечь парализовали стреляем стреляем ой хорошо а еще заходит просто шикарно позиция превосходное бобертом по 52 отвешивает учитывая то что мне так много загляданий 2 лэвла надо наверное хорошо да поехали там уже стрелки обычные остались обычные несчастные стреляешь так стреляешь так а это кстати маг месяц вот со своим своим заклинанием 3 лэвла еще разок малые блайты он неплохо сплэшит там 17 4 8 5 это все он один выстрел 4 попадания на скелетике тоже тут слабый удар не держит слабые 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 трупы не забываешь взрывать так не было тройки упевчиво только под конец появилась тройка когда только три рейнджа века осталось жизненная сила максимальную выносливость и здоровье на 45 секунд хорошая штука для для воина очень хорошая тут чей-то труп просто доспех да ловушка то я пропустил ловила бумага это тоже важно тут наверное все таки это тоже вроде как знание нужно апать не знание уровень 5 стоимость всего 2 ему проще всего вообще знание подтянуть у него уже восьмерка при там есть один с восьмеркой но ладно заклинание третьего левела их у меня у мага есть две штуки но можно выбрать еще один подавление магии было тяжелой задержкой движений скорость перемещения скорость атаки очень даже неплохо это у ешечка да на 21 секунду очень хорошо к хороший дубов но я его старался качать в сторону мага дпс ранее дебаффера может это и неправильно совершающее прикосновение выявление не из выявление уязвимости вычет урона минус 5 отклонение 10 для всех целей а по выявление неуязвимости звучит вообще великолепно то есть он просто снимает отклонение концентрацию и вычет урона минус 5 то есть любой вычет урона ведьма общий он снимает это автоматически ну повышает любой входящий урон получается сковывающие стрелы пагубный взрыв нас плах не концентрируйся в фолиантах найдешь да кстати это же надо просто разные по пэкс попробовать пагубный взрыв разъедающий урон недомогание яд а у я пагубный взрыв возьму так а вот таланты это интересней тайная вуаль нет доп заклинание можно взять кстати дар гримуара это милия от него отказался что у нас там кроме заклинания сияние околита но это это очень похоже на на скилл священника а плюс к стихийному урона точно да вот ему как раз вспомогательный навык который отпрыск огня слушайте давайте все будут по огню у этого там фаерболы есть отличные фары с пылы танку сделаем минус вычет урона может сможем его а у ешками закидывать и спокойно задувать ему его те же самыми а у ешками 20 процентов огненного урона плюс вычет урона хорошо да я могу смогу насобирать огненных с пылов понятно что у части людей не будет резистов но ну в смысле будут резист против огня но ладно с огненным врагами будут отстреливать их ну или священникам пить с огненным врагом понятно я к сожалению не всеми сальком ходил поэтому здесь не удается ловушку изредить а дальше стоит хелик и стейна может он конечно добрый но лучше перестраховаться поговорим хелик и стейн одинокая фигура в изорванной мантии бродит по залу что-то бормочет вы подходите фигура замирает поворачивается к вам вы видите изнеможденное лицо покрытое лабиринтом морщины язв в окружении неприятной бороды похожий на поросль мха что такое кто отвлекает хелига отдел спрашивает он хрипящим булькающим голосом утопленников я просто осматриваю катакомбы фигура тычет узловатым пальцем в сторону двери тогда проваливай благодарим богов что они голоден ого полегче а что ты здесь делаешь внизу провожу исследование пытаюсь соединить анимацию некромантию блин как вы все бесите меня здесь тихо и спокойно и достаточно материала для работы что это за существа просто несколько небольших личных проектов несчастные души застрявшие в своих смертных оболочках их тела мертвы как и мое а вот разума в отличие от моего плохо сохранились до свидания так ревенанты обворовать его хотя может получится ну не дали он кулончик молодого вельможа опять же ловушки может быть не вскрывается я боюсь что я сюда не вернусь вы гаси его говорят я тоже думаю может реально погасить но могут экспо не дать за за диалоги и прочее думаю не стоит пока здесь я пройду тут бочком почти пройду извредили одну ловушку я от зря не прокачал механику своим магом потому что кроме него это сделать не может никто квест клёвый гасить всегда успеешь да ясно о по обряд ходячих теней скрытность плюс 3 на 2 минуты так себе и кажись спуск еще дальше вниз но я даже первый ярус не до конца осмотрел очень уже чатик справа обрезан да ладно да вы что ребята что же вы не сказали то раньше ведь как быстро фиксится и здесь же бах надо больше дробовиков надо кого-то из ранжевиков сделать тоже дать ему пушку воздушку тому же самую стойку прям стены нет есть два привала но с хп вроде пока еще айорн этот небольшой мужчина орлан или орлан стащился до несколько ящиков кусков материи устроил жалкое подобие лагеря мех у него на руках и ногах свалялся одежда испачканной и почи испачканной почерневшей грязью он шарахается от вас когда вы входите глаза его широко раскрыты в них читаются испуг welcome через несколько мгновений на лице тем не менее появляется слабая улыбка улыбка приветствую не ждал здесь гостя он оглядывает мрачную комнату чем ты тут занимаешься он кривится мне тут не сильно везет последнее время негде было жить так что решил спуститься сюда никто особо в катакомбы не заглядывает ну кроме тебя выживание 4 интеллект 14 выживание 4 нищенствовать можно и в менее опасных местах ты от чего-то прячешься или от кого-то он обводит взглядом тусклое помещение медленно кивает с болезненными с болезненным выражением на лице да наверное это очевидно ладно это правда я тут от рыцарей прячусь но все совсем не так как тебе кажется он опускает голову это несчастный случай нелегко мне было в бухте непокорности наверное мне казалось что если я войду в дело города заведу правильных друзей то со временем станет легче так оно на самом деле и было я заработал репутацию купил дом люди прислушивались к моему мнению вернее прислушивались да большие страсти могут разгореться в разговорах меня обсуждали кажется договоры о поставках вот уж из-за чего надо было драться но в один вечер один мужик неслабо разозлился может он выпил лишнего и кажется ему не нравилось что какой-то орлан с ним не соглашается я ударил его он двинулся на меня я ударил его он свалился как срубленное дерево наверное ударился головой когда падал как оказалось он был рыцарем рыцари горны не будут разбираться что там и как было они просто хотят избавиться от меня я до виселицы не доживу умоляю мне нужно выбраться из города как только я найду деньги на проход я буду тише воды ниже травы клянусь буду жить никого не трогать только не говорю умоляю не говорим что я тут заплатить 300 монет великодушно за выход из бухты пойдешь со мной герцог решит что с тобой делать по закону агрессивно никому тебя не выдам давайте хорошо поступим 300 монет это не деньги для бобра он смотрит на вас недоверчиво я это же я бы и не смог его лицами меняет выражение пока он пытается подобрать слова этого хватит чтобы из города выбраться и на дальнюю дорогу я спасен не знаю смогу ли я когда-нибудь тебя отблагодарить вот возьми надеюсь пригодится в твоих приключениях перчатки с кроличьего меха добавлены я тебе до гроба благодарен друг мне пора собираться еще тыщу экспы дали мы решили его судьбу перчатки получили множитель критического урона наверное самая толковая это арбалетчица давать у нее там с точностью лучше остальных поэтому и крит вылетают часто и множитель соответственно нужен большим привал давай возьмем сделаем привал действительно вычет урона 2 выживание видели там появилась вычет урона 2 вот о чем говорили у меня уже два человека с но танк с вычетом урона хорош да и уровень кстати появилась у нашей дпс выживание хотя выживание учитывая ее давай скрытность кто-то у нас должен быть скрытным и так нет новых классовых больше точности при ними не ей нужно мы взяли ей скорострел мы взяли и быстрый устойчивый точнее быстрое прицеливание не стали грейдить точность ей в отличие от остальных минус огненный урон ну минус урон да и бонус по огненному не нужен учитывая ее range надо выбрать что-нибудь можно точность на определенный тип оружия можно универсальную точность дать это только ближний бой ну или кровавую баню крит множитель слабых добивать да давай кровавую баню у нее у нее как у ранджевика есть отличная возможность выбирать любую цель которую она захочет и этим надо пользоваться но может сколько лого лоб сразу шок и трепет ну я ожидал в принципе того же то есть это долгая игра возможно не такая удачная для трансляции потому что Ну, сложно смотреть так 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 долго Вот, но Все-таки Мне-то нравится Но я вижу, что некоторые товарищи Ждут графоном Так, давайте Этого долбанем Раз Два Ты кастуешь Ты делаешь так Скорость опять не та Вот, смотрите, парализацию кидаешь Защита сразу в нуле Соответственно, вероятность критов у рейнджевика повышается И умирает тут же человек Ну, просто тут же умирает С такими С такими характеристиками Сбиваем с ног Еще минус двоем Да все отлично смотрится Побольше такого Где оптимист говорит Да, ну Опа-опа-опа Скажет волшебник 44 Ну, гады Я, к сожалению Не могу его увидеть Мне надо зайти, наверное Вперед Так, так, так Взбиваем с ног Этого парализовали И просто убили Там такое количество урона Заходит Опять же Из-за Этой нулевой защиты Все замечательно Мне показалось, что опять ловелап по звуку был Так, собираем лут Аккуратненько Помним про ловушки Сейв Опа Скелет-боец Еще один скелет-боец В Так Тут же паралич Тут же защита 16 Тут же Правда, сбивание с ног подавлено Но с него Что с него взять? Он и так Он ничего сделать не может Сейчас паралич еще на этого кину Все Все Они не работают Очень удачные, кстати Пароли Вот Попался мне Охотник Разбойник С парализацией Хорошо, что я ее правильно так На урон На весь урон Без собаки Без танка Прокачал Не буду, я думаю, об этом жалеть Есть у меня один танк И приная Этого пока хватает Так, осматриваемся Еще немного денег Еще немного лута Доспех Чешуйчатый доспех Хорошего качества Возле двери, которую открывал Лут пропустил Возле двери, которую открывал Лут пропустил Это бывает Ничего страшного Я хочу катакомба Первого левела Дозачи... Дозачищать И пойти в деревню справа Опа Споровик Ну, справик это не страшно Он и уроном серьезным Не обладает Он только контроль Дает Ну, видите Бобер не Выведен из строя К сожалению Дезориентирован Опа Так, это тролль Ой, там народу трындец Очень много народу Возвращаемся назад Тролля Попробуем сейчас Захватить Возможно Даже это сделаю Блин, много народу Много народу Много Ээээээ, стой Ой, попал Два тролля Ну, троллей захватываем, у них с волей беда Хотя у грибов тоже не очень все хорошо с волей Ооо, я же могу массовый стан сделать, вон он Только надо подойти поближе У меня четыре напевы уже Здесь давай в руки, вот так Тролль мой Да пора, пора, давай, четырех опрокинем Фуранища выстрел Тут нужно магам что-то после Давай стойку мы лучше сделаем Что? Да вот заклинание второго, которое массовое и своих лечит Неуязвимость? А, неуязвимость, пролечу Да Ну, на тролля подействовало, но Ха-ха-ха Паралично грибов Единственные мобы, на которых не подействуют Я на них, да, на них сделал Ну, я умею Еще третий тролль подходит Бом-бом-бом-бом-бом У них к разъеданию резисты слабы А может и к огню, кстати К огню вообще не вижу резистов Можно попробовать фаерболировать Так, сразу По всем Нет, у тебя же Ты же с руки бьешь Василий Забыл уже все Так, давай Еще чар на тролля, наверное Здесь Бей с руки, говорю Бей с руки, хватит Так, а бобер, чего? Чего бобер-то? Паралич Мне, давай за выражение лучше Еще один тролль подчиняется мне Так, ты стреляй по всем Прям по всем Ладно, хорошо Сначала так Потом так-так Можно сделать Бабчик на На этот крит урон Попадание становится Танка не пробивает вообще Танк молодец Стопа, я сделал У волшебника есть статус? Не, я не Не юзнул все-таки Вот это заклинание Малый Блайт Не успел Не успел, к сожалению Так, давай-ка Этого зачармим еще Четыре секунды Десять секунд Тут можно трупы Опять же взорвать Может там что осталось? Да, что-то осталось Но по мелочи Совсем Совсем по мелочи Ой, маг стреляет Хорошо, кака Здесь снова чарм Остается один гриб Можно парализовывать Черт его имба Пса бьют, к сожалению И убьют же, шам Бобер Все вытаскивает Бобер Вообще всю катку Вытаскивает Добро Паралич снова Бьем снова Даже если он срабатывает На минимальное время Одного выстрела Хватает для того Чтобы остановиться Средоточение И снова обновить Это раз 68 урона И у него 45 Средоточение И снова можно Обновить паралич При том, что он Подействовал на 7 секунд То есть он может Вообще не подействовать Конечно Но обычно он действует Хотя бы на Хотя бы на минимум Так, давай-ка Снова Зачаруем Держим контролем Превосходно Просто превосходно Сбиваем еще С ног тролля Готово Остался последний Можно, кстати, ему Напеть Еще парализацию Как только отпустят А там параличный На 15 секунд Нет в этом резону Никакого Но он не выйдет Скорее всего 10 секунд 8 Обязательно Нужно Кому-то Взять Следующие ружья Потому что Ружья будут Переходить От отца К сыну От бобра К остальным И Они хорошо Себя показывают Бьют Редко Но зато Очень больно Так Никакой парализации Что я опять Пытаюсь Провернуть Привет, Мазда Там вообще Не ощущают Да, но здесь Видимо Такой урон От Врагов Не очень Успел ударить А, гад А там действительно держится хорошо Что это такое Капюшон 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 Собрали Там по логу Танк отклоняет Все, что Из-за щита Высокий шанс Не получить А, из-за Не, ну У него Отклонение Это стандартное Это Щит Хорош только тем Что В случае Оглушения Повышается Защита Но Это не наш Вариант Странно В общем Изи Просто изи А, у меня же еще есть кукловод Новая появилась За 30 Слепетачений Контроль На Более долгий Промежуток Времени Что же надо проверить Как он работает Я бы, конечно Был больше благодарен За какую-нибудь АОЕ Для бобра Но А Тут мы просто Срезаем Да Значит На человека Который Слева Эксперимент Свои Ставит Я, наверное Пока Внимание Обращать Не буду Возможно Стоит проверить Вот Не, я здесь пройти Не могу К сожалению Возможно Спускаться вниз Надо Но я хочу Из катакомб Выбраться Хочется поменять Обстановочку И пойду В сторону Деревни Потому что Там Квест Развейте Давай По главному Квесту И Вайт Марш Будет Весело Я не знаю Во-первых Где Главный Квест Вот Ох Сейчас Попробую Другое место Да Так Я хочу Пройти В Сельские Через Сельские Развалины В Деревню Дирфорд Где-то По дороге По дороге Блин Я Нахожусь Сейчас В Копперлейне Это только Первая Из пяти Зон Города Я здесь Уже Наверное Часа Полтора Два Огромные Огромные Расстояния Когда опять Бесконечные Пути Псс Сюда Господин Что такое Маленький Мальчик Провожает Взглядом Прохожих Хмуро Пересчитывает Моменты Монеты В пригоршне Его Лицо И руки Спачканы Но одет Нормально За исключением Месколько Следов Травы Надежды Когда Подходит Он Моргает И украткой Пытается Быстро Сыпать Монеты В карман Горди Огненный Богоподобный Мальчик Смотрит На вас Широко Раскорф Рот А это Типа Репутация Спустя Несколько Секунд Такого Безмолвного Неподвижного Стояния Набубнит У тебя Голова Горит Он Выходит Из транса Но продолжает Восхищенно Смотреть На вас Эй Господин Хочешь Секрет Расскажу Хороший Секрет Какой Милый Маленький Жулик Говорит Эдер Сразу Видно Правильное Воспитание Ага Пацан Списклявым Голосом Точно Может Рассказать Много Удивительных Вещей Про Город Нет Честное Слово Это Очень Полезный Секрет Он Семенит Перед Вами Второпях Рассказывает Я знаю Одно Место Где Люди Прячут Всякие Вещи Особенные Вещи Если Поможешь Я Покажу Где Это Да Ладно Голос Горди Вдруг Поднимается На Октаву Слова Вылетают С необычной Скоростью У рыцаря Горна Есть такие Кинжалы Сделанные Из Превосходной Стали Это Лучшая Сталь Лучше Нье Разве Что Дурганская Сталь Но она Не считается Потому что Ее уже Никто Не делает Он Замолкает Стали Жалко У меня Нет людей С кинжалами Он Сказал Что Не продаст Его Мне Потому что Я еще Пацан А дети С кинжалами Обращаться Не умеют Но это Неправда Я в кинжалах Разбираюсь Разбираюсь В видах Стали Я знаю Как рыцари Горна Куют Их Я знаю Что Острее Может пробить Низкокачественный Пластинчатый Доспех А острый Качественный Нож Может пробить И кость Дело в том Что я очень Много Знаю Про кинжал Мне очень Очень Хочется Заполучить Такой Если ты Мне его Достанешь Я больше Никогда Никого Ни о чем Не попрошу Честно Понятно Сагани Говорит В массу Девочек Учит Обращаться С ножом Как только Они произносят Свои первые Слова Десятиклассники Знают Как правильно Освеживать Зайца Десятилетки Десятиклассницы Она хмурится Я бы не доверяла Этому мальчагану Даже Столовый Сила Двенадцать Схватить Гордия За рубаху Поднять Над головой А может Ты расскажешь Все прямо Сейчас Пока я не Разозлился Агрессивный Ой Незначительно Отрицательный Эй Эй А давай Косарепы Гордия Ревет Изыкается Сквозь слезы Школьника Обидеть Если ты Хотел Потрясти Парня Сказал бы Мне Я умею Многозначительно Выдыхать Дым в лицо Народ На лету Схватывает Один из Актеров Спрятал что-то Под Вынимающимся Камнем Рядом С театром Так Шевернуть Горда Умеренно И отрицательно Больше так не делал Ты узнаешь Что Поставить его Уйти Видишь Не так уж и Трудно было Да Вы ставите Горде Обратно Землю Он отворачивается От вас Горбившись Блин Взял Обидел Мелкого Наш маленький секрет Короче Где у нас Театр Ну Наш маленький Секрет Наш маленький Секрет Надеюсь Ты гордишься Собой После Содеи Ну А на карте На карте Наши дети Мне игрушка Все верно Короче Я в деревне Дирхуд А на карте Коперлейна Понятно Я же Коперлейне Да В Коперлейне Дом А Оооо По центру же Где-то здесь Пацаны Фигурка Дубового Скоробея Использование Один Между Отдыхом Древесный Жук Три штуки Призвать Ничего Си Вот это Да И Аметиста Две Штуки Актер Актер Дублер Кадал Прости Не могу Сейчас Разговаривать Зрители Ликуют Просто Людин На самом деле С женщинами Тебе Катастрофически Не везет Там целая Сценка Разыгрывается Но мне Нельзя погибать У меня дети Что с ними Будет Но ты Бездетен Конечно Нет Невежда У меня их Куча Целые Горы Золота Золотоволосых Карапузов И каждого Безмерно Я люблю Ха Так Выходим На восток Давай загладим Вину Перед школьником Пойдем Купим Кинжал Вставим В шишек Какой ты Жестокий Хорошо Значит Через сельские Равнины Я прохожу В деревню Это мне нужно Для того Чтобы выполнить Задание Ох Не помню Там с наемниками Что там Фигурку-то надень Да-да-да Сейчас будет фигурка Фигурку надо Взять Просто В панель Быстрым набором В замке строить Что-нибудь Так там же Еще строится Прибыл Работорговец Получит совет По деловым вопросам У меня тут Еще Нет Три часа Еще будет строиться Дело-то такое Поехали Опа Пугра? Кто такая Пугра Древняя Пугра Ничего себе Она как Была Пугра И нет Что бы это ни было Она уже Пугра Видимо Тоже Деревянное Какое-то Создание Обойду Посмотрю Что здесь Оп Опа Повозочка Лутецкий На дне Глиняного Кушина Кружится Винный Осадок Обряд Механика Плюс Три Магический Свиток Ну ладно А где А где А где А где Человек Который Рядом С этим Обозом Был Так На тебя У нас кажется Не работает Паралич Да Так и есть Ну ничего Ничего Кажется На тебя Работает Во-первых Сбивание С ног Да На 4 На 4 секунды Работает Чистый урон Тоже должен Сработать Хорошо И Я вот Выстрел Не использовал Хотя у него Тоже Чистый урон А я мог Попробовать Его Я мог Его поджечь Попробовать Понятно Что там Есть Сопротивление Но Попробовать Это можно Да Восполнение Души Работает Он При Смерти И Ранящий Выстрел Еще Периодически Чистый урон Наносит Слушайте Вот Ранящий Выстрел По одной Цели Давайте Еще Разок Посмотрим Хромота Колящий Урон Основная Атака И постепенный Урон Попадание В которое Замедлит Движение Базовой Хромоты Цель Наносит Постепенный Чистый Урон Постепенный Чистый Урон Надо Чаще Юзать Эту Штуку Чаще Юзать Добрый Вечерний Варик Ближайшие Дни Планируется Ну Выходные Впереди Я Думаю Что Что-то Будет То есть Стримы Точно Будут Но Я не знаю Что Варкрафта Но Не играли Да Не могу Я просто Не хочу Обещать Вдруг Я хочу Пообещать Но Не уверен Что получится Не планирую Пока Ладно Так скажем Лучше Подписаться На стрим И узнать Когда Что Ущелье Штормвол Кстати Здесь Штормвол И погода Соответствующая Ой Опять Пугра Много Пугр А что Они собираются Делать У них Просто Над Над головой Какая-то Фигня Какая-то Фигня Над головой Воспоминание Огонь Я тоже Не юзая Надо Переучиться Хижина Сладится А что Это Такое Между Заражение Личинками Заражение Личинками Отнимает Там буквально По хиту Но Но Больным Отлично Слабые они Все равно 10 урон По относительной доле Потерянной выносливости В течении Ааа Понятно То есть Если заражен Личинками И получаешь Довольно Серьезный Урон Тебя они Еще Добивают Так скажем Получается Так Так Можно Попробовать Оглушить Парализовать Паралично 16 секунд 16 16 10 Такая имба Жуткая имба Правда Блайт Еще Появили Здесь Паралич Раз Собачку Подбрили Ну В принципе В принципе Все неплохо Бах Присмерти Забиваем Тороплюсь С битвами И поэтому Кстати Попасть не могу Не навестись Почему Видимо Из-за того Что здесь Стоит Вон Видите Никак Нету Таргета Парализуем Тоже Очень полезная Штука ОЕшная Парализация И долго Она Выходит Выносливости Потерял Довольно Много Старожка Строительство Завершено Возвращаемся К нашей Крепости Двор Про сплы Стойка Осталось Забывать Да и В них нет Потребности То есть Я Начинаю Юзать Сплы Тогда Когда Начинаются Проблемы С Вот Башни Давать бонус Надо Тюрьму Попробовать Сделать Наемников Для защиты Крепости От нападений Казармы Может быть Подземелье Пленников Давай так Попробуем Потому что Уже одного В плен Не взяли Я здесь Немного Немного Простых Форм А небольшие Круглые Углубления Отмечает Центр И его окружает Гораздо Больше Круг Над обоими Кругами Видеть Что-то Похожее На Письмена Посмотреть На Внешне Посмотреть Письмена Буквы Вам Незнакомы Без Сомнения Это Остатки Какого-то Давно Забытого Языка Посмотреть На Круговое Углубление Мелкое Гладкое Похоже Предназначалось Для размещения Какого-то Определенного Предмета Внешний Круг По внешнему Кругу Вырезан Несколько Форм Хотя Большинство Из них Стертого Может Различить Полумесяц Над Центром Подождать Немного Вы Выжидаете Несколько Часов Наблюдая Как звезды Перемигиваются Мерцают Над головой Опа Еще немного Подождать Нельзя Только Уйти Но мне Видимо Нужен Какой-то Предмет Похожий Может быть На В центр Чтобы Вставить Крепость Прибыла Разыскиваемая Преступницей По имени Нире Ловкая Рука Надеюсь Получить Что Помощь В побеге Из Дирвуда Вот любопытно К этим Ивентам Может Имеет Смысл Возвращаться Уже Говорит Два Их В плен Не взяли Да Я на 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 Явно Явно Спуск Униз Есть Но Без Предмета Видимо Не Судьба Ивент Ивенты Ивенты Полезны Потом Еще Пропадут Быстренько Домой Да 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 Давайте У меня Два Ивента Так А я же могу Вернуться Через Не Мне надо Наверх Дикий Друид И они Еще Превращаются Ладно Хрен С тобой Сейчас Надо Аккуратно Валини Превращаются Хорошо Давай Тогда Бавчики О которых Так Долго Говорили Здесь Давай Лучше Сделаем Блайты Эти Наши Замечательные Парализация Есть Ты можешь Стрельнуть Не знаю Даже Давай Вошечкой В этого Товарища И стреляешь Поэтому Попадает Бобер Попробуем Сейчас Например Зачаровать Надолго Вот Кукловодом Что-то Непонятное Творится Я Оглушен Сверху Видимо Кастует Что это Было Попадает Наносит Вступает Упреждает Возвращение Шторма Какое-то Заклинание А долго Я буду стоять Кстати Такой вопрос Полторы секунды Терпимо Ой А может И нет Давай-ка Мы статусы Снимем Вот так вот А ты куда Пошел Друг Легкое Ранение При Смерти Так а что И где Вообще Увернулся Кажись Промахивается По противнику Результат Броска 6 Ну ясно Сейчас мне еще Сверху надо разбежаться на самом деле хорошему по крайней мере блин бобром отступить то что здесь какая-то хрень и хромота и все все вместе попробуйте ног не так это тяжело ранен дроид давай тогда да опять бобра то бью да что же вы делаете ироды тут надо стойком контролировать все делать купола снимать оглушение подобные бои еще будут спасибо спасибо за подсказки люблю их так кто друид 52 до 52 до добьем сейчас его можно попробовать вряд ли у них ей 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 пытаюсь понять что происходит они вроде как прикапывают потом сверху еще заклинание с оглушением идет оглушение потихоньку там снимаем да я они какие-то психи вы посмотрите сколько сколько заносит сколько заносит все очень плохо надо хотя бы вот этих вот добить упырей двух сильно раненых второе дыхание бобер мажет к сожалению 5 прикопка наверно стойкам надо восстанавливать немножечко выносливости захватить бы еще танка так хорошо стоик что еще можно сделать вот так опять оглушение напевчиво на этот раз минус 0 и 1 друида тут оглушение о бобер попал на наконец-то ну наконец-то оглушение классно я уехал еще так отвернулся вроде как и в что будем делать пытаясь спасти мага раз сейчас пробьют смотрите стреляют по я ничего сделать могу да падает маг так бобер бобер и опять стан бобер гель живой выносливость раз стойкам нужно тоже выносливость накинуть 2 этим скорее всего вызвать скелетов пусть они там хотя бы немножечко папу потанкуют при смерти остался чувак ну при смерти там еле живой так стойк у нас тоже скоро умрет второе дыхание почему-то парализация на них не работает я уже не знаю как это произошло а вот сейчас работала хорошо опасные друиды во многом из-за оглушение довольно неплохого урона и он смотрите да да это был всего один друид и 1 шторм мне казалось что было значительно больше выносливость восстанавливаем огромное количество хорошего качества предметов деньги 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 лучок охотничий лук хорошего качества ну доспех ладно доспех норм стандартный лук то в общем то тоже стандартный я хочу пройти наверх себе вернуться домой кайдну атом 2 ивента 2 ивента 2 ивента скиднули лето 05 дамаги они вызывались для того чтобы на себя на ниже сразу скаставал тоже шторм хотя возможно что это нечто ауешное что бьет по всем с определенным кдм возможно так 2 ивента плохой посетитель плохой 2 плохих посетителей у меня здесь стоит ли мне отдыхать вызов суд плохой посетитель плохой посетители сэвимся возвращаемся обычно плохие посетители но они наверно в замке внутри находятся наверное во я принес сообщение из герцогского дворца ты кто работорговец наконец-то рад что застала вас здесь милорд меня зовут солмар вас найдется обсудить минутка важный вопрос приглашает своих товарищей присоединиться сами занимаете место на троне ничего ся ну рассказывай перейду сразу к сути у меня в порту джерари сидит дюжина рабов орланов орланов хорошие здоровые особи вексамит ли за такую дают хорошую цену надо только проплыть вдоль побережья тут начинается трудность у меня нет денег на то чтобы загрузить на корабль запаса на все путешествие по дороге придется зайти в порт дирвуда что чревато тем что мои товары будут просто арестованы надо заметить дирвудские законы совершенно не подходят добропорядочным торговцам за пределами бухты непокорности я думал мы вы сможете мне помочь вы ведь сами не из дирвуда как я слышал так что должны знать должны меня понять помогать рабо торговцу продавать бобров смысле рабов вдоль побережья но это немного неразумно как мне кажется мы могли бы как мы мы как могли уходили от непогоды вот от сающих повсюду у нас портовых чинушь вряд ли удастся отбиться поверь проблем не будет хотя нет я передумал помогу продать рабов-то не хочу продавать работ не не проблем не будет believe me видимо у вас гораздо больше опыта в общении с местными строгое законов компенсируется необязательностью их исполнения да ну что ж хорошо как говорится кто не рискует благодарю за совет милорд вы очень помогли покидает крепость все мы его больше не увидим быстро решаем государственные вопросы приветствую милорд мне срочное сообщение от судьи варина из бухты непокорность он просит встретиться с ним герцогском дворце при первой же возможности ваше право на кайт ну а спаривает семья гадбинов да ладно эрл бэдманер в смысле бадемар издал постановление по этому вопросу но при его зачитывании должны присутствовать и вы и лорд кто такой со мной давай дуэль расскажи мне про этого лорда гадбина он из старинного эйдирского рода насколько я знаю наглядывает большой зал бывший хозяин этой крепости дальний родственник лорда гадбина примкнул к про проигравший стране во время войны непокорность кто такой судья варин он занимается юридическими вопросами для эрла бадемара эрл бэмщик до правителя хватки ладно поговорим судья ожидает вас в архиве герцогского дворца в первых огнях тяжело так как ребята тут все все очень серьезно 13000 на руках есть тут мы что-то вроде еще не достроили до 17 часов подземелье делаем для да давай пусть тут гадбин сам по бесконечным путям шастает да это идея еще в события говорит воительница сейчас посмотрим старушка загляни старушка оружейная есть зевка не поговорил стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп она внутри что ли нере ловкая рука прибыла разыскиваемая преступница мы нам ее замочить можно ронни говорит ты не устал пятница да надо наверно заканчивать уже седьмой час пошел я чувствую что тороплюсь вон она нере звать меня нере прошу прощения все такое милорд но я надеюсь прикинь перекинуться с вами пару слов перекинемся вы подзываете товарищи даете знак что пустительница изложила просьбу на трон так вот скажем так я попалась на паре тройки неблагодарных дел в общем но имя теперь расклеена по всей бухте и ходить по улицам спокойно уже сильно труднее понимаете о чем я и я вот что подумала пора бы мне вырваться из рутины немного попутешествовать архипелаг мертвого огня вроде неплохое место так ей и мозолить глаза никому больше не буду так вот кто бы мне помог туда добраться слушать столько сложности у тебя я даже не прошу вас это делать бесплатно между прочим я тут захватила пару вещичек у одного знакомого от них мне мало толку будет если меня поймают тебе лучше сдаться да вы шутите они же меня вздернут солгать я замолвлю за тебя словечко думаю приговор будет мягкий престиж крепости повышен ладно я согласна господи она мне верит потому что я честный тяжко все время прятаться по норам может начать все сначала с чистой совестью самый лучший вариант и и повесит господи пацаны не верьте бобру не верьте бобру спасибо за такую возможность welcome смотрю на троне человек спыдали господи я бы за ты не голосовал не или нет нет ну знаете насколько все натворила как ты как спишь после этого я отлично сплю так зайдем вооружение кто у нас там вооружение обитает я бы скинул магически вот эти вот предметы получил бы бабла возможно что-то покрафтил на вот владелец оружие здравствуйте посмотрим что есть опа хорошего качества короче беру хорошо беру акребузу скидываю соответственно там всякие предметы причем хорошего качества мечи и прочую ерунду о слабо все равно у хотя есть еще доспехи и уже практически в ноль уже в плюс нормально так теперь мы ее крафтонем зачаровать хорошего качества подожди отдавай со своей сравним у меня же просто до надета урон такой же дальность до уменьшение в у хорошее качество хорошее качество качество хорошее до вторичный урон огненный цивилизованный раз я полда фига вообще надо бы какой-то отличное качество но ингредиентов нет огненная плеть можно грибочки огненная плеть не так дорого урон возрастет тут вроде тоже давай две пушки есть воздушке отлично кто у нас будет с ним кто кана кана потому что да потому что он чаще всего стреляет меч хорош будешь баллотироваться в 2018 так твоя же арки буза вроде такая же да 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 просто я хочу вторую третью взять всем всем пушкин делаем привал восстанавливаем стены нужно укрепить чтобы было бы безопасным левелапов у меня нет куда мне идти я хотел в деревню пройти и в общем то так руины и не миновал зато несколько ивента выполнили там вроде сторожка еще есть есть сторожка охотница же для ружья сторожка а что сторожки сторожка сторожка пушки косые долго перезаряжаются лучше луки и скипетры ненормально все пушки супер квест на убийство боссов я бы какого-нибудь дракона завалил бы легко смотритель фирген срова вида старик делает затяжкой свои трубки и кивает вам ждал когда ты зайдешь у местных немало проблем в последнее время я по уши завален предложениями наградах за головы подумал кое кое-то из них может заинтересовать тебя учитывая твои навыки награды какие есть награды за головы еще одно я должен тебя предупредить награды неспроста еще актуальны эти крепкие это кред крепкие ублюдки все до последнего устраивает если пока не хочешь этим заниматься возвращайся позже то я готов несколько для начала давай во первых объявлен награда за голову слоя кирдала затем лесной скрытий наводит страх а еще огр шаман за него заплатят хорошие деньги и наконец вождь и клак и клак и клак наверное самый крутой расскажи о вожде он ксаури слабенький наверное кого кто здесь самый жесткий расскажите я уничтожу любого как можно понять по именем много перемещать периодически появляется в элвуде о я всех собрал короче всех бери всех я всех взял сейчас посмотрим кто ближе того и убьем четыре человека агрок сауриб этот все изи бахай отлично убить слоя кирдала и взять его голову убить житель на черном лугу так не нужно наверное сначала заданием во награда сбежал из тюрьмы видели в районе магранов распутья магранов это же близко вроде как вот слева да вот вот сюда вот как нормально магранов распутья в тексте квест находится написано где они огур жестенький да нет жестенький все изи все изи всех взял всех убью а то хватит уже в катакомбах всякую подземелье строительство завершено до есть же строим дальше двор башни бонус к восприятии давай башенки сделаем устраиваем тихонечку ну где он видели его последний раз иди сюда что-то их много так ну тут чем медведь еще человек 12 стоит поговорим на перепуте стоит пестрая компания на первый взгляд тот кто стоит во главе кажется больше монстром чем человеком два больших витых рога по бокам его головы образуют крепкий панцирь выщербленный как коралл в центре это странная броня разделена обнажая пепельно-серую кожу на лице мужчины закрытым выше носа рога могут показаться лишь шлемом но вот в нескольких местах нельзя сказать где заканчивается плотно начинается кость он сайфер что ли как я брат ниже шеи однако судя по всему обычный человек одетый в добротную броню такую же темную как черты лица мужчина улыбается показывает длинные белые зубы с необычно вытянутыми деснами несмотря на то что глаза его скрыты он безошибочно смотрит в вашем направлении приветствую тебя путешественник рад нашей встрече богоподобные боги свободно ходят среди нас запустив пальцы в колыбели какие из лордов и леди прогнали ваши печали сир интересно проклинаете ли вы их или восхваляете кто ты я грампфель из айдирский земель а это он показывает рукой на своих товарищей мои славные соратники перестань улыбаться фриска ты его напугаешь чем вы занимаетесь чтобы посмотреть что сделали чтобы посмотреть что сделал вайдвин или узнать имя подлинного творца тысячи душ выпущены в мир но только в дирвуде в айдире матери и отцы продолжают парковать над своими малышами пока за морем льются слезы это достойно песни так ты ученый и что может это не тот кого надо убивать у него в руке ружье о чем говорить может мы могли бы обвиняться с казаниями думаю нет я провел некоторое время со сказателями оставь свои песни ау-мауа мои оды предназначены только для бераса и они о смерти тебе еще слишком много жизни что делаешь на дороге такая шайка разбойников как мы не могу себе представить он посмеивается наша жизнь не дешево думаю даже к те кто изучает бедствие заслуживает определенного комфорта думаю наш разговор окончен убейте его медленно я хочу увидеть как уходит цвет из него уа-а-а нормально же общались так внимательно михаил внимательно народу трындец время блин для фаерболов я считаю для огромных огромных фаерболов давай вызывай вызывай вот так так ты так сразу может уже сделаем ту 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 скастовал 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 об тупимс мы сразу взяли силы скорость атаки максимальный выносливсть на 30 не надо и так убьем давай в него ой 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 давай-ка без необходимости идти лучше кастую здесь прям товари добро так вызываем значит мы тут вызываем древесных жуков вызываем ставим раны здесь благословение пошло сразу конец клёвый баф на плотность либо на домах делаю домах всем домах пацаны не они не давай для начала плотность там же все таки а может все таки есть более более классные бафы на плотность вот типа круг защиты говорят неплохой фаерболом фаерболируем взрывы идут ох а это что у нас отклонение давай отклонение ох какой взрыв хороший еще туда пожалуйста также там ленджевиков очень много так заблудший наемные легкие медведь уже тяжело ранен сочувствуем так ты кастуешь ты кастуешь ты стреляешь так вроде как бобер там что-то сделал да давай захватывать его вон граммфель странник пробую зачармить раз где сбиваем с ног 2 ты у нас ребята работаем работаем стараемся есть все он за меня устраиваем хаос дальнейший а давай еще захватим тогда раз фаербол второй взорвался там теперь давай малый блайт и делаем так ты кастуешь молодец ты стреляешь так ты бьешь по лежачему тут кастовали защиту нормально давай теперь бабчик тари дам тари дам больно как там вообще легкое ранение легкое легкое ранение ранение легкое блин а чё так они их много то у меня там танку не очень прикольно медведь питомец без сознания но это конечно хорошо говорит шизи ну тут нет но я говорил но нет танку хреново и в главное времени видите-ка насколько мало прошло времени даже и ни одной фразы не сказал хотя нет не сказал ни одной фразы потому что два раза скастовал давай пой короче хотя он и так вроде поет он между поет правильно ведь давай зачармим кого-нибудь заблудший жрец наемный следопыт давай вот этого наемника попробуем там танку хреново так еще одного захватили окей ну давай еще этого захватим ой оглушение ой 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 так стойк давай-ка ты давай-ка ты снимешь статусы ненужные совсем лучше так и дальше делаю вот так вот ауем хотя так на могу надо стрелять у него же как раз да или вот так вот сделаем пусть катится колбаской да по своему попадем на резистов к огню немного да не 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 просто стреляй просто стреляй хватит так бобер вроде сейчас придет в себя испуг безумие ну тут пацаны жуки работают молодцы я выпил бутылек я все еще не выпил бутылек у меня какие-то проблемы с ауешечка залетела какая-то недобрая надо восстанавливать выносливость причем так активно-преактивно на четверых вот так вот да танку хреново ну что ж тут поделать то давай этого захватываем больно захватили хорошо теперь внимательно во первых аое с восстановлением выносливости потом выстрел нужен тут молодцы тут фигово медведь все еще без сознания тут легкие ранения и пришел в себя этот амфель гамфель как его там звать то что делать давай ауешка плюс хил тогда наверное да должно хорошо зайти бобром надо обязательно надо обязательно бобром он стрельнул по бобру 38 урона как как с куста бобер 10 хитов а захватили 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 так восстановил выносливость раз блин делать не не делать дыхание надо бить сбивать с ног у а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-оу Давай АУЕшечку зарядим. Наверное. Хотя у тебя с руки же удар. У тебя аж блайты работают. Работают блайты. 77. Я бы скорость перемещения бы юзнул. Не, надо, наверное, параллель скидать на этого упыря. И стрелять по нему сразу же, пытаться. Тут второе дыхание, к сожалению. Тут перезарядка идет, капец. Какая грязь, а? Так, давай-ка ты сюда лучше. Так. Можно минуснуть меткость. Точность в ближнем бою. Крит попадания становятся обычными. Ну, маленький урон. В смысле, маленький АУЕ. Молитва против. Можно сделать ловушку. Можно сделать вот такую штуку, чтобы выносливость останавливалась, если меньше будет, чем... Да. Так, Бобру надо попадать. Срочно Бобру надо попадать. А давай-ка мы тобой выстилем лучше по этому разу. Спитсток. Попал? Не попал. Твори добро. Ну как так? Защита 75. Почему защита 75? Знал бы, блин, прикуп. Ну, не проверил я просто. Я жду парализации. Сработает, не сработает. Вроде как нифига не работает. Жука пущу на дальнего. Скорострела, блин. Там круг защиты на них тоже. Защита очень серьезная. Парализация не работает. Ну, все-таки пройтись вот так. Ну, он катится будет. Да не, надо-надо. Там врагов очень много. Пусть катится по всем. Взрывать трупы. Трупов не так много. Стоик пусть... Он скастовал уже свою тему. Давай тоже АОЕ с лечением одновременным своих. Бобер, попади, прошу тебя. Это не бобер стреляет. Куда ты бежишь? Давай раны. Пошел шар. Ох, там такой... Такое... Такое буйство красок. Съел бы сочник. Певчий зарядился вроде. Ну, вот на четверку, да, он только зарядился. Надо сейчас... Вот так вот парализовывать всех на... Это должен быть паралич хороший. Да, паралич на 5, 10, 5. 5, 10, 15, 5, 10, 5. Так, не по этому, по этому стреляй. Ты стреляй по этому. Ой, там уже был замах, кажется. Короче, все должны стрелять по тем, кто сейчас парализован. Добиваем, во-первых, потому что при смерти раз. Тут еще, наверное... Доспехи веры, господи. Давай-ка уешечку двас. Можешь делать еще раны трис. Попадает, бобер, 57. Ес, можно еще двух зачармить. И пора, наверное, чармить двоих. Так, кто у нас тут плотный? Во-первых, босса чармить пробуем. Этого минус нули. Хорошо, молодцы, ребятушки. И-и-и. Что еще? Что еще? Давай выносливость. Подойдем поближе. Так, бобер чармит. Ты должна стрелять по человеку, у которого осталось мало хп, и он желательно был парализован. Животное без сознания нет. Тяжелое ранение? Да. Нет, он не под парализом. Ранение... Ранение. Ладно, давай по этому. Нет, без стрелы. Так, тут закидываем еще уешку. Вызывает скелетов, гад. Делаю круг в восстановлении выносливости. Паралич на некоторых все еще действует, но сейчас массовочка пошла. Да, по своим попаду. Давай наемникам. Или... Нет, давай раны, потому что скелеты заново появились, и тут... Получилось? Нет, не получилось. Промахивается по противнику повелитель, блин, огня. Арбаличек ранен, это тяжело ранен, тот ранен. О, давайте того скоро... Нет, тот скорострел далеко. Так и что я могу сделать тогда? Могу, во-первых, сделать АОЕ молнией вокруг танка. Урон. Это раз. Здесь могу дыхнуть вот так вот. Кстати, я могу дыхнуть вот так вот. Весьма неплохо будет. Особенно по скелетам пройдется. А раны сделаю другим лучшим. О, пошло. Пошла жара, жара пошла. Даже можно двух правых задеть в следующем раз. Так, Боберск кастует вот эту штуку с... Давай второе дыхание. Ну, молнией вокруг. При смерти, без сознания, при смерти... Давай второе дыхание. Пора уже, пора. Этого паралично... Не, он умрет и так. Он умрет от огня. Так. Надо восстанавливать выносливость нашим товарищам снова. Я нахожусь довольно в таком плотном кругу друзей и попадаю по пятерым. Бобру все равно плохо. Ой, не то, не то, не то, не то. Бобер падает. А как? На нем же... Вот Бобра я зря... Я думал, что на нем висела штука, которая выносливость останавливает, если процентов меньше 20%. Короче, это провал. Потому что без Бобра... Там еще двое сзади... Ой, я могу свитком же воскресить его. Стоп, 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 стоп. У меня же был свиток, свиток, свиток. Был же свиток? Да, в бою ты его сейчас, конечно, возрождение, ты из нее же в бою свиток. Да. Да. Очень грамотно подготовился к бою. Просто красавчик. Красавчик. Этот присмерть и упырь. Блин, что же делать-то? Ладно, обновляем, наверное, доспехи Веры. Там умирает один, умирает второй. Что делать? Этот ранен. Нелегкое ранение, нелегкое. Надо сзади мочить пацанов. Похититель, повелитель, следопыт. Давай-ка этого не селями. Мне лучше этого так добить. Тяжелое ранение наемника. Что там по взрыву трупов? По взрыву трупов в троечку нужным. Но можно подготовиться, кстати. Встать таким образом, что... Ой... Так, нет, давай второе дыхание лучше. Что-то это мне не нравится. Так, стойка. Есть у тебя что-нибудь такое, прям коротенько? Карантинечко-карантинечко. Шипы осуждения. Шипы осуждения. Давай, вот так. Что вы ранили? танку плохо. Второе дыхание. Еще давай. Ну? Где? Шипы осуждения промахивает. Ты повороте николай. Скотина, а? Давай я огненной хренью. там что-то какая-то вообще жара. Есть три взрывать, пробуем трупы. вот так. Хорошо. 25, 20, там 4-3 правда всего лишь. Не, слабо, слабо, ребят, слабо, слабо. Эти даже не при смерти стали. Давай копьем. Макс, выносливость, скорость атаки, наверное. Не, выносливость, давай бутылев попробуем выпить. Выпил хоро... Не, не выпил, хорошо. Это что-то другое подействовало на меня. Короче, надо вот этих вот троих убить, а потом уже как-то приниматься за верхних трех, но и так все довольно... все довольно сложным. Выносливость. Тут два каста идет. При смерти. Кажись, все. пробую восстановить выносливость. Да что ж ты не пьешь-то? Выносливость, ну... Не дают, перебивают, видимо, из-за этого. Ладно, давай попробуем при смерти этого упыря убить. Там скелеты появились новые. Давайте попробуем запулять, запустить туда шар, понимая, что по своим сильно могу попасть. Но я, во-первых, попробую брать стойка отсюда. Танк и так стоит. Да сколько жить-то можно? Блин, как они меня... Выносливость снова пытаемся восстановить. При смерти тяжело ранен. Там танк окружен четырьмя... Тремя скелетами этим рыцарем, блин, тяжело раненым наемником. Ох! Эти все живы, а? Е-е-е! Пошел шар. Скелет при смерти. Заклинаний уже нет. Что, ловушку поставить? Ага. Заклинаний уже нет. Пробую добить. Тут только стойка осталась. Обновляю защиту. какие они плод. Ну, они сейчас убьют. Да и даже если я с этими тремя справлюсь, что крайне маловероятно, мне придется потом сражаться вот с этими упырями, в том числе с боссами. Но пока я жив, я... Да, я постараюсь. А, умер же у нас сейчас. Кана умер. Я выпиваю немножко. Один падает все-таки. Этот при смерти. 10 хитов у меня остается. Ноль хитов. Все, падаешь. Ну да. Хотя там тяжелое ранение у того. Шар прокатился неплохо. Но кто урон-то наносить будет? Тяжелое при смерти. Ладно, давай так. Ох, там такие выстрелы сочные из... из дробовичка. Так, давай наемника раз. Стойком пока. А есть что-нибудь ау-смешное здесь? Или что-нибудь вообще чудесное, что может испуг? Это защита, невосприимчивость к испугу. Ну, благословение разве что, если оно уже... Да, надо благословение обновлять. Распехи веры пока висят. Лучше благословение сделать. Скелет падает. Остается три в четыре, ребята. Три в четыре. Вот если бы сейчас у меня рейнджевик был. Сначала этого босса попробуем добить, наверное. Или наемника. Не, босса, 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 босса. Забиваем на наемника, потому что хоть я и получу штраф, но у него, по крайней мере, защита ниже. И... А урон у него дай боже вообще. Так, второе дыхание. Ах! Отстрелили! И еще пачка скелетов. На, это все. Бах! Были косяки, конечно, небольшие. В чистом поле еще драться, это, конечно, тоже тема, но... первое, что нужно сделать, учитывая такое большое количество народу, занять правильную позицию. Вот такая позиция у нас будет. Пристал, убей вначале, он там всех нахилил, баф, ты его игнорил. Да? Может быть, кстати, и так. Работаем! Ой! Ой-ой-ой! Все, мага нет, просто в него четыре выстрела залетело, и все. Ох, блин! Да, надо свитки поставить воскрешение, все дела. Сагра нормально. Конечно. Хотя бы, действительно, свиток там воскрешение поставить, потому что, ну, да, ну, как бы, да, ловушки лесом. Хотя ловушка может тоже неплохо зайти. Давай. Сейчас все будет. Ой! До свидания. Подожди, ты уже уходишь? Он поворачивается к своим товарищам. Думаю, наш разговор окончен. Убейте его немедленно. Блин! раз, блин, такая грязь, еще хуже, чем в прошлый раз. Ой, боже, что мой, Ладно. Так, кто там у нас жестенький в плане вот эти вот наемные слеподопыты милишные арбалетчики лесом идут? Вот этого, наверное, первым делом забираю. Так. Короче, я сначала делаю так, потом хейст, а потом фаербол. Ой-ой-ой-ой-ой. Отличные ловушки, все просто великолепно. Блин, еще позиция такая, ну хотя сейчас выйдут эти. Мага уже хреново. Надо его назад. Ай, не скастовал, Вась. Ну сейчас уже фаербокс лучше запустить. Так, ты кастуешь. Там вызвали. Кучность очень хорошая. Может быть, тогда лучше замедление сделать АВЕшное там, чем фаербол. Разбегутся еще, глядим. Да, давай так. минус урон. Точнее, плюс защиты 15 штук. А че боберта? Захватил, не захватил. Заблудшего жреца. Арбалечек леса. Давай наемника вот так вот. Мне милишники очень беспокоят. Так, тут. Угу. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Отстреливать надо, наверное, похитителей душ каких-нибудь. Ну и че? Нет, пошло, поехало. А дальше фаерболируем. Нет, я говорю, фаерболируем. По всем, по всем, по всем. Точно? Не, 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 пока еще не кучно. Давай вот эти вот с руки темы наемника тоже вроде. давай ужас, чтобы не пришлось ходить. Тут можно попытаться вот этого наемника. уже спрошел. Давай-ка еще выносливость сюда же. Не, 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 нет. А давай постреляем по арбалетчику, которого защиты нифига нет. А то уже сосредоточенности как благословение, наверное. ОЕшный. Ой. Ой-ой-ой. О, не-не-не-не-не-не-не. Стоп. А лота надо лечить срочно. вот так там такой трэш творится я ни черта не понимаю сейчас но бобер попал в смысле выстрелил и попал я бы еще почарнул людей потому что ну вот надо же братьях дальше делаю хейст чтобы с руки быстро быстрее бить когда показывает видеть этот сейчас подождите черника в микрофон давай курчи в чурчи отлично спасибо за терапию а мы возвращаемся так хейст кастуется хорошо здесь чарм еще один тут надо наверное вот так про пробивать пробивать лечить заблудший жрец ранить тяжелое ранение хорошо продолжаем по нему стрелять надо вот сюда зарядить еще а лодска как скастует так и так стоп еще одного захватили давай вот так сделаем все скастовали то есть теперь можно спокойно бить он ведь ауешечка пошла по заблудшему жрецу боберку забивай с ног ой как там все разуплотняется ой а лота а лота бьют а лота бьют а лота бьют и он второе дыхание не юзнул мне его надо выводить потому что он тут раскастован вообще как царь в видение работает уже нет в видение пока нет он хорошо квадрат не поддерживаю на сумму 500 рублей мешай до вечер добрый добрый вечер дикой то шум бы неистового кача смотрю твои стримы с благоговейной яростью спасибо спасибо большое за саппорт тут проблема самое главное в том что рядом со мной находится находится весьма опасные упыри мне вроде как лечиться нужно вот этих товарищей нужно отваживать не вот этого надо бить так а того переманивать просто и все что двоечка арбалетчики там еле живые вот этого арбалетчика надо тоже добить обязательно так переманили этого упыря а лот еле живое все равно и все равно его надо заводить хотя сейчас хилл пройдет по выносливости а и все и там умерли люди другие здесь можно атаковать спокойно вот этого следопыта с руки и выбирать цель ну например тоже бобро стрелять не падает падает все таки а вот видимо его либо кто-то его отстрелил вроде а скорострел до скорострел 40 урона просто взял и занес 40 урона жалко взрыв взрыв взорвем трупы я полагаю или нет или подождем сделаем паралик паралич лучше так 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 стойк хорошо еще разок давай тут справились с арбалетчиком можно парализовывать вижу только надо подойти поближе там отпускает людей но паралич язнем и раз-два-три паралича у этого на пять секунд надо сейчас обязательно по пострелять ключевыми по наиболее опасным товарищам наверно все таки по скорострелам этого не бьем вообще потому что ним паралича нет так ты стреляй по этому давай еще разок так космодального должен просто отстрелить ой фантома призвали две секунды две секунды паралич 80 как-то это не очень хорошо все выходит стойка застанил фантом так давай-ка боберу лучше поэтому стрелять будет потому что уже он уже не успеет добить дальнего не попал опять да как пятнадцать результат братка с броска надо переманивать пацаны надо переманивать вот этого наемника по крайней мере потому что он здоровый и их реально сейчас очень много могу проиграть легко могу проиграть так этого переманиваем и этого бьем сбиваем наверное даже стреляем по этому ооо нет все стойк сейчас будет минус с выведением со всем фаршем на минус а вот там лежит здесь сбили захватили вроде как по кому проще все попасть по кому проще все попасть 45 защита ну здесь паралич просто поэтому 45 защита по скорострелу проще всего попасть к сожалению так здесь нужно пробивать уже все ну здесь урена опять может это может это 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 что чьёрт побьери а ты куда побежал друг или 72 75 и до этого надо пытаться убить конечно добиваем одного скорострела наемный следопыт солдат но я не получил блин я не получил сосредоточенности своим главным героем вот чем проблема может быть мне сбить одного и попытаться а сбивания слабо же нет это 10 секунд еще будет зачарован вот вот поэтому на стрелять попал е все сразу троих переманиваем вот этого товарища раз пробуем приманить здесь волшебный подъем делаем но переманили но проблема сбивают танка нашего взрыв трупов наверно сделать уже потому что до трупов много хорошо очень хорошо по урону заходит второе дыхание у бобра надо наверное за выражение у наемника обновить будет когда здесь отпустят ну что этого мы и так заберем 0 2 секунды всем пытаемся заворожить тут раны и наверно нужно грампеля с отстреливать он вызывает опять опять вызывает и этого пробуем под контроль взять антон подходит а что не а все захватили здесь выносливость пропиваем здесь второе дыхание свободу попугаем еще чтобы спокойно наше заглушение ушел там фантом просто на навешивает и эта проблема выбираем наиболее уязвимую цель скорее всего да грампфель это самую уязвимую цель так тут выпилим еще выносливость пьем пока не поздно фантом бьет танка но сейчас мы да мы с него снимаем сейчас будет свобода действия снимаем он второе дыхание юзает тут же отлично ох тут выносливость вроде как я пил а вроде нет огромная толпа еще здесь народом часть из них за меня сражается но это же не навсегда попадаю на 51 по боссу можно зачармить еще двоих только я отступлю на всякий случай их как раз уже тут и отпускает что делать вот что делать сейчас бобра будут убивать надо было зелье сзади ой какая боли какая боли снова чармы идут ну не падает бабер все отпускается дар а да я начал сражение абсолютно бездарно в чистом поле вне в не в позиции и это конечно минус давайте это эту банду убьем хорошо что взял квест на бус прям прям появился хучилиндж а то проходишь одно сражение второе сражение ничего не меняется всех убиваешь на язычах а тут прям банда банда аккуратно аккуратно вот так вот ну что ж надо сагрить с тем кто вообще можно подойти поближе не надо подходить поближе не надо подходить поближе надо надо мочить возможно 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 все пауза кажись уже значит работаем сейчас очень внимательно прям очень внимательно так вызвали хорошо давай блэсс так а здесь фаербол лучше как то мне кажется что три фаербола понадежнее будет а я не вижу еще что здесь происходит да так пошел первый фаербол вижу второй туда же второй туда же второй туда же а стоп как ты ой вы видите что происходит вы видите что происходит как как меня там миша навел таргет пока не убьет не уйдет да да есть у меня такая особенность еще один фаербол залетел ну уж давай тогда уж гулять так гулять 3 фаербол пошел тут выносливость вроде как я кастую вроде как кастую скастовал кажется скастовал да плюс 29 тогда давай защиту и третий фаербол хорошо зашел нет не надо так давай вот так давай я даже не знаю жуки держатся нормально дай-ка попробуем кукловодом на этого гремфеля не достаем да давай на следопыты тогда так пошла еще одна уешечка накидываю туда и еще и и давай еще вот так и 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 процесс л и он и 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 не пройти не пройти не проехать вот так вот делаем тут еще делаем заморозочку переманю 1 наемника хорошо и еще разок этот переманен хорошо 53 по арбалетчик стреляем какие там взрывы идут конски наверно до восстановить выносливость это раз еще разок раны и наверное вот я бы вышел но не могу хотя не могу просто стойком делать нечего мне атаки по крайней мере урон понаношу так еще разок так стих отпустила а я прям стойком ну не там стою же надо сейчас аккуратненько аккуратненько сыграть блин аккуратненько вовремя сейчас решил аккуратненько сыграть чувствую ранение ранение тяжелое ранение или взрыв трупов взрыв трупов давай лучше сделаем потом через трубку должны быть труп есть трупы хорошо хорошо устанавливаем немножко выносливостью еще выносливость бобром выпиваю меткость еще тяжелое бессознание тяжелое тяжелое дальних ранжевиков блин бы отстрелить но я не могу это сделать пока ну давай так бобер кажется не выпил к сожалению я ему приказывал не выпил все метко стяпнули вот сейчас работаем работаем по давай грамм филю 87 точность хорошая работает теперь можно пока у нас такая передышка сделать пару джармов сюда зарядить еще вот так вот по троим тут продолжаем не знаю восстанавливать потихоньку выносливость ай ю-ый й-ой-ой врач не забрали при смерти при смерти ай какие они всё таки а дроидовские хрени какие-то пошли Еще давай так А давай скиль этого вызовем И можно попытаться еще забрать Одного наемника забрал Тут наверное имеет смысл просто пострелять опять же Один выстрел и все, и он умрет Бага бьет Бобер попадает, убивает, 58, все Он еще распевал танец смерти оказывается Вон бобер, 47 урона, до свидания Хотя почему-то дало больше Ну, влетело по факту больше Кот ломится Сейчас, значит, это ерунда Это ерунда Давай-ка сделаем что-нибудь Что-нибудь вот такое вот АУЕшное Раз АУЕшное что-нибудь такое Двас И все, отлично Раз Двас Отлично, правда Рикошета не было из-за того, что Трис И четырес Ну, позиция, естественно, разрешала, да Как обычно, короче, позиция Решает Это все Это из-за развидающих плетен Что ж Такое пищевое, что рогатый Все действия бобра обстоят Очень симметрично отвечает Ну, я даже не смотрел, к сожалению, что он делает Сколько лута, господи Хорошее качество Хорошее качество Задержка потери сознания Три секунды Одному валианскому некроманту Надоела сомнительная репутация Его профессия Он создал ботинки, способные держать Изнеможденных путешественников на ногах Короче, вместо того, чтобы, видимо, падать, да Он Прежде чем потерять сознание Хорошая штука Тем более, что ботинки Ключевому я все-таки дам У меня ботинок нет для начала Ты еще не забыл, что тебе покоятся Должны поощрение достаться Кот так лом, вы его видели Как Слышали, точнее Как кот ломится В дверь Если что-то не те чуваки What? Как не те чуваки? Серьезно? на перепуте стоит команда вот и поговорили кстати до свидания обычный трэш был да ладно нет 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 не не может быть это был не босс в этой локи говорят ожище ничего себе это был не босс это просто группы из кто такой разбойник монах вот он я записался вообще записался ли я ну вот конечно а привал да именно для этого и надо было сейчас господи пошел привал так вычет урона тут против тут вычет урона а нет 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 против носителей вдруг не давай лучше вычет урона пофиг ой вы видите как вены закручиваются в дюжину отдельных кругов кругов которые крутятся по спирали пока не не попадают друг в другой круг они пульсируют ожидая короче нет ребята все хватит уже семь с половиной часов я тороплюсь надо это читать я лучше почитаю это в следующий раз спасибо за внимание не убили этого товарища но они похожи чего здесь никого не было только стоик стоял все время мы его здесь на перекрестке как раз и взяли увидимся с вами ориентировочно завтра вечерком приходите что-то обязательно будет пока не тот сейф то вот но бас и и и и и и и и